из нас. Ставка ФРС снижена практически до нуля. Американский регулятор идет на беспрецедентный шаг, чтобы остановить обвал. Но рынок не реагирует. Падает все, даже золото. Что будет делать российский регулятор? На все замки. Россия закрывает границу с Белоруссией. Открытым остается только азербайджанский рубеж. О закрытии границ объявил и ЕС. Грядет ли глобальный карантин? Отсрочка по налогам, кредиты по льготным ставкам, премии врачам. Правительство переходит к первичным экстренным мерам по борьбе с коронавирусом ценой в 300 миллиардов рублей. Подробности. Но тем временем в Москве усиливают противовирусные меры и вводят режим повышенной готовности. Сообщение об этом размещено на официальном сайте мэра столицы Сергея Собянина. Меры вводятся из-за роста заболевших. Я напомню, за сутки в стране коронавирус выявлен у 30 человек. 20 человек за выходные заболели в Москве. Итак, до 10 апреля в столице запрещено проведение массовых мероприятий на открытом воздухе. В зданиях можно собираться не более 50 человек. Людей пожилого возраста, как самую уязвимую категорию, призывает свести до минимума контакты с внешним миром, оставаться в квартире при необходимости вызывать на дом врача. Пришлось даже приостановить мероприятие и временно закрыть кружки и секции социальной программы «Московское долголетие». С 17 марта режим свободного посещения вводится не только для государственных школ, но и для учреждений дополнительного образования и школ спортивных. Ну а с субботы, 21 марта, по 12 апреля все государственные общеобразовательные школы Москвы будут закрыты. Отдельно мэр столицы обратился к родителям школьников и призвал взрослых внимательнее и с максимальной ответственностью отнестись не только к своему здоровью, но и к здоровью детей. Прошу родителей, дети которых не посещают школы, не допускать их появления в торговых центрах, парках и других общественных местах. Закрытие школ означает не дополнительные каникулы, а добровольную самоизоляцию на дому. Также столичные власти предупреждают тем, кто приезжает из-за рубежа, предстоит пройти 14-дневный карантин. Это касается прилетевших из Соединенных Штатов Америки, Великобритании, Государств Европейского Союза, Украины, Белоруссии и всех государств Европы, не входящих в ЕС, а также совместно проживающих с ними лиц. Во всех видах наземного общественного транспорта водителям запрещено продавать пассажирам билеты, чтобы не подхватить от них вирус. А в мэрии сообщают, что все департаменты готовят предложения по профилактике и борьбе с коронавирусом. Так, например, Департамент труда и соцзащиты разработает дополнительные меры адресной социальной поддержки граждан. Власти подумают о компенсации компаниям и предприятиям, которые пострадали от ограничений. Все предложения и информация будут стекаться в оперативный штаб столицы. Он же отвечает за оперативное информирование граждан о положении с коронавирусом в столице. К теме борьбы с заболеванием, в том числе в столице, мы сегодня еще вернемся. Ну а пока о других не слишком радостных новостях. Мы уже пятую неделю назад начинаем с биржевых новостей со всей планеты. У нас уже недавно был черный понедельник, был красный. Сегодня мы что наблюдали? Вот интересно. Ну знаешь, мне кажется, что сегодня на мировых рынках штормило так, что цвет уже не имеет вообще никакого значения. Приведу лишь одну цифру. Российский институт стратегических исследований подсчитал. С начала эпидемии коронавируса мировые фондовые биржи потеряли 7 триллионов долларов. Это более третье ВВП США. Но ведь это же еще не точка. Ну будем рассуждать об этом чуть позже. Пока просто сводка с мировых бирж на сегодня Азия на минус. Вся самое большое падение на тайское сеткомпозит минус 7,3%. Гонконг и Тайвань в красном на 4%. Шанхай 3,5%. Токио-Сеул минус 2,5,3%. Крупнейший за последнее время обвал в Европе. Падение парижской биржи в моменте превысило 10%. Франкфурт минус 9, Лондон минус 7. К вечеру падение замедлилось, но не сильно. В стороне от глобальной паники не остались, естественно, российские площадки. Мосбиржа обновила почти двухлетний минимум. Опустилась ниже 2200 пунктов впервые с июня 2018 года. Падение в моменте почти на 5%. РТС на прошлой неделе опустился ниже 1000 пунктов. Но падение не остановилось. Сегодня снова минус, на этот раз 6,5%. Но к вечеру обвал слегка замедлился. В итоге падение около двух. В Нью-Йорке торги приостанавливались сегодня два раза. Это произошло после того, как Dow Jones в первые же секунды просел почти на 10%, S&P на 8%, NASDAQ на 6%. Но снижение продолжилось и после открытия торгов. Но снижаются не только индексы. Золото, в котором обычно спасаются паникующие инвесторы, тоже дешевеет. Апрельские фьючерсы на Нью-Йоркской бирже Comix снизились на 4%. Майские фьючерсы на серебро минус 17%. Ну и самые болезненные для России. Нефть. Дневное падение на сырье марки Brent 12%. На минимуме за баррель давали 29 долларов 47 центов. В последний раз нефть ниже 30 троговалась аж в декабре 2003 года. Рубль на этом фоне продолжает свою пике. Евро на бирже сегодня пробивал 84 рубля, доллар 75. Официальный курс СЦБ на вторник. Евро плюс 89 копеек, доллар плюс 93. Ну и новости из-за рубежа пока не способствуют стабилизации российской валюты. Нефть, как мы помним, стремительно пошла вниз после развала сделки ОПЕРК+. И вот глава саудовской саудиорамка Амин Насар сегодня заявил, что нынешние цены РИАД устраивает. Готов в таких условиях в течение длительного времени работать. Как минимум весь апрель королевство будет продолжать максимальную добычу нефти, то есть 12 миллионов баррелей в сутки. Блумберг сразу после поступления этой новости сообщил, что к середине этого года на рынке может сложиться небывалый переизбыток нефти. Он может составить миллиард 300 миллионов баррелей. Такого на рынке не было никогда. Ну и почти небывалые новости, это о мерах финансовых властей США в попытке одолеть кризис вашему вниманию. Последствия коронавируса будут оказывать воздействие на экономическую активность в краткосрочной перспективе. И это представляет угрозу для экономических перспектив. В свете этого развития событий комитет принял решение снизить целевой диапазон ставки по федеральным фондам до 0,025%. Комитет рассчитывает, что будет сохранять этот целевой диапазон до тех пор, пока не будет уверен в том, что экономика выдержала последние события и находится на пути к целевым показателям максимального уровня занятости и ценовой стабильности. Ну и кроме того, ФРС в течение ближайших месяцев увеличит свой портфель государственных облигаций США по меньшей мере на 500 миллиардов долларов. Таким образом, портфель казначейских облигаций вырастет более чем на 3 триллиона. Кроме того, американский Минфин поменял условия кредитов, которые он выдает банкам напрямую через так называемое дисконтное окно. Но такого не было с кризиса 2008 года. Но рынки это пока не успокоило. США не единственные, кто пытается усмирить этот шторм. Центробанк Южной Кореи сегодня же впервые за свою историю снизил ставку до 0,75%. На этом фоне интересно, что будет у нас. Как сообщила пресс-служба Кремля уже завтра, председатель ЦБ Эльвира Набиулина выступит на совещании с президентом и членами правительства. Но пока никаких мер не оглашено. Ну и прямо сейчас мы включаем студию радиостанции «Серебряный дождь» и продолжим этот разговор с Анной Забродой, ведущей программы «Вечерний РБК». В кадре. Юра, привет. Анна, приветствую вас. Какие мнения у аудитории «Серебряного дождя», как воспринимают слушатели этот кризис и происходящее? Какие новые возможности открываются в принципе? Юр, я даже предлагаю сейчас сразу в прямом эфире послушать нашего слушателя «Серебряного дождя», который дозвонился по номеру 730-101, код Москва-495. Здравствуйте, вы в эфире. Да, добрый вечер. Меня зовут Алексей. Алексей, какие вы видите для себя позитивные стороны этого кризиса? Видите ли возможности для развития? Безусловно, я поэтому и позвонил. Я являюсь довольно молодым инвестором. Инвестировать я начал, ну, чуть менее года. Скоро будет год. И вот для меня, я считаю, вот сейчас, благо я, следуя хорошим советам, подготовился к этому кризису. Мне не важно было, когда он сейчас, либо через год пришел. Но я почти, почти, почти успел подготовиться так, как хотел. Вот, я сейчас просто наслаждаюсь ситуацией. Я живу в историческое время просто счастлив. Мне кажется, напишут много книг, снимут фильмы. Но, ну, в общем, как-то первый кризис, и будет хорошая наука на будущее. Ну, то есть вы планируете только инвестировать, сейчас по дешевке все скупать и через какое-то время на этом зарабатывать? Да нет, у меня долгосрочное инвестирование. В принципе, дивидендный портфель. Есть акции роста, естественно, на которых будет заработано определенное количество денег. Но сама стратегия у меня 15-20 лет и больше. Ох, как долгосрочно-то вы смотрите. Да, долго я запрягал. Вот учил матчасть и вот когда-то решился. Ну, к сожалению, не могу не сказать, что не все слушатели «Серебряного дождя» с вами согласятся. Вот кто-то пишет, как обычно хотим просто выжить, Станислав Пятигорск. Не понимаю, доллар слабый, но падает рубль. Если в Айц Европа США, почему-то доллар снова растет. Новые возможности, вот сообщение в WhatsApp пришло. Сейчас только для продавцов масок и всяких медикаментов. А чем заняться в регионах? И в лучшие времена не было работы. Вот таким вопросом задаются наши слушатели. И вот еще одно сообщение. У сырьевой экономики какие перспективы? Самые печальные. Так что никакого позитива особо я не вижу в сообщениях слушателей «Серебряного дождя». И вот еще нам кто-то написал. Не вижу ничего для себя, кроме как вкладываться в изучение языков и даже переезжать в другую страну. Ну, кстати, не самый плохой вариант, да, вкладывать в себя, вкладывать в развитие. Глядишь, через какое-то время и в какой-то новой сфере деятельности ваши навыки пригодятся. Юра, ну вот такое вот, такие мнения у слушателей «Серебряного дождя». Разошлись они. Кто-то действительно успел поймать момент, схватить удачу за хвост и на этом фоне успеть заработать или в перспективе заработать. Но кто-то пишет, что перспектив особо и нет. Да, ну у нас, я не знаю, хорошо это или плохо, кардинальные изменения в будущем с точки зрения нашего бытия грядут. Прогнозы такие, что коронавирус может поменять ни много ни мало поведенческие алгоритмы человека. Вот что сказал нам Виктор Дима, старший аналитик инвестиционной компании «Атон». Нужно понимать, что этот кризис оставит, возможно, в какой-то степени поменять привычки людей. То есть, условно говоря, работа из дома станет более привычным делом. И пользование интернет-сервисами, в том числе и той же доставкой, станет более привычным делом для людей, которые пытались ходить. В принципе, я думаю, что это тоже создаст возможность для компаний, но уже в более долгосрочной перспективе. Поэтому, наверное, если смотреть, то краткосрочно, да, безусловно, те компании, которых непосредственно увеличится аудитория в краткосрочном периоде, ну и долгосрочно-то те поведенческие изменения, которые будут связаны с изменением после вот салатации новому стилю жизни, который, как мне кажется, будет иметь уже достаточно долгосрочные последствия, да, потому что такие вещи, как работа из дома, как мне кажется, тоже будут таким достаточно структурным изменением, которые мы увидим после этого кризиса. Анна, мы благодарим вас, благодарим аудиторию Серебряного Дождя. Все пройдет, пройдет и это, как говорится, главное, с чем мы выйдем после всего этого. И вот вкладывать в себя, по-моему, самая хорошая и долгосрочная идея. Серебряный Дождь, по будням с 6 часов вечера, теперь и на сайте РБК, в программе «Что это значит?» обсуждаем самую актуальную тематику дня. Едем дальше. В продолжение темы о том, кому этот кризис предоставляет новые возможности, сервис по доставке еды «Деливери Клаб» сообщил сегодня, что минувшие выходные превысили показатели 8 марта. Спрос на доставку продукта составил 20%, причем в сравнении не с обычным уикендом, а с праздничным. Да, это не все, кстати. Сервисы доставки еды из супермаркетов сегодня принимают заказы только на конец этой, а то и начало следующей недели. «Вкусвил» сообщил о сбоях в доставке в связи с ростом заказов из-за коронавируса. В целом же сервис «Сбермаркет» заявил, что количество заказов 13 и 14 марта выросло на 104% в целом по стране по сравнению с 11 марта. Активнее всего берут крупы и консервы, ну и так далее, долгосрочно хранящиеся продукты. Вот кто-то все-таки зарабатывает на этом кризисе. Ну а ситуацию на рынках и в целом в экономике мы обсудим сегодня с нашим гостем Иван Родионов, профессор высшей школы экономики на прямой связи с нами сейчас. Иван Иванович, я приветствую вас. Благодарю за то, что откликнулись. Давайте вот с чего начнем. Ставка снижена, ставок больше нет. Что дальше? Какие инструменты остаются у ФРС и мировых центробанков для того, чтобы остановить вот это сумасшествие на биржах? Ну, на самом деле, сделан максимум, который возможен. Трамп, правда, немного упрекнул ФРС в том, что это сделано было с опозданием. Но, тем не менее, опять вот этот вот инструмент закрыт. С другой стороны, опять понятно, что раз мы видим замедление внешней торговли, раз мы видим опять замедление туризма, вообще сферу услуг, то понятно, что чем-то надо это замещать. Плюс к тому, конечно, в Америке стоит задача не допустить начала такого глобального кризиса, который неизбежен в любом случае. Это циклический кризис, уже 12 лет его не было, пора. По крайней мере, до ноября, до выборов президента. С другой стороны, опять для людей, вот это вот снижение ставки, по сути дела, мало что значит. Люди сейчас точно так же, как в нашей стране, заняты закупками. Правда, там более популярным является покупка туалетной бумаги, а не грешки, как у нас. Но, тем не менее, опять ставки позволяют сейчас, например, рефинансировать ипотеку, низкие ставки, или начать новую, взять потреб кредиты. Но, опять надо отметить, что вот эти вот меры, они не соответствуют новой модели потребления. Вы знаете, новая модель потребления предполагает не владение, а дешевую аренду. С этой точки зрения, опять низкие ставки, мало что здесь дадут. Плюс к тому, конечно, низкая ставка имеет отрицательное значение для пенсионеров американских. Почему? Потому что доходность всех тех активов, в которые они могут вложиться, она существенным образом упадет. Это речь касается и облигаций, речь касается и депозитов, и, по-видимому, цена недвижимости тоже не будет расти. То есть, в чем-то плюс, в чем-то минус. Но, на самом деле, конечно, эта мера рассчитана на биржу. С другой стороны, уже сегодня мы видим, что мера не помогла. Американские рынки существенно просели. Еще в пятницу они... Был такой отскок, а вот сейчас они просели. Да, но чуть-чуть сейчас немножко приподнимается. Рынки ожидают повышения ключевой ставки Банка России. Наши рынки, представящие пятницу. Какова вероятность того, что регулятор сохранит выдержку и не пойдет на повышение? Ну, вы знаете, на самом деле, здесь нет никакой беды, потому что регулятор не будет сейчас повышать это, как в тот раз, сильно. А если он повысит на половину или на процентный пункт, ничего не произойдет. Ну, вот возникает такой вопрос в связи с этим всем. Мы столкнулись с чем-то новым и пока необъяснимым. А значит, сравнивать текущую ситуацию с любыми аналогичными ситуациями в прошлом бессмысленно? Я бы так не сказал. Почему? Потому что опять вот первые признаки такого, скажем, циклического, нормального циклического кризиса. Все, в принципе, в нем заинтересованы, все работники финансовой сферы. Почему? Но есть хорошая американская поговорка, что деревья не растут до небес. Рынок и так на достаточно высоком уровне. Для того, чтобы они могли получать свои премии, бонусы, им надо, чтобы рынок сильно упал. Тогда он снова будет расти, и тогда они будут чувствовать себя хорошо. С этой точки зрения, опять, ситуация ничуть не отличается от, скажем, того, что было уже десятки раз. С другой стороны, да, вот есть этот момент коронавируса, но он, ну, на самом деле, по большому счету, пока не сильно, как бы, сказался. Притом он скажется на, скажем, отраслях услуг, ну, там, авиаперевозки, туризм, вот это вот все. Но в недостаточной степени скажется на промышленности, например. Но промышленность, с другой стороны, опять встретится с недостатком спроса. То есть, на самом деле, рецессия может начаться. Но опять задача ФРС и задача президента американского в том, чтобы это произошло после его выборов в ноябре. Иван Иванович, вот нас учили, что любой кризис – это время больших возможностей. Какие выгоды можно извлечь в текущей ситуации? Или все предыдущие теории сейчас уже не работают? Ну, вы знаете, опять, знал бы прикуп, жил бы в Сочи. Конечно, надо было опять выйти в кэш, там, где-то, скажем, месяц назад этот кэш держать. Вот, сейчас, когда все инструменты подешевеют, можно будет покупать. Пока рано. Пока это не, ну, как бы не пик или не дно. Вот, но на самом деле на этом можно хорошо заработать. Иван Иванович, я благодарю вас, будьте здоровы. Иван Родионов, профессор высшей школы экономики, был на прямой связи с нами. Мы продолжаем. Осторожно, границы закрываются. К странам, куда теперь нельзя уехать из России, добавилась Белоруссия. И новость последних часов. Евросоюз вводит полный запрет на въезд в шенгенскую зону на 30 дней. Помогают ли закрытые границы, и как еще разные государства борются с распространением коронавируса, обсудим с нашим международным обозревателем Алиной Гребневой. Алина, мы приветствуем тебя. Решение Москвы закрыть границу уже вызвало недовольство в Минске, насколько известно. Почему у Александра Лукашенко такая вот реакция? Ну, потому что с ним никто это не обсудил и заранее не посоветовался. Об этом заявил сам белорусский лидер. И Лукашенко также заявил, что он намерен в ближайшее время все обсудить по телефону с Владимиром Путиным. Российские агентства сообщили о том, что закрывается именно пассажирское перемещение через границу. Но Лукашенко дал понять, что он готов пойти на более жесткие ответные меры. То есть вообще закрыть границу, в том числе и для грузов. И тогда, цитирую Лукашенко, до Кремля фуры будут стоять в очереди, а люди будут в бешенстве. У них тяжелая ситуация. Ну так нам надо бояться этой ситуации. Вы-то чего боитесь Беларуси? Притом при таком нашем контроле и отношении к этой проблеме. Давайте вместе это делать? Нет. Закрыли. Ну а вдруг вирус в трубе с нефтью или с природным газом? 70 миллионов тонн нефти транспортируют по нефтепроводу Дружба и по газопроводам. Ну уже появилась реакция кремляна. Это довольно эмоциональное выступление Лукашенко. Что сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков? Он заявил, что Москва рассчитывает на понимание со стороны Белоруссии. На самом деле Белоруссия оказалась одной из последних стран, с кем Россия решила закрыть границы. Давайте посмотрим на карту и выясним, есть ли вообще еще хоть одно государство, с которыми граница все еще открыта. Итак, для начала поговорим именно о сухопутной границе России. С большинством стран она сейчас уже закрыта. До сегодняшнего вечера только две страны формально оставались открытыми для россиян. Это Финляндия и Азербайджан. Однако, почему я говорю формально, потому что в случае с Финляндией уже действовало серьезное авиаограничение. И сегодня вечером одна с другой появились новости о том, что власти в Финляндии готовятся к закрытию границ. И, кроме того, Евросоюз вводит запрет на въезд иностранцев в шенгенскую ввозу, в шенгенскую зону на 30 дней. Ну, из Москвы до сих пор самолеты летали во все европейские государства. Посмотрим, что будет с этими рейсами дальше. Раньше авиакомпании говорили о том, что необходимо выполнять эти рейсы, чтобы сохранять так называемые слоты в расписании. Но не стоит забывать и о Калининградской области, закрытые границы с Польшей и Литвой. Острее всего на себе испытали вот это закрытие туристы, которые из Калининградской области отправились на отдых в ЕС. Например, в Испанию. Калининградские турфизмы поясняют, что у многих стыковочные рейсы, например, через Варшаву. И этими самолетами в нынешних условиях вернуться на родину в Калининградскую область нереально. Министр туризма Калининградской области Андрей Ермак о чем пишет в своем фейсбуке? Он советует гражданам возвращаться через Москву. Это сейчас самый рабочий вариант, написал чиновник. Алина, а есть цифры, сколько сейчас россиян находится за границей туристов, я имею в виду? Мы связались с ассоциацией Турпомощь. Совместно с Ростуризмом они организовали специальную горячую линию для тех россиян, которые застряли, скажем так, за границей или из-за карантина, или из-за закрытых границ. Какие данные? Там речь идет о тысячах и тысячах, причем общие цифры шестизначные. Больше всего туристов, понятно, в Европе, в Турции, это данная ассоциация Турпомощь, около 20 тысяч российских туристов, в Азии 70 тысяч туристов. Ну, с каждым днем все новые и новые страны вводят дополнительные запреты. Действительно, Евросоюз ввел запрет на въезд в Шенген, но даже внутри Евросоюза отгораживаются все новые и новые страны. Например, Германия ввела дополнительный контроль на уже своих границах. Пограничные проверки, которые начинаются с понедельника, будут сопровождаться ограничениями. Подчеркиваю, транспортировка товаров и перемещение людей по работе туда и обратно будут по-прежнему возможны. Людям без уважительной причины запрещается въезжать в страну и выезжать из нее. И поэтому я прошу всех граждан воздержаться от любых несущественных поездок. Люди, которые в рамках пограничных проверок классифицируются как потенциально заразившиеся новым вирусом, не будут допущены в страну. Однако не на всех предпринимаемые меры действуют. Испанское правительство как может пытается бороться с распространением вируса. Там ввели довольно жесткие ограничения на передвижение граждан. Однако, вы видите, по этим кадрам не все соблюдают эти меры. Десятки британских туристов спокойно расхаживают по улицам курортного города Виннидорм в Валенсии. Хотя автомобили с мегафонами на крышах разъезжают там же по городу и призывают всех оставаться дома или в отелях. Но испанская пресса уже пишет о том, что страна все ближе к введению еще более жестких мер. Ведь общее число заболевших в Испании приближается к 9 тысячам человек. А умерли из-за осложнения от коронавируса более 300. Почему многие страны решаются на все больше и больше ограничения и вводят карантин? Потому что считаются, ученые об этом говорят и медики, что лучше всего с распространением коронавируса борется так называемая социальная дистанция. То есть нужно вводить запрет именно на массовое скопление людей. Именно поэтому многие европейские страны, в том числе Франция, решили закрыть все бары и рестораны. Однако, посмотрите на эти кадры, немногие поддержали эту меру, некоторые скорее расстроились. Это кадры, вот так в одном из французских городов, в это воскресенье ночью люди вышли прямо на улицы. Толпы выпивали прямо перед закрытыми барами и возмущались, почему закрыли заведение, где нам теперь выпивать. Вот такая неожиданная реакция от французов. Спасибо. Наш международный обозреватель Алина Гребнева. Вместе следим за тем, как страны борются с коронавирусом. О дивный новый мир! Границы закрыты, детей переводят на дистанционное обучение, взрослых на удаленную работу, самоизоляция и полная зависимость людей от технологий. Как малоизвестные вирусы меняют человечество, а фантастика на глазах становится реальностью. Фантастика после рекламы. Главных новостей со Светланой Чабан. Светлана, вас приветствуем. Каковы главные события к этой минуте? Все границы Евросоюза на замке. Еврокомиссия предлагает ввести запрет на любые поездки в ЕС, кроме неотложных. Подробности после рекламы. Капитан, ваш бизнес готов к запуску. Начинаем обратный отсчет. Три. Расчетный счет открыт. Два. Эквайринг подключен. Один. Онлайн-касса работает. Поехали! Дайте своему бизнесу взлететь. Подключите готовое решение за один рубль в месяц. Сбербанк. Для малого бизнеса. Инновация от Виши. Антивозрастного ухода номер один в аптеках Европы. Неовадиол фитоскульпт. С вулканической термальной водой и фитоактивом, повышающим плотность кожи. Неовадиол. Шея и овал лица подтянуты. Морщины в зоне декольте заметно сокращены. Неовадиол. Доза плотности для кожи в период менопаузы. Клинически доказано. Виши лаборатор. Спрашивайте в аптеках. А мы точно можем себе это позволить? Всегда говори себе с потребительским кредитом от банка Уралсип. Кстати, по очень выгодной ставке. От 6,9% годовых. Хороши, хороши. Но роли вы одна. Я здесь. А герой-то кто? Техногений спасает вселенную. Так это я. Техногений. В вашем родном смысле просто деревянка. Сам ты деревянка. У меня технологии везде. Ух ты. В чемодане-то. Да. И часто ты себе на чемодан звонишь. Отдай. У него в чемодане тариф с минутами. Гений. Дома. Почитаю. Гоу-смарт. Тариф для умных устройств. МТС автоматически подстроит тариф под ваше умное устройство. И в нем не будет ничего лишнего. Созвонимся. Пока. Я не тебе, Паш. С вам чемоданом. Кредитная карта Альфа-банка 100 дней без процентов. Используйте с умом. Закажите на альфабанк.ру Терем. Закажи дома. Получи возможность выиграть баню. Уже на сайте. Закажите на альфа-банка 100 дней без процентов. Закажите на альфа-банка 100 дней без процентов. Используйте ваше умное устройство. Продолжение следует... 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 Это касается не только отношения к торговым сетям, но это касается и отношения к поставщикам. Мы договорились, что если мы видим какие-то сложности с поставками товаров, мы информируем федеральный проект, региональную власть, и они обсуждают возможности наращивания мощности производства того или иного продукта. Пока, к счастью, таких рисков или опасений нет. Итог консультации с поставщиками однозначно говорит, что они способны нарастить производство и поставку продукции в тех объемах, которые характеризуют уже повышенный спрос. Кабмена обсуждает возможность отмены пошлин на ввозимые лекарства для лечения заболеваний типа ОРВИ. А Татьяна Голикова заявила, что в стране создан как минимум двухнедельный запас медикаментов во всех учреждениях. Разработано более 700 тысяч экспресс-тестов на коронавирус. Большинство направят в региональные больницы. Завод в сутки выдает по 100 тысяч проб. Вакцина пока нигде в мире не разработана, но по опросам 58% россиян готовы привиться от коронавируса, когда вакцина будет создана. А также Татьяна Голикова заявила, что больничные для россиян будут выдавать по авансовой системе, чтобы люди из-за болезни не теряли в доходах, и вопрос денег лишний раз не заставлял пренебрегать здоровьем. Говоря о мерах противодействия вирусу, Мишустин сообщил, как будет построена система информирования населения. Власти запустят телефонную горячую линию, а также организуют кампании по онлайн-оповещению. На специальном портале СтопКоронавирус.РФ будут размещать всю статистику по количеству заболевших и вылечившихся, как в целом по стране, так и по каждому отдельному региону. По последним данным, в России зафиксировано 93 случая заражения коронавирусом, плюс 30 за сутки. В лидерах Москва и Подмосковье. Но есть заболевшие в Тюменской области, Забайкальском крае и даже на Чукотке. Четверо пациентов вылечились. К счастью, ни одного случая смерти от болезни, вызванных коронавирусом, официально в нашей стране нет. Следить за ситуацией будет новый специально созданный координационный совет. При госсовете по распоряжению президента создана группа по противодействию распространению коронавируса. Ее руководителем назначен мэр Москвы Сергей Собянин. Таким образом, власти планируют распространить опыт борьбы с эпидемией на регионы. В Москве, напомню, уже действуют серьезные ограничения для профилактики эпидемии. А сегодня введен режим повышенной готовности. Например, как мы уже говорили, введен запрет на массовые мероприятия любой численности. Большой театр отменяет все спектакли до 10 апреля и не он один. В аэропортах Московского авиаузла действуют жесткие правила контроля всех прилетающих пассажиров. На общественном транспорте столицы предприняты беспрецедентные меры по дезинфикации. Например, вагоны столичного метро регулярно обрабатывают специальными средствами. Это касается не только поручней и сидений, но и стен, окон, полов, всего. Особое внимание к образованию. Это одна из самых массовых сфер. Наш корреспондент Екатерина Старовойтова сегодня побывала в московских школах и вузах. Напомню, что с 21 марта по 12 апреля в Москве будут закрыты все общеобразовательные спортивные школы и секции. Трехнедельные каникулы объявят в школах Подмосковья с 23 марта. День московских студентов пока начинается как обычно. Возле входа суета, кто-то спешит на пары, кто-то уже обратно. Но, возможно, собираться вот так скоро придется прекратить, поскольку вузы решают сейчас вопрос о дистанционном обучении, в том числе и университет нефти и газа. Вот спросим у студентов, как они к этому относятся. Ребят, что думаете по поводу того, что, возможно, вас переведут? Ну, мы думаем, что перевести нас стоит на дистанционное обучение, потому что с каждым днем все больше шансов заразиться. Я думаю, на оценки наши никак не повлияет. И так рассуждает большинство. Студенческий совет МГУ даже сам просит ректора о возможности учиться заочно. И в других вузах студенты тоже уверены, что справятся. Система отработана. У нас много заданий, которые мы выполняем. Мы иногда отсылаем электронные варианты. Также мы выполняем какие-то домашние задания, которые нам скидывают на почту. И, в принципе, такой формат, он приемлем для нашего университета. Что касается школ, в первый день свободного посещения большинство детей на уроки все же пришли. В среднем в каждом классе отсутствует примерно по пять, максимум по десять человек, не больше. По словам преподавателей, продолжать заниматься в классах дети хотят сами. Для тех, кому пришлось идти на карантин, это горе просто. Учиться хотят. Как бы не странно. Это нормальная школа? Нет, это нормальная школа. 35 лет работаю в школе. В принципе, для деток это нормально. Школьники, конечно, говорят обратное, что немного завидуют одноклассникам, которые остались дома. Но четверть заканчивается. Кому-то оценки необходимо подтянуть, кому-то к экзаменам подготовиться. Ну, а что касается тех, кто остался дома, в электронном дневнике у них будут обязательно задания, будут все уроки. Поэтому единственное, что их отличает от остальных, это то, что можно чуть-чуть подольше поспать. Екатерина Столярова, Игорь Сысков, РБК. Ну, кому-то кризис, а кому-то дополнительные возможности. Настоящий бум переживают фирмы, доставляющие на дом продукты или любые другие покупки. Хочешь пиццу, курьер будет через 30 минут. Хочешь новую пару ботинок, привезут к двери, дадут померить. Если не понравится, увезут обратно. Все эти бурным цветом расцвели сервисы, предоставляющие доступ к фильмам, сериалам, передачам, любой контент, в любое время. С помощью современных мессенджеров можно связаться с любой точкой планеты и даже с МКС. Ну, кажется, все это раньше мы воспринимали как приятный бонус, альтернативу основной жизни. Ну, если лень идти в ресторан или готовить, можно для разнообразия заказать блюда домой. А если терпеть не можешь, ходить по магазинам, можно открыть сайт интернет-магазина. Но коронавирус, похоже, сильно изменил отношение человека с виртуальной реальностью. Современному человеку стало совершенно незачем выходить из дома. Все под рукой. Изоляция – это теперь не наказание и не урезание прав, а стиль современной жизни. Вернется ли все на круги своя после эпидемии? К какому будущему человечеству толкнет коронавирус? Ну, обсудим с тем, для кого фантастика – это не развлечение, а сфера профессиональной деятельности. В студии РБК писатель-фантаст Вадим Панов. Вадим Юрьевич, я прошу вас. Ну, а если так грубо описать происходящее, картина получается такая. Закрываются страны, города, дети не ходят в школу, взрослые на работу. Весь мир, как большая лаборатория, где пропуск куда бы то ни было, температура тела. Люди, по большей части, сами запирают себя в квартирах, общаются только при помощи гаджетов, потому что боятся умереть от малоизвестного вируса. Согласитесь, очень похоже на такую крепкую антиутопию. И не просто антиутопию, а, можно сказать, живую антиутопию. Мы ее переживаем, на наших глазах она разворачивается. И если мы посмотрим, как быстро все развернулось, то есть вирус появился где-то, ну, в январе о нем заговорили так серьезно. И вот уже март, и мы все закрываем. Планета делится, как какие-то феодальные уезды. Ну, насчет жанра, наверное, с нами кто-то и поспорит. Для кого-то это действительно идеальный мир, там, для социопатов, например. А для большинства это клетка. То есть нас учат оставаться в своих маленьких замкнутых мирах. То есть идея глобализации, о которой мы недавно восхищались и любили о ней говорить. То есть мы посещали разные страны, разные континенты. Теперь нас говорят, сидите на месте. Приучают к этому. И что будет дальше? Для чего это происходит? Вы, как писатель-фантаст, именно так это видите, происходящее? Ну, разумеется, потому что писатель, в первую очередь, это же эмоция, это чувство. Это в том числе путешествия. И тут я вижу, что нас закрывают. Ну, нас это всех людей, потому что это касается всего земного шара. И если мы вспомним, это началось не сегодня, не с коронавируса. Каждый год на протяжении уже последних 20 лет, каждый год появился какой-то маленький вирус. Помните, птичий гриб, свиной гриб, какой-то там еще гриб. И, ну, это длилось неделю, там, может быть, две. После чего о нем забывали все, потому что это был такой медийный, медийная эпидемия. И вдруг, но он откладывался. То есть мы запоминали, о, пришел очередной вирус, плохо, не умеют с ним бороться. И вдруг нам говорят, пришел вирус. Страшный. Кто говорит? Все говорят. Вы понимаете, прелесть ситуации в том, это как у грибоедов. Помните, как Чацкого довели до, ну, признали сумасшедшим? Все вокруг стали говорить, что Чацкий сумасшедший. И все. Никого не интересовало, сумасшедший или Чацкий. То же самое происходит сейчас. Все вокруг говорят, что это страшный коронавирус, от которого сегодня днем, например, умерло там 5000 человек на всей земле, да? А, ну, 500 человек. А там от той же малярии сегодня умерло где-то 500 человек. Малярия не страшна. Ну, и кто за этим может стоять, если развивать эту тему, с точки зрения вас... Ну, как богатейшие возможности. То есть, ну, если мы уберем всякие криптоисторические, крипто, вот эти все, ну, как сказать, всемирные заговоры и прочее, да? Но в любом случае мы столкнулись с ситуацией колоссального воздействия на экономику, на образ жизни людей, которое произошло не просто так. То есть, не может получиться так, что, например, Сергей Семенович сегодня утром проснулся и сказал, ну, давайте-ка закроемся, да? Может такого быть? Не может быть так, что просто Трамп взял и сказал, давайте-ка мы до Джосса, как он сегодня утром, на 9 упал, да? Вот. Давайте вот раз, и это мы сделаем. Но это же нужно принять такое решение, все прекрасно понимали, к чему это приведет. А раз понимали, значит, была в этом настоятельная необходимость. Ну, и как одна из версий, например, я что-то не помню, военные училища, крупнейшие учения НАТО, которые планировались на этот год, они же, по-моему, не отменяются. Отменены. Отменены. Но солдаты, тем не менее, остаются дома, вот здесь, уже в Европе. А вот скажите, возвращаясь к людям и к самоизоляции, допускаете ли вы, что, оказавшись ненадолго в добровольном карантине, ну, как сейчас, человечеству это понравится? Мы поймем, что офисы нам не нужны. Вместо школ, скайпа, вместо, не знаю, круизов, очки дополненной реальности. А еще мы научимся экономить, потреблять меньше продуктов, к чему нас все вокруг призывают, жить в маленьком и довольствоваться тем, что есть. Очки дополненной реальности в том числе, но их обещают нам полноценно только после запуска сети 5G, то есть где-то 23-й год. Так что с очками пока повременим, пока, видимо, у каждого дома будет своя стена. Но в любом случае в этой реальности люди полностью зависят от технологий. Абсолютно. А если люди полностью зависят от технологий, значит, власть в таком мире у гигантских корпораций, которые все эти технологии производят? И обеспечит к ним доступ. У корпораций зла, как любят футуристы говорить. Нет, это просто бизнес и ничего личного. То есть, если люди все уголовно ушли в цифру, то кто-то, естественно, должен обеспечивать им доступ к этому цифровому раю. Кто-то обеспечивает связь, кто-то обеспечивает сервисы, кто-то обеспечивает производство гаджетов. И мы в любом случае будем от этих людей зависеть. Ну, корпорации злая, я сказала, я просто одно время увлекалась футурологией. Есть разные теории, и многие уже говорят, что это все началось. 50% всего мирового богатства владеет 1% населения. 70% продаж приходится на 8 крупнейших корпораций, ну и так далее. А вирус очень удобный способ, кстати, слегка изменить облик населения. Ну, как вариант. Поскольку сейчас очень серьезные подвижки были в разработке генома, то почему бы не представить, что наш коронавирус, наш уже привычный нам, оставляет след в геноме человека, ну, после того, как его якобы вылечили. А биологи об этом и говорят уже. Уже? Да. Это называется утром в газете, вечером в куплете или наоборот, да? Да, абсолютно. И тогда, представляете, в один прекрасный день люди, которые пережили коронавирус, начинают меняться. И очень четко видно. Например, они превращаются в орков. В кого? Орки. Орки. Помните, вот из фильмов? Ну, какие-то внешние изменения, которые позволят их считать не такими, как остальные. Но поведенческие изменения однозначно произойдут. Да, и однозначно произойдут сами по себе, если человек однозначно проснется и увидит себя в отражении зеркала, ну, мягко говоря, не таким, каким он ложился спать. Процитирую. Страшно задумываться над тем, что технологии не только делают нашу жизнь комфортнее и лучше, но и убивают. Это аннотация к вашей книге. Да. Книга «Каматаян», которая вышла в апреле прошлого года и рассказывает о управляемой пандемии, которая произошла на нашей планете. Причем в числе первых вспышек был круизный лайнер, кстати. Угу. Для чего? И что им это стоило? Вот по поводу фантастов и как они умеют угадывать и предсказывать. Да, если я не ошибаюсь, Жюль Вернов в точности описал подводную лодку. Герберт Уэльс в романе «Освобожденный атомную бомбу». Приблизительно рассказал, как можно долететь до Луны. А Джонатан Свифт, помните, говорил, что у Марса две Луны. Через 142 года это доказали ученые. Ну, я думаю, что Свифт просто считает. То есть самые невероятные фантазии, самых гениальных фантастов не выходят за рамки возможного. То есть, может получиться так, что скоро мы будем отбиваться от зомби? Не благодарите. Нет, но если серьезно, то, разумеется, история будущего, которую некоторые писатели пишут, она базируется на том, что мы видим сейчас. То есть на тех трендах, которые мы наблюдаем каждый день. На новостях, на каких-то материалах и прочее. То есть не берутся истории о будущем из головы просто так. То есть нафантазируем. И, соответственно, видимо, в прошлом году, уже позапрошлом, некие тренды, которые тогда были, заставили меня предположить, что будет всемирная пандемия, которая сейчас вот произошла. Ну, а так, резюмируя, к чему ведет этот вирус, как он изменит человечество? Сложно сказать, потому что вопрос в том, что требуется. Если мы берем за предположение, что это не естественный вирус, а естественные мутации появляются все-таки не в центре оживленной провинции. Естественные мутации вируса приходят из Юго-Восточной Азии, из других районов. Если же мы берем вот такую, скажем так, криптотеорию, то... Регулировка численности населения? Ну, в том числе, опять же, если мы возьмем... И возрастных категорий. Мы вспомним о том, что, да, как ни странно, самые уязвимые категории – это дети и старики. Но детей он не трогает. А говорят, переживший вирус мужчины уже не могут... Ну, знаете, испанка убивала молодых людей, в первую очередь. Испанка всех. А это миллионы. Испанка всех. Ну что ж, спасибо вам большое, Вадим Панов, писатель-фантаст. Ну и его предчувствие будущего на фоне набирающей обороты новой пандемии. Спасибо вам. Субтитры создавал DimaTorzok или как хочется. Быть в ряду прочих или из ряда вон. Покажите себя настоящего. Белл в второй серии «Грам-купе». Второе «Я» на первом месте. Хорошей, хорошей. Но роли вы одна. Я здесь. А герой-то кто? Техногений. Спасает вселенную. Так это я. Техногений. В вашем родном смысле просто деревянка. Сам ты деревянка. У меня технологии везде. Вот. Оп. Ух ты. В чемодане. Да. И часто ты себе на чемодан звонишь. Отдай. У него в чемодане тариф с минутами. Гений. Дома. Почитаю. «Гоусмарт» – тариф для умных устройств. МТС автоматически подстроит тариф под ваше умное устройство, и в нем не будет ничего лишнего. А давайте я вам басню почитаю. «Пашка и чемодан». По Москве гуляют как аду. Не надо. На землю падает инопланетный корабль. Сняли уже. Ради мечты. Я беру отпуск и отправляюсь на Камчатку. Как вы это придумали? Кредит быстро дали. А это уже интересно. Ну что, нравится? Да. Особенный ставок. С легким кредитом от 7,5% годовых в «Газпромбанке». Путь к цели бывает непростым. С новым «Киа Селтас» вы смело смотрите вперед. Он меняет представление о кроссоверах. Новый «Киа Селтас». Смелей. Как работает доставка на goods.ru? Смотрите. Выбираем подгузники, наушники и корм для кошки. Оформляем заказ и получаем его одним курьером всего за 1 рубль. Все просто. Покупайте на goods.ru все, что вам нужно и платите за доставку. Всего 1 рубль. goods.ru. Настоящий маркетплейс. В новых шинах «Кордиант» дождевой рисунок протектора гарантирует отличное сцепление. Технология «Вэткор» обеспечивает защиту от аквопланирования. «Кордиант». Врожденное сцепление с дороги. «Кордиант» дождевой рисунок протектора гарантирует отличное сцепление. Технология «Вэткор» обеспечивает защиту от аквопланирования. «Кордиант» — врожденное сцепление с дорогой. Нарбака продолжается деловой день. Меня зовут Кирилл Токарев. Здравствуйте. Итак, как заявил вчера президент, выступая в Госдуме, коронавирус к нам прилетел, цены на нефть пляшут, а вместе с ним курс национальной валюты и биржи. Но это, я думаю, многие заметили и многие за ситуацией следят с тревогой. Но, правда, многие далеко не все. На повседневной жизни большинства россиян обвал нефтяных котировок рубля пока не сказался. Но, конечно, может. Автомобилисты, например, ждут, как будут себя вести цены на бензин. При этом на снижение, разумеется, никто не рассчитывает. Лишь бы роста не было, а мы такое уже проходили. Власти заверяют, не будет. И так министр энергетики Александр Новак заявил, что обвал цен на нефть не отразится на стоимости бензина в России. Цены стабильны, цитирую их, рост не превышает уровень инфляции. Его поддержал замминистра финансов Алексей Сазонов. Он заявил, цитирую, следующее. Я не думаю, что будет снижение цен на бензин, но расти они не должны. Это точно. Вот при этом в Европе горючее уже дешевее. Соединенных Штатов тоже припало все. Итак, как будут себя вести цены на бензин? Почему у многих вниз, а у нас, как обычно, вверх? Что вообще происходит в отрасли? Выясняем сегодня. У меня в гостях президент независимого топливного союза Павел Баженов. Павел, приветствую. И директор сети АЗС GT Ultima, директор Сарпуховской нефтебазы Юрий Федоров. Юрий, приветствую. Добрый день. Я вот как-то, я думаю, никто не ожидает существенного снижения цен на бензин. Но все-таки, на ваш взгляд, как оно в ближайшее время будет себя вести, наше горючее, не дешевое и без того, ну, субъективно, что будет происходить? Ну, смотрите, стремительного роста точно не предвидится. Конъюнктура просто не предполагает. С другой стороны, надеяться на снижение, опять же, не приходится. Скорее всего, рост будет, но он будет, как и раньше, в рамках инфляции. То есть медленный, верный и постепенный. Начиная с 2009 года у нас такая тенденция, то есть цены таргетируются розничные в рамках инфляции. Отсюда все проблемы. То есть у нас цена розничная, де-факто регулируемая. А когда цена регулируемая, да, она может только изменяться в рамках инфляции. И как бы никакие рыночные колебания на нее... Я запомню, вы использовали слово «отсюда все проблемы». А сейчас запомню, но хочу Юрия сначала спросить. Согласны с прогнозом, да, что никакого роста существенного выше инфляции ждать не стоит? Снижение тоже, как сказал уважаемый замминистра финансов, тоже не ждем. Ну, если коротко, да. Вот. Но весь апрель оптовые цены стремительно росли. И в начале марта уже нужно было поднимать розничные цены. Связано это... Ну, это происходит уже там 30 лет подряд с завидной регулярностью. Связано с повышением сезонного спроса и с весенними ремонтами заводов. Ну, вот, Москва стоит через две недели, там, по Волозе стоят заводы, на Урале стоят заводы. Товаров станет меньше. Розница уже приготовилась поднимать цены. Ну, хотя бы в рамках инфляции. Вот. Но тут неожиданно пришла помощь. Рухнули мировые цены на нефть. И все всех стало устраивать. То есть цены не повысятся, это абсолютно точно. То есть это уже работает? То есть на цене это уже сказалось, то есть рост встал? Да. Согласны? Вот фактор сезонности был сглажен. Но здесь же другой фактор. У нас сегодняшние компании огромную часть доходности теряют на внешнем рынке. Соответственно, когда компании теряют что-то на внешнем рынке, их поддерживают внутри страны. Вот так принято обычно у нас, во всяком случае. Вот. Поэтому надеяться на снижение не приходит. То есть, скорее всего, сохранится рост в рамках инфляции. Да. То есть, ну, может, чуть-чуть скорректируют дальше в рамках инфляции. Что касается оптовой цены, да, она сейчас просела. Но тоже надо подчеркнуть, что она не радикально просела. Не так, как на других рынках. То есть, в принципе, упала бы она там существенно, соответственно, падению цены на нефть. Мы бы могли столкнуться с снижением розничных цен. Вполне вероятно. В первую очередь, независимые компании стали бы снижать цены. А насколько существенно снизила? Просто в Европе за тонну, там чуть ли не на 70-80 евро упала цена, да. В Штатах тоже там существенное падение. В районе тоже там чуть меньше. Вот в этом проблема, что не очень существенно, потому что у нас две ключевые величины. Первая, это цена на нефть. Ну, как следствие, цена на нефтепродукты, да. Просто цена на нефтепродукты, понятный индикатор. А вторая ключевая величина, это курс рубля к доллару. Вот. И у нас, ввиду бюджетного правила, вот эти качели постоянно, сообщающиеся сосуды, да. Когда у нас нефть падает, у нас рубль дешевеет, тоже падает. Нефть растет, рубль чуть-чуть укрепляется. Вот. Таким образом, падение курса рубля, оно сбалансировало ситуацию. И главное, не надо забывать, что у нас налогов на внутренний рынок, их значительно больше. Тот же Демпфер сейчас будет работать в другую сторону, начнет работать. Поэтому, пока делать какие-то долгоидущие выводы рано, да, то есть пока ситуация неопределенности. Надо посмотреть, как ситуация будет развиваться. Согласны? И вот этот механизм, и вы, Коль, произнесли магическое слово Демпфер, да, насколько он эффективен. Гордятся этим механизмом, насколько я понимаю, экономики на экономическом блоке правительства, не во всех его частях, разумеется, но, по крайней мере, говорят, что вот, никакого существенного роста, стремительного роста в связи с падением, там, котировок нефти или их ростом, не будет. Ситуация равновесная. Работает Демпфер вот этот? Насколько вы им довольны, как человек, вот, который работает на земле с нефтью и нефтепродуктами? Как человек, который работает на земле, я им не доволен. Ага, ну-ка, почему? Вот, потому что он работает, ну, работает, вот, как будто едешь на велосипеде, у которого вилка сломана. То есть, в принципе, управлять можно, но вот особой эффективности нет. Гораздо лучше сделать было бы акциз возвратный. То есть, чтобы... То, что предлагал, насколько федеральный антимонополийный осужден. Да, вот, и... Точнее, просто снизить акциз, вот, и, как бы, уйти в рынок. Его можно, чтобы он был плавающий. То есть, если цены высокие на внешнем рынке, и компании получают сверхприбыль, ну, как считает правительство, поднимайте акциз. Если компанию в убытках, ну, обнуляйте его, это же можно сделать. Это будет, по крайней мере, просчитываться. И тогда компании, и Винки, и даже такие маленькие компании, как моя, они смогут прогнозировать там ситуацию, ну, на полгода, на год. Это уже лучше, чем... Сейчас вот сидишь и смотришь. Вот закончится коронавирус, когда он закончится, когда спрос пойдет, когда повысит цены на нефть, будет ли соглашение там по ОПЕК+. Ну, это меня-то не должно касаться. А вас это сейчас касается, вот, по крайней мере, вы сказали, будет коронавирус, не будет, но как-то на потребление, на спрос влияется эпидемиологическая ситуация, что ли? Вы фиксируете вот серьезные изменения в вашем бизнесе из-за коронавируса? Ну, косвенно. Косвенно? Косвенно. А в чем они заключаются? В принципе, Москва работает, несмотря на, там, на карантин, на экстренные меры. Ну, просто меняется баланс спроса-предложения. Вот сейчас компаниям совершенно некуда продавать авиационный керосин. Ну, вообще некуда. Да, да, да. Вот. А авиационный керосин, это, он делается из... Ну, то есть, либо делаешь больше авиационного керосина, либо делаешь больше дистоплива. Ну, то есть, такой взаимозаменяемый субститут. Ну, в некоторой степени. Вот. И поэтому сейчас на рынке переизбыток, там, керосина, вот, он скоро уйдет, там, в дистоплива. Ну, компания будет меньше его делать, просто производственный план. Дистоплива станет, там, больше. И вот так, косвенно оно на нас влияет. Понял, понял, да, да, понятно. Все, действительно влияет коронавирус вот таким способом? Есть еще какой-то? Ну, вот. Раз уже просто заговорили, мы сейчас от него уйдем. Активного влияния точно сейчас пока в стране нет, да, то есть, чтобы люди дома сидят. То есть, это пока не началось. Ну, очень вероятно, начнется. А что касается внешнего влияния, влияние на ожидания, и, как следствие, на тенденции на биржевых площадках, это, безусловно, происходит. Ну, на биржевых, да, понятно. А сейчас на связи с нами из нашей студии в отеле «Арарат Паркайт» находится главный экономист компании «Выгон Консалтинг» Сергей Ежок. Сергей, я вас приветствую. Надеюсь, слышали, о чем мы говорили. Согласны с коллегами относительно прогнозов. Что вообще происходит на рынке топлива сейчас в России в целом, по регионам, может быть, стоит ли где-то все-таки ждать роста? И как вы оцениваете работу механизма под звучным названием «Демпфер»? Да, здравствуйте. Но я хотел прежде всего сказать, что я совершенно согласен с экспертами в части прогноза, потому что правительство, если оно уже смогло удержать и приложило очень большие усилия, чтобы цены не росли, когда у нас цена на нефть росла, и, собственно, известный был кризис в 2018 году, то уж, конечно, когда цена упала, то есть разговора о том, что цены вырастут, не будет. И если вдруг сегодняшние механизмы как-то неправильно будут работать, то, значит, мы ожидаем, что правительство их подкорректирует. Теперь, что касается «Демпфера», потому что это действительно, если цены удержатся на таком низком уровне, о чем мы, конечно, все надеемся, что все-таки это не навсегда, но, тем не менее, если цена будет на уровне вчерашнем, то «Демпфер» будет 8 тысяч рублей, например, на бензин, что совершенно меняет кардинальную ситуацию, потому что там есть такой нюанс. Дело в том, что в «Демпфере» в самом заложен тоже рост. «Демпфер» вырос на 2,5 рубля, грубо говоря, на литр, если так грубо переводить. Он значительно увеличивался цена отсечения по отношению к которому она считается. И, соответственно, когда у нас мировая цена проваливается, то компании, за счет того, что удерживается внутренняя цена на определенном уровне, они эту премию, которая у них образуется, они практически, ну, можно сказать, что на 65% выплачивают государство. И это будут просто огромные выплаты, и если это будет продолжаться, то можно ожидать, что этот вопрос будет, так сказать, очень активно обсуждаться, потому что там очень связанный этот вопрос. Одновременно с падением цены же проседает и мажа переработки. И вот, ну, если говорить о предыдущем периоде, то она как раз компенсировалась, ну, вот падение вот этой субсидии, она всегда компенсировалась ростом премий внутреннего рынка. Сейчас же эти премии практически, ну, в значительной степени ликвизируются государством. И как будет развиваться дальше ситуация, я бы вот смотрел с этой позиции. Если же говорить про розничные цены, то тут им, ну, я согласен, действительно ничего не угрожает, у нас нет, не ожидается ни взрывного роста, ни, собственно говоря, каких-то таких явлений, которые могли бы привести к росту цены. А что касается падения, то вот фактор демпфера, он, если мы говорим о какой-то более-менее среднесрочной перспективе, ну, в ближайшее время, то он определенно отыграет, то есть он просто даже не останется места для этого падения. Мы смотрели, вот как может все измениться. У нас, в общем, там диапазон-то очень маленький, в котором цена может упасть, потому что демпфер, если, ну, важно понимать, как работает механизм, потому что механизм демпфера фактически привязан к розничной цене. То есть если мы вот берем оптовый рынок, он работает по определенным, по рыночным законам, демпфер, он привязан к некоторой цене, которая исходит из того, как правительство видит цену розницы, там, с учетом инфляции. И, соответственно, когда цена мировая проваливается, то, ну, европейская, то демпфер, он забирает эту разницу в значительной степени. И поэтому каких-то больших колебаний относительно вот этого установленного правительственного уровня, оно, в принципе, не должно быть. Сергей, вы сказали, как правительство видит розничную цену, а вы согласны с Павлом относительно того, что у нас фактически ручное регулирование, государственное регулирование розничных цен на топливо? И вот Павел обронил слово «проблема», мы сейчас попытаем его на тему того, какие он видит отсюда проблемы, но вы что скажете? Ну, я должен сказать, что действительно, фактически это есть, ну, во-первых, есть, собственно говоря, действовали соглашения, когда это напрямую было прописано. Сейчас это как бы нигде не, ну, вот так в нормативных документах не закреплено, но фактически, исходя из, так сказать, политики, политики правительства, там, и президента, собственно говоря, который об этом говорил, у нас рост цены, он ограничен инфляцией. Ну, получается так, что если мы ограничиваем в одну сторону, мы не можем ограничить вверх и, соответственно, не ограничить вниз, потому что получится, что если, ну, предположим, там, гипотетически вдруг у нас хлынул на рынок бензин, спроса вообще нет, ну, предположим, вдруг цена упала, да, потом же ей не дадут обратно вырасти. То есть, как бы, сама по себе вот так рынок устроен, что у нас стабильность, она в обе стороны, и вверх, и вниз. Ну, бывают там совсем какие-то фантастические, ну, сильные, очень сильные изменения баланса спроса и предложения, которые приводят к колебаниям, и, соответственно, и то, что у нас на рынке еще находятся все-таки независимые компании, там, и АЗС, это тоже в какой-то степени балансирует, то есть нет возможности слишком уж уйти вот от этих, от рыночных соотношений. Но, тем не менее, конечно, в целом, вот если говорить, если нет каких-то супер больших потрясений, то у нас розничная цена фактически, ну, вот такая вот более-менее стабильная. Тем более, у нас же большинство АЗС принадлежат вертикально интегрированным компаниям, которые реализуют, опять-таки, там, больше 70% там, условно говоря, объемов, и получается, что они такие, они, собственно говоря, устанавливают цену, и если, ну, и не как бы не в их интересах допускать тут какие-то колебания. Я понял, Сергей, то же самое хотел, какие вы проблемы, вот в самом начале программы, буквально прямо в первой речи сказали, что у нас госрегулирование, отсюда все проблемы, все проблемы, какие все проблемы? Рынок топлива, он предполагает наличие оптовых цен, розничных, да, то есть есть вся цепочка, правильно? В теории, да. Замечательно. Соответственно, если мы одну цену фиксируем, да, а по факту она зафиксирована, как мы тут все вместе определили, а другая цена у нас подчиняется рыночным ценам образованию, к чему это ведет? Это ведет к постоянному вот снижению маржинальности или к очень неустойчивой системе в случае там резкого роста, а когда рынок, резкий рост возможен, да, соответственно, образуются ценовые тиски, да, а учитывая еще налоговую политику государства, когда у нас налогов на внутренний рынок больше, и вот про демпфер правильно было сказано, то есть демпфер это такой, с одной стороны, это было искусство возможного, потому что ничего трогать нельзя, акции заповышать нельзя, и пришлось что-то изобретать, и спасибо, что он есть, и что он потом был там еще скорректирован. С другой стороны, сейчас он будет работать в другую сторону, учитывая падение доходности нефтяных компаний на внешних рынках, скорее всего, мы увидим развернутые баталии по поводу демпфера, что он как бы начал не туда работать. Ну все-таки это что, прям, критически сказывается на марже вертикально интегрированных компаний? Маржа вертикально интегрированных компаний считается по вертикально интегрированному холдингу. И неправильно, и нельзя считать, там, эффективность в целом, да, то есть когда одно направление у тебя несет постоянные убытки, но ты за счет этого по те... Какие у нас направления несут постоянные убытки? Ну, розница и переработка долгая... Убыточная, увинка. Очень часто. Действительно так? Очень часто. Зачастую, насколько это серьезная проблема для вертикально интегрированных компаний? Ну, убытки, это всегда серьезная проблема. Это практически систематический вопрос. Ситуация в том, что нефтяные компании имеют возможность эти убытки перекладывать в доходные звенницы, и тем самым налоговую нагрузку корректировать, понимаете? И в целом по холдингу все хорошо, потому что есть добыча, где были хорошие приборы. Все-таки, в каком будет... Стоит ждать пересмотра какого-то механизма демпфера? Что говорят об этом компании, участники рынка сейчас? Я думаю, будет, потому что винки платят сейчас гигантские деньги в бюджет. То есть у них отрицательный этот демпфер. Ну и кроме бюджета от этой ситуации никто не выигрывает. То есть потребитель получает в итоге товар дороже. Компании с этого... Чем могли бы. Компании с этого ничего не зарабатывают. Хотя они продают на внутренний рынок товар дороже, чем на экспорт. Но всю эту разницу забирается в виде демпфера отрицательного. Если бы система была там, как в Европе, где эти оптовые и розничные цены, ну они практически параллельны с небольшим лагом, ну было бы проще все понятнее, проще и удобнее. Но у нас же другая структура стоимости, просто топливо, насколько я понимаю, чем в Европе. Она складывается иначе. Ну у нас налоговая стоимость. Налоговая, разумеется, да. Как в Европе не очень. Нет, смотрите, все равно у нас структура стоимости, стоимость зависит от внешних кондировок, от экспортной альтернативы. Потому что нефтяная компания, производитель, она имеет выбор. То есть от хотелок, от хотелок, от производителя. Нет, не от хотелок, а от рыночных условий. Ну в том числе от хотелок. Если это рыночная, ну как бы компания должна быть эффективной и зарабатывать больше. Правильно? Это как бы суть компании любой. Вот, соответственно, даже социально активной, да, социально ответственной. Поэтому экспортная альтернатива, нетбэк, это всегда мерило. Это основное мерило нашего внутреннего рынка сейчас. А дальше разница между внутренним рынком и экспортной альтернативой корректируется налоговым режимом. И если нужно, спустить цены вниз у нас внутри страны, это вполне возможно, более чем возможно. И это в силах правительства Российской Федерации. Надо это понимать. То есть тот уровень цен, который есть, заслуга, это заслуга нашего правительства. Ну как? Я понял. Сергей, возвращайтесь к нам. Вы согласны с Юрием относительно того, что потребитель сейчас платит за топливо больше, чем мог бы платить? Во многом благодаря, собственно, Демпферу. То есть мы, получается, платим за стабильность просто большую стоимость литра? Ну, вы знаете, тут такой вопрос. Но с другой стороны, Акциз у нас все равно больше Демпфера. Тем более, по поводу Демпфера я должен сделать уточнение, что пока он еще не достиг этих гигантских значений. Что это будет только если вот эта цена установится на низком уровне, тогда, соответственно, Демпфер будет вот такой гигантский. Сейчас он пока, так сказать, ну, предыдущие два месяца, он такой был, он частичь в январе вообще там был еще, компания доплачивали за то, что они продают дешевле. Ну, в феврале он уже там перешел ноль, но, соответственно, все равно сейчас пока еще он не достиг этих критической отметки. И я бы не стал бы упираться вот именно в Демпфер, потому что у нас же действительно, правильно говорили, у нас уравнение там из нескольких неизвестных. У нас получилась такая сложная система регулирования, которая складывалась там долгие годы, потому что есть, с одной стороны, субсидирование и переработки. С другой стороны, есть огромный акциз, который у нас за 10 лет вырос, фактически, ну, то есть у нас были маленькие акцизы, сейчас у нас, в общем, такое, ну, ниже, чем в Европе, слава богу. Но, тем не менее, по сравнению с Америкой, скажем, уже выше. То есть у нас вот такая сложная система, и говорить вот именно в один Демпфер упираться, я бы не стал, потому что государство, в конце концов, устанавливает эту цену. Ну, она, ну, я не знаю, вот если говорить про московские такие ощущения, то есть она находится на таком, на понятном уровне, то есть она не такая высокая, как в Европе, да, ну, и не совсем демпингованная, как в некоторых там нефтепроизводящих странах. И, в конце концов, вопрос должен быть о том, какая вообще должна быть цена на бензин, то есть должна ли она действительно быть низкой, потому что низкая цена, это тоже, она стимулирует там избыточные, ну, энергонееффективные, так сказать, решения. Вопрос нужно говорить о том, какая вообще, как правительство хочет устанавливать цену. Сейчас мы видим, что, в общем, и в правительстве, и в целом, какое-то вот понимание, что вот такая стабильная цена, это удобно. И вот если говорить там про зарубежные страны, то вот в Америке, например, известно, что люди, если разговаривают, они там каждый там говорят, ой, там на два цента бензина, там заголовок вырос, давай там, какой ужас, давай там это обсуждать. А у нас цена стабильная, то есть, в общем, как бы все к этому привыкли, я думаю, что в ближайшее время вряд ли от этой политики будет происходить отход. Хотя, конечно, вот именно чисто рыночное регулирование, рыночная модель, которая без всяких таких вот механизмов, она действительно в других странах действует. Но я думаю, что у нас в ближайшее время такого не будет. То есть, у нас будет поддерживаться эта политика фиксированного более-менее рочных цен. Спасибо, Сергей. Не знаю, часто езжу по регионам, обсуждают стоимость на бензин и фиксируют минимальные изменения, особенно вверх, разумеется. Спасибо большое. Сергей Ежов, главный экономист компании «Выгон Консалтинг», был на связи с нами. Была еще достаточно интересная цифра, что в 25 регионах был зафиксирован рост стоимости бензина. Не критически, никакого скачка, но зафиксирован. Это, конечно, касается, как правило, Дальнего Востока. То есть, региональные особенности каковы? Страна огромная, да, переработка тоже, как бы, так скажем так, неоднородна. Что происходит за исключением центрального региона, где много заводов, много нефтебазов, все стабильно. Что происходит там? Вот эти 25 регионов... У нас неравномерность производства. Неравномерность производства. Понимаете, в Советском Союзе строилась плановая экономика. Все заводы, ну, кроме там единичных заводов, которые у нас сейчас есть, это заводы, которые были построены еще в советскую эпоху. И тогда не было задачи ставить заводы рядом, чтобы они конкурировали между собой. Поэтому строились заводы, которые закрывают регион. И получилось, что у нас центральный регион все-таки более-менее конкурентный, потому что есть разные компании, достаточно много заводов и короткое транспортное плечо, которое проходит. Соответственно, здесь баланс спроса и предложения, он находится на нормальном уровне. Как правило. Баланс спроса и предложения, не плановая экономика. Нет, конечно. Мы все-таки, оптовый рынок у нас работает в рыночных реалиях. Да, там часто в палочных реалиях, но тем не менее, в рыночных реалиях надо понимать, это безусловно. Вот. Но мы говорим, что в центральном федеральном округе, к примеру, есть конкуренция в центральной части России. А вот что касается Дальнего Востока, там Западной Сибири, там заводов мало и объема производства не хватает. А транспортные плечи сумасшедшие. А в условиях, нужно же цену установить как в средней по стране, да, розничную. И в условиях такого ценообразования, конечно, там оптовая цена космическая, а розничную цену держать любой ценой. И там ситуация очень часто бывает, когда оптовые цены превышают розничные. Поэтому вертикальных компаний там, в отличие от центральных округов, их значительно меньше, их присутствие. Поэтому это очень проблемные регионы. И сейчас нужно как раз заниматься тем, что развивать инфраструктуру. У нас большая проблема с инфраструктурой. Сегодня вот эта гипотеза, топливная инфраструктура должна работать на минималках, да, на минимальных, но не везде оправдано развитие сопутствующих сервисов. Вот Дальний Восток, там какие-то сельские заправки, но это там не до сопутствующих сервисов. Ну, понятно, да, там совсем неправильно. В столище, вы согласны, во-первых, что у нас в центральном регионе происходит? Какие изменения в последнее время надо знать? Что у нас с независимыми игроками вообще, ну, вот хотя бы вокруг Москвы? Ну, количество, я согласен полностью с позицией. Потому что, к примеру, до Хакасии доехать, с Омска, там тариф будет, ну, тысяч шесть на тонну. Вот, а шесть тысяч – это вся наценка максимальная АЗС. То есть, если заплатить этот тариф, то будет в лучшем случае ноль. Минус постоянные издержки – вот те и убытки. Ну, вот мы об убытках до этого разговаривали. Значит, в столичном регионе количество независимых сетей АЗС сокращается. Вот, вот в прошлом году разорилась одна крупная сеть, ну, достаточно крупная. Вот, судьба их, в общем, не определена. Но те, кто остались на рынке, вот, их позиция улучшается. То есть, ну, грубо говоря, если ты умеешь работать, умеешь управлять запасами и своей инфраструктурой, вкладываешь туда деньги, вот, то ты выживешь. Вот, если не вкладываешь и не умеешь, то, соответственно, обокрутишься. Время не самое простое, нужно как-то крутиться. Ну, что, на это оптимистично. Относительно ноте будем заканчивать. Увы, время. Юрий Федоров, директор сети АЗС «ГТ Ультима», директор Сербховской нефтебазы. Павел Баженов, президент независимого топливного союза. На РБК продолжается деловой день. Не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова «Правила уверенности». Вы такой процент по вкладу нигде не найдете. Устя, мне здесь вклад советуют. А я вам советую все в компанке проверить. Там процент по вкладу с колбой всегда выше. А с колбой ставка выше. Потому что для людей. А мы точно можем себе это позволить? Всегда говори себе с потребительским кредитом от банка «Уралсип». Кстати, по очень выгодной ставке. От 6,9% годовых. Инград представляет. Главные премьеры года. Будущее уже сегодня. Новые квартиры на сайте Инград. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Большинство случаев заражения коронавирусом теперь происходят за пределами Китая, сообщил гендиректор Всемирной организации здравоохранения. И существенный рост масштабов инфицирования пришелся на прошлую неделю. При этом глава ВОЗ заявил, что китайский опыт борьбы со вспышкой теперь можно брать на вооружение другим странам. Стратегии сдерживания инфекции продолжают демонстрировать эффективность при их правильном соблюдении. Мы видели это в странах, которым удалось добиться прогресса, таких как Китай, Южная Корея и Сингапур. Там такая стратегия принесла результаты. И мы надеемся, что это поможет в других государствах, поскольку мы верим, что эту пандемию возможно взять под контроль. Европейские биржи закрылись снижением до 6% по основным индексам. Российские за день потеряли более 2%. На фоне общемирового бегства из рисковых активов из-за коронавируса, индекс Мосбиржи днем обновил минимум с июня 2018 года. Долларовый индекс РТС августа 2016. Из-за дешевающей нефти курс доллара в моменте поднимался почти до 75,5 рублей. Европейской валюты свыше 84. Кризиса в российской экономике нет, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов. Но страна, по его словам, находится в специфическом положении из-за падения цен на нефть, нестабильности на рынках и сокращения традиционных рынков сбыта. Те механизмы, которые применяют ведущие страны мира, а именно накачка спроса, для нас сегодня применять рискованно. Поскольку рынки пока не стабилизированы, и мы можем получить вместо стабилизации обратный эффект, девальвационный эффект, резкое ослабление курса рубля, прежде всего с негативными социальными последствиями. По словам Белоусова, Кабмин создаст финансовый резерв в 300 миллиардов рублей для покрытия мер в связи с ситуацией с коронавирусом и на финансовых рынках. Обновят перечень системы образующих предприятий. Кроме того, Кабмин планирует ввести форс-мажор по госзакупкам и возврату валютной выручки. И поддержит отрасли, оказавшиеся в зоне риска – авиаперевозки, туризм, строительство. Белоусов заявил о недопустимости сворачивать кредиты для пострадавших из-за коронавируса отраслей. Для этого, отметил первый вице-премьер, Кабмин проведет работу с Банком России. Для малого и среднего бизнеса ведут мораторий на проведение проверок. Сергей Собянин объявил о дополнительных ограничительных мерах в Москве. Запрещены любые мероприятия с участием более 50 человек. Режим свободного посещения распространяется на госучреждения дополнительного образования и спортивная школа. С 21 марта по 12 апреля закрываются государственные общеобразовательные школы. Режим двухнедельной самоизоляции распространяется на тех, кто вернулся из США, Великобритании, государства Европейского Союза, Украины, Белоруссии и всех стран Европы, не входящих в ЕС. Людям старшего возраста рекомендовано максимально ограничить контакты с внешним миром и без необходимости не покидать квартиру. А на земном транспорте временно отменяется продажа билетов водителями в салонах транспортных средств. С сегодняшнего дня в России также отменяются все международные спортивные мероприятия. Решение приняло Минспорта. Также ограничивается проведение всех внутренних соревнований, если они не проходят как контрольные или отборочные к летней Олимпиаде в Токио. А Минкультура рекомендовала подведомственным учреждениям временно ограничить проведение массовых мероприятий. После этого об отмене спектакля объявили Большой театр, Современник и театр имени Вахтангова. И также иностранцам временно запретили посещать российские учреждения культуры. Трехнедельные школьные каникулы объявляются в Подмосковье. С 23 марта также в регионе вводится запрет на проведение мероприятий с участием более 50 человек. Россия ограничивает перемещение людей через границу с Белоруссией, так как Минск не выполняет рекомендации Всемирной организации здравоохранения по закрытию границ, сообщили в пресс-службе правительства. Отмечается, что Москва предупреждала Минск об этой мере, она не коснется водителей грузовиков и экипажей самолетов. Заявление президента Беларуси о том, что Россия полыхает от коронавируса, в Кабмине назвали несоответствующими действительности и вызывающими недоумение. Александр Лукашенко эмоционально отреагировал на сообщение о том, что Москва закрывает границу. У них тяжелая ситуация. Ну так нам надо бояться этой ситуации. Вы-то чего боитесь Беларуси? Притом при таком нашем контроле и отношении к этой проблеме. Давайте вместе это делать? Нет. Закрыли. Ну а вдруг вирус в трубе с нефтью или с природным газом? 70 миллионов тонн нефти транспортируют по нефтепроводу Дружба и по газопроводам. На РБК продолжается деловой день. Меня зовут Кирилл Токарев и, разумеется, продолжаем говорить о коронавирусе. Эпидемия переросла в пандемию, но тут есть две новости. Это точно не конец. Это хорошее, плохое – это только начало. И свой удар по мировой экономике вирус уже нанес. Обваливаются рынки, сворачивается торговля, меняется поведение людей как в быту, так и на работе. Какая вероятность глобальной рецессии масштабного кризиса, обсуждаем сегодня. Так, вирус, попадая в организм человека, перепрограммирует ДНК, что и провоцирует болезнь. Примерно то же самое сейчас и с экономикой. Вот как описывает этот механизм в исследовании коронавируса экономическая политика Мартин Вольф из Венского университета и Лука Фарнара из университета Пампео-Фабра. В отличие от обычных экономических кризисов, эпидемии первым делом бьют по спросу, а не по предложению. Когда предприятия закрываются на карантин, производство товаров сокращается независимо от того, нужны они покупателю или нет. Возрастает риск банкротств, поскольку компании не могут вовремя расплатиться по кредитам. Но к шоку предложения добавляется еще и шок спроса, поскольку потребители тоже вынуждены менять привычный уклад. Меньше покупают, меньше путешествуют, ну и теряют часть доходов из-за вынужденных отпусков на карантин. Недополученная прибыль имеет место быть. Спрос падает, предприятия сокращают инвестиции. Чем больше закручивается эта спираль, тем больше вероятность стагнации. Как на эту ситуацию реагируют финансовые рынки, описывая директор Департамента денежно-кредитных систем и рынков капитала МВФ Тобиас Адриан. По его мнению, главная угроза экономическому росту и финансовой стабильности – рост неопределенности. В последние недели произошло значительное ужесточение финансовых условий. А это означает, что компании сталкиваются с более высокой стоимостью финансирования, когда они привлекают средства на фондовых рынках и рынках облигаций. Подобное внезапное и резкое ужесточение финансовых условий действует как тормоз для экономики. Компании откладывают инвестиционные решения, а люди откладывают расходы на потребление. Поскольку они чувствуют себя менее финансово защищенными. Что дальше будет происходить в мировой экономике? Какова вероятность рецессии? Некоторые сценарии и прогнозы в нашем коротком обзоре. Главные алармисты сейчас – это аналитики, которые предсказали кризис 2008 года. Так Джесси Коломбо в комментарии для Independent утверждает, глобальная экономика давно идет к рецессии, а коронавирус – лишь спусковой крючок нового кризиса. Еще прошлым летом этот аналитик говорил о пузырях более чем на 20 рынках. На рынке европейской недвижимости, американских ценных бумаг, кредитов, стартапов, корпоративных долгов. Лопнуть эти пузыри могут в любой момент. Один из крупнейших пузырей образовался в Китае. Надувался он в основном за счет расходов на инфраструктуру. Еще один известный прогнозист Нуэль Рубини в колонке для Financial Times заявил, что надежда на восстановление экономики Китая по V-образной модели – это когда после резкого спада следует такой же резкий рост – абсурдно. Падение производства в стране даже на 2% в первом квартале за год даст сокращение уже на 8%. И еще до начала нынешней трубулентности китайская экономика росла более 6% в год. И сейчас верить, что она способна расти на 4% за квартал – героически оптимистично, считает Рубини. О глобальной рецессии в своих прогнозах говорят и международные организации. Так аналитики конференции по торговле и развитию при Генассамблее ООН Юнктед полагают, что пандемия не позволит мировому ВВП вырасти больше, чем на 2%. А ущерб составит триллион долларов. При сценарии судного дня, если в Китае будет повторная вспышка, потери вырастут вдвое. ОСР в своем худшем сценарии оценивает рост в 1,5%. Ухудшились ожидания и у аналитиков инвестбанков, так по прогнозам Джейпи Морган. ВВП США может упасть на 2% в первом квартале и на 3% во втором. Примерно в том же диапазоне ожидается торможение и экономики еврозоны. В ЮБС прогнозируют спад в первом квартале на 1,9% в глобальном масштабе. В Морган Стэнли, впрочем, считают, что пока рано сгущать краски. Надежды возлагаются на помощь со стороны центробанков и правительств, которые вольют в экономику много дешевых денег. Согласно базовому прогнозу, пик заболеваемости будет пройден в апреле-майе. При худшем сценарии растянется до третьего квартала. Но фундаментальных угроз циклу роста нет. Когда нервы успокоятся и деловая активность возобновится, неудовлетворенный спрос может стимулировать экономический рост, полагает директор по инвестициям Морган Стэнли Лиза Шалетт. А вот что предлагают власти, центробанки и международные фонды. Общий объем средств, которые они направят на поддержку экономики, составляет почти триллион долларов или процент глобального ВВП. Это расчеты издания «Иконс», которые ведут сотрудники Банка России. Из этих денег почти 300 миллиардов долларов. Прямые фискальные стимулы, чуть более 600 миллиардов поддержка от центробанков, которые смягчают денежную политику, требования к резервам банков, а также дают рынкам больше ликвидности. Помимо прямого финансирования, есть и косвенные, разумеется, меры поддержки. Это отсрочка по уплате налогов. В частности, в Исландии ипотечные каникулы под гарантией бюджетного фонда в Италии. Заморозка выплат по кредитам под госгарантии. Такая мера сейчас обсуждается в Корватии. Ну а Федеральная резервная система США в рамках борьбы с коронавирусом снизила ключевую ставку почти до ноля. Целевой диапазон в пределах от ноля, собственно, до 0,25%. Продолжительность глобального кризиса будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация с коронавирусом в Китае и США, считает профессор Ранхикс Константин Корищенко. Мне кажется, для того, чтобы оценить, сколько это все продлится, нужно посмотреть, по сути, только на два процесса. Один процесс, насколько быстро будет восстанавливаться производство в Китае, и второе, насколько низко упадет и как быстро восстановится потребление в Соединенных Штатах. По большому счету, важность других стран я не недооцениваю, но, тем не менее, это два двигателя, два локомотива, которые за собой тащат все остальные процессы в экономике. Учитывая то, что Китай уже в каком-то смысле восстановился, я имею, по крайней мере, психологически, организационно, а у Соединенных Штатов, прежде всего, президента Трампа, нет вариантов, кроме как сделать все возможное, чтобы к середине лета, когда начнется самый разгар президентской кампании, ситуация успокоилась. Я думаю, что эта фаза, которую мы сейчас наблюдаем, она где-то к лету завершится. А вот тот пресловутый кризис, о котором всем очень много и очень долго говорят, как не представляется, это тоже вопрос, наверное, следующего года, после того, как завершатся выборы в Соединенных Штатах. Российское правительство, разумеется, также разработало свой антикризисный план. С документом ознакомились ведомости. Предполагается создание фондов в 300 миллиардов рублей. Деньги в него поступят, в том числе, за счет оптимизации бюджетных расходов. Поддержать обещают бизнесы граждан. Последние получат компенсацию доходов за счет работодателей, если вынуждены уйти на карантин. Больничные собираются выдавать дистанционно. Премьер поручил оперативно принять законопроект, который разрешает онлайн-продажу безрецептурных лекарств и их доставку. Авиакомпании Туроторсель могут рассчитывать на налоговые каникулы. Госкомпании получат отсрочку до полугода по выплате дивидендов. Для малых и средних предприятий увеличат объем предоставляемых субсидий, а регионам обещают бюджетные кредиты. На совещании с вице-премьерами в понедельник Михаил Мишустин также обратился к бизнесу. Премьер призвал поучаствовать в борьбе с распространением коронавируса крупные корпорации. Борьба с пандемией – это задача не только государственных структур, но и всего общества, в том числе и ответственного бизнеса. Прошу крупные корпорации включить все свои ресурсы для противостояния распространению коронавирусной инфекции, в координации со штабом принять комплексные меры по обеспечению бесперебойного функционирования предприятий и защите собственных работников от коронавируса. А также направить предложения по участию бизнеса в реализации действий правительства и региональных администраций в борьбе с вирусом. Ну что ж, какими будут последствия для экономики мировой, российской, об этом поговорим с нашими гостями. У нас в студии сегодня главный экономист, руководитель Центра макроэкономического анализа «Альфа-банка» Наталья Орлова. Наталья, приветствую вас. И директор финансового центра «Сколково-Рэш» Олег Шибанов. Олег, приветствую. Благодарю вас, что нашли в себе смелость, приехали, не убоялись вируса. Но у нас, видите, температуру на входе меряют. Большая часть холдинга работает на удаленке, как и многие бизнесы. Давайте начнем, наверное, с самого главного. Я не знаю, считается это, не считается. Или, может быть, впечатление того, что происходит, собственно. Можем ли мы говорить, что мир стоит накануне или уже существует внутри такого глобального, серьезного, взрослого кризиса, каким был, например, кризис «Апрайма» в 2008 году, кризис доткомов, когда пострадали все. Или ситуация пока не настолько тяжелая, потому что самые разные прогнозы сейчас есть. Наталья, что скажешь? Мне кажется, разница все-таки в том, что в 2008 году мы имели дело с экономическим кризисом, а сейчас все-таки вот эта компонента эпидемии, она, конечно, вносит свои коррективы. И я хочу сказать, что еще, наверное, несколько недель назад количество экспертов, которые серьезно оценили вероятность рецессии к глобальному кризису, было очень небольшое. Сейчас фактически это становится консенсусом. И этот кризис очень быстрый по сравнению с кризисом 2008 года. По масштабу, ну, я думаю, что, конечно, сейчас мы уже можем сопоставлять, но по глубине пока очень сложно что-то сказать. Согласны с такой точкой зрения? Вполне. Я бы добавил, что если мы смотрим на какие-то индикаторы, то у нас есть, собственно, производство в Китае и многие другие индикаторы по Китаю, которые совершенно не 2008 года, а гораздо хуже. То есть в этом плане ситуация может выйти из-под контроля довольно быстро. Но я надеюсь, что вот некоторые шаги, которые начинают предприниматься, в том числе и у нас, они помогут все-таки это купировать. А какие шаги наиболее эффективны, на ваш взгляд, сейчас? Да вот, понимаете, правильное ответное... Пока просто заливают, да, деньгами. На мой взгляд, понимаете, когда это шок-предложение, как вы прекрасно описали, здесь особо ничего не сделаешь. Здесь надо все оценитоизировать, да, то есть дезинфицировать. А вот видите... Дезинфицировать. 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 Прекрасное слово. Вот. И только после этого что-то произойдет. Потому что это разрыв цепочек производства, это невозможность поставки многих комплектующих. И, собственно, без того, чтобы решать эту проблему, мы никуда не двинемся. Ну, Китай уже запустился. Все говорят о том, что Китай, в принципе, работает. Может быть, мы быстро сможем, не V-образно, да, но все-таки быстро восстановить эти цепочки и прочее. Мне кажется, проблема в том, с какой уровень мы будем запускаться. Мне кажется, все более-менее согласны. Ну, вот Китай, мы говорим, в марте уже восстанавливается. Наверное, Европа будет восстанавливаться там с лета. Или, может быть, там наша экономика будет с летом восстанавливаться. Вопрос, в какой уровне. То есть, насколько сильно будет шок ближайших месяцев. В какой степени экономика, ну, вот, будет остановлена. По Китаю цифры, которые выше, минус 14% почти динамика промо-производства за два месяца, минус, по-моему, 24% инвестиций за два месяца. Это очень серьезный шок, гораздо более существенный, чем рынки ждали. А Россия, насколько готовы к этой ситуации? Насколько вот экономический блок, как он рапортовал, что у нас запасов хватает, всего хватает, мы пройдем не очень тяжело этот кризис? Мне кажется, для нас есть фактор плюс, что, действительно, если Китай уже начнет восстанавливаться, это окажет поддержку, например, для рынков энергоносителей, для России это будет подспорьем. Но, безусловно, с точки зрения такого V-образного, да, V-образной динамики, я думаю, что, конечно, для нас второй квартал, он сейчас представляется самым сложным. Ну, по итогам года что мы можем увидеть? Вы знаете, я пока думала бы, что мы все-таки по итогам года в плюсе можем остаться. Я бы рассчитывала так осторожно на 1% по итогам этого года. Ну, плюс неплохо. Согласна с плюсом? Что можем остаться? Я пока чуть меньше 1%, но, опять же, да, оцениваю, что российская экономика может остаться в плюсе, а вот некоторым другим может немножко меньше повезти. Ну, это мы потом поговорим. Давайте поговорим о самом, наверное, интересном. Все-таки каждый глобальный экономический кризис, глобальная рецессия, она приводила к существенным изменениям экономических моделей, политических, там, кризис миграционный. Это ведь тоже последствия 2008 года и всех этих историй. Какими могут быть последствия вот этого кризиса? Потому что очень можно посмеяться над концом, там, Шерина Канами, да, но все-таки какие будут глобальные изменения? И кто наиболее сейчас уязвим? Какие модели, бизнесы, отрасли? Кому готовятся к самому сложному, Олег? Вот вы знаете, мне кажется, что ситуация простая. Мы такие медицинские кризисы уже немножко видели, да, некоторое количество их в истории. И они не то чтобы приводили к радикальному изменению парадигмы. Я очень сомневаюсь, что вот этот конкретный вирус приведет к тому, что шеринговая экономика полностью исчезнет. Я пошутил. Нет, я понимаю абсолютно. Мне кажется, тут вопрос не бизнес-модели, а вопрос того, какой вес будут придавать разным отраслям экономики, включая, например, медицину. Насколько все-таки ее финансирование и ее более внимательное отношение государства, в том числе, к ней мы увидим после этого кризиса. То есть нам ждать существенного изменения моделей здравоохранения в ряде стран. Ну, просто Италия... Вот, извините, я это скажу вслух. Лечение обнимашками – это совсем не то, что этот вирус подразумевал. То есть в этом плане, наверное, перестройка какая-то нас ждет. Но бизнес-модели, я, честно говоря, не уверен. Ну, больше на удаленке будут работать, но это такое, как бы не сильно поменяет саму бизнес-модель компании. Понятно. Наталья, вы что скажете? Мне кажется, на самом деле мы сейчас в момент этого кризиса тестируем совершенно новые технологии. Все-таки вот такой массовый переход на удаленку – это совершенно новая реальность. И, возможно, выходя из кризиса, мы обнаружим, что вообще у нас будет гораздо меньше потребности в офисах. Может быть, у нас будет гораздо меньше потребности, не знаю, в брендовой одежде, потому что мы не будем ходить в офисе. Может быть, гораздо меньше потребности еще в каких-то индустриях. То есть, на мой взгляд, вот старые индустрии, которые были заточены на старую модель потребления, для них, конечно, этот кризис может стать шоком. Для новых каких-то бизнесов это может стать, наоборот, толчком к росту. А какие вот, кто сейчас акции вверх потенциально, пока на дне, кого брать сейчас? Кого бы советовать? Какие отрасли могут сейчас показать, какие компании? Мне кажется, это все, что связано с IT, это все, что связано с какой-то такой дистанционной жизнью, даже там онлайн-обучение, онлайн-образование. То есть, какие-то сектора – это будет переход в новую реальность. Но вот я думаю, что, безусловно, там дистанционная, то есть спрос на дистанционные услуги, он существенно вырастет. Я предлагаю дистанционно подключить еще одного коллегу на связи с нами. Насколько я понимаю, с карантина, можно сказать, находится ректор Российской экономической школы Рубен Янкалопов. Рубен, я вас приветствую. Не знаю, слышали, о чем мы говорили с коллегами? Да, да, добрый день. Рубен, можете прокомментировать. И, конечно, вот этот вопрос, где вы ждете мы наиболее интересных, наиболее глубоких и серьезных изменений? В каких бизнесах, отраслях, может быть, то же самое здравоохранение, да, там, ряда стран показало, ну, в общем-то, посредственные способности к погашению этого кризиса, этой эпидемии? Что будет происходить в мировой экономике в ближайшие годы? И, разумеется, конечно, хотелось бы ваш прогноз по этому кризису услышать. Да, ну, я согласен, на самом деле, с коллегами, что медицинский сектор, он, скорее всего, претерпит самые большие изменения в том смысле, что на него будет больше внимания обращаться. Хотя, на самом деле, если мы посмотрим, то основная проблема в странах, там, типа Италии, она была не из-за того, что там плохо устроена медицинская система, там, в смысле, там, оборудование и так далее, простые вещи, там организационный был бардак, и меры были бы неправильно приняты, несерьезно к этим отнеслись, и там, ну, и культурные особенности того, что дети сидят с бабушками и дедушками, которые, собственно говоря, потом оказываются в больнице. Поэтому, там, вот, организационные изменения в медицинской секторе, скорее всего, будут достаточно существенные во многих странах. Удаленная работа, это мы увидим, на самом деле, потому что зависит от того, как от результатов такого масштабного и не вполне добровольного эксперимента, это мы узнаем, насколько действительно у нас упадет эффективность или не упадет от того, что все переходят на онлайн. Такое общение и дистанционное. И здесь потенциально, если это будет удачный эксперимент, то вот эти вот отрасли, которые будут особенно строить структуру, давать для удаленного работы и, там, для доставки еды людям, сидящим на карантине и так далее. Вот эти вот сектора могут пойти вверх. Но, на самом деле, я, значит, прям радикального изменения экономической модели я бы не ожидал. Понятно, спасибо, спасибо, Рубен, да, не покидайте нас, пожалуйста, скажите, а вы знаете, меня что волнует? Вот помогают бизнесу крупному, малому, среднему по всему миру, у нас будут помогать. Я не хочу говорить там про госкапитализм, да, когда речь идет там о западных странах, но вот в нашем-то случае, то есть и без того колоссальная гравитация государства в экономике, она станет еще больше. Ну и в мире тоже, в принципе, поддерживают. Вот это как-то может поменять на, повлиять на поведение компании, на вообще расстановку сил? Я так не считаю, по очень простой причине. Кризис это как раз то время, когда государство должно очень быстро действовать, да, и все вот эти вот наши накопленные резервы и все остальные замечательные вещи макроэкономические, которые мы фактически сделали для того, чтобы быть готовым к кризису, их и надо пытаться использовать в момент, когда кризис наступает. Поэтому, с моей точки зрения, здесь специфического перехода к госкапитализму и еще большего влияния на государственную экономику совершенно нет. Это стандартный рецепт еще там 1930-х годов, хорошо можно обсуждать, когда конкретно он все-таки стал совсем стандартным. Но, тем не менее, почти новое кенсианство. Понятно, Наталья, согласна? Мне кажется, угроза госкапитализма – это вопрос, как мы выходим из кризиса. То есть, как бы, вот согласна абсолютно, что да, мы заходим на большой господдержке, дальше эта господдержка должна сворачиваться через какое-то время, чтобы экономика восстанавливалась. Собственно говоря, там проблема, наверное, отчасти нашей экономики, что у нас господдержка ее трудно сворачивает, да, у нас действительно она имеет тенденцию потом пролонгироваться и пролонгироваться. Не только наши проблемы. В Великобритании, как национализировали ряд банков, мы все помним их имена, так они по-прежнему в государстве и находятся. То есть, в мире ничего подобного не наблюдаем. Это абсолютно нормальные действующие механизмы, которые на расклад сил никак не повлияют. Я боюсь, что вот повлиять может через то, как Центробанки, например, вынуждены будут еще более внимательно слушать, условно говоря, политиков. Потому что вот то, что происходит со ставками, да, это вообще говоря длинная история. Как она стала там в девятом году очень низкой, так с тех пор в Америке, например, она так и не повысилась, да, то же самое в Европе, то же самое в Японии. Это все история с попыткой деньгами лечить проблемы, которые совершенно не денежные. И мне кажется, вот это вот довольно существенный риск для будущего, может быть, кризиса. Наталья, мы с вами до эфира, я признаюсь, говорили об интересной штуке, да, как бы все говорят, и социологи, и экономисты в том числе, что на смену такой биполярной системы, что система глобальная, приходит такая на смену глобализации, приходит глокализация. В экономике та же самая история, и этот кризис может ускорить этот процесс, правильно я понимаю? Ну, я думаю, что мы уже несколько лет назад вошли в фазу такой деглобализации, мы это видели через риски торговых войн, и сейчас эпидемия, она как бы усиливает этот процесс. Но я думаю, что, безусловно, если брать исторические аналогии, мы похожи на 30-е годы, 1930-е, когда мир тоже, так сказать, раскалывался, потому что такие проблемы страны лучше решают, когда они сами по себе, да, когда какие-то риски приходят извне. Конечно, многие страны закрываются, чтобы купировать проблемы, это нормальная тоже реакция, но, конечно, из-за этого мир, разрываются цепочки добавленной стоимости, разрывается, собственно, тот мир глобализации, который мы, наверное, строили последние 40 лет. Правильно я понимаю, что это, простите, вот за талебовщину, это антихрупкость наша российская, да, мы же и так достаточно закрытые, не очень хорошо встроенные в экономические и технологические цепочки, у нас импортозамещение и прочее, или нет? Я именно поэтому думаю, что мы можем на рост 1% претендовать в этом году, да? У меня вот чуть-чуть другое восприятие, потому что вы знаете, да, что мы торгуем по отношению к ВВП больше, чем Китай, да, то есть в этом плане, как бы, мы довольно-таки открытая экономика, гораздо больше, чем США, например, мы торгуем. Вот они как раз сильно похожи на закрытую экономику, и в этом плане я бы, наверное, все-таки поспорил, вот, как бы, насколько много комплектующих у нас вводится из Китая, да, для того, чтобы производить, насколько много наши продажи нефти и газа влияют на то, что у нас внутри происходит. Поэтому, ой-ой-ой, насчет нашего, как бы, вот антиглобализма и закрытости я вот не уверен. Нет, мы все-таки торгуем очень много сырьем, да, то есть мы торгуем много, но простыми, да, простыми товарами. Обратно, да. Рубен, возвращайтесь к нам, я не знаю, а вы с кем согласны? То, что, собственно, в этом наша антихрупкость, готова умение мобилизироваться, это замечательно, да? Или наоборот, вот, собственно, ваши прогнозы относительно российской экономики, как вы ее видите? Ну, она, как бы, будет стагнировать, так и будет стагнировать. Ну, мы вот сейчас серьезно обсуждаем, там, ноль это или один процент. Ну, это примерно одно и то же. С какой-то точки зрения, в том смысле, что особой катастрофы мы не ожидаем, потому что мы действительно плохо встроены в сложные торговые цепочки. И вот проблемы с дезорганизацией этих цепочек, они нас меньше коснутся. В этом смысле я согласен с позицией, что мы здесь вот в этом антихрупкости и так далее. С другой стороны, конечно, мы очень сильно зависим от нескольких цен на энергоносители и на ресурсы. Поэтому в этом смысле мы, конечно, очень сильно зависим от того, насколько себя хорошо чувствует вся мировая экономика. И в этом смысле мы очень сильно зависим, и здесь никакой такой защиты от этого нет. Мы как большинство наших ресурсов приходило от нефти и газа, так и приходит извне. Поэтому у нас риски немного другие. Мы просто надеемся на то, что экономика мировая восстановится, и это отразится на энергоносителях. И в промежутке мы будем сейчас расходовать наши резервы и так далее, накопленные в хорошие годы. Но с точки зрения российской экономики, конечно, ничего хорошего в этом нет. Потому что без экономического роста именно мирового, который будет поддерживать цены на энергоносители, у нас никакого особого экономического роста и у нас не будет. Поэтому я тут, я согласен с обоим коллегами, но мы застряли в такой странной ситуации уже давно. Я понял, да, не получилось оптимизму добавить. Ну что делать, спасибо большое, Рубен Николопов, профессор, ректор российской экономической школы, был на связи с нами. Знаете, я еще немножко, конечно, об этом выручу. Какие отрасли сейчас максимально в зоне риска, на ваш взгляд? Ну понятно, со временем там припало авиасообщение, авиакомпании, транспорт, туризм, что-то еще. Вот может быть что-то незаметное, да, где зреет длительное такое, длительное падение. Ну я думаю, что это гостиничный бизнес, там ресторанный бизнес. Все, что за туризм, это хорик. То есть это, в принципе, сейчас мы переходим в фазу, когда мы будем говорить про розничные риски. То есть это риск того, что, собственно, покупатели, потребители затянут пояса, запрутся в домах. И действительно в ближайшие месяцы, наверное, будут гораздо меньше потреблять. Ну правильно я понимаю, что пока мы не фиксируем сокращение потребления в России, по крайней мере? Нет, потребление не может сократиться, потому что люди хотят есть. Здесь вопрос того, как оно будет распределено в каком-то смысле. Да, потому что в ресторане, условно, вам еда стоит обычно дороже, чем вы ее готовите дома. И как бы в деньгах вы увидите сокращение, и фактического сокращения потребления не произойдет, потому что макароны, что в ресторане, что дома, вам придется есть. В этом плане я бы ожидал, конечно, что действительно ресторанный бизнес очень сильно пострадает, но при этом все-таки онлайн, конечно, может очень сильно вырасти, включая все наши любимые онлайн кинотеатры, которые мы все, наверное, уже начинаем подписывать. Все платим, разумеется. Четыре подписки даже как бы не больше. Согласны с коллегой относительно? Ну да, то есть еще раз, это вот как бы все риски, которые связаны с изменением поведения потребителей, да? Потому что не все компании будут готовы. Потому что доставка, опять же, там из условных наших сетей, она, наверное, очень сильно вырастет в ближайшее время, потому что все будут стараться как бы не контактировать с магазинами, все, кто может себе это позволить. Ну, по итогам января и половины февраля всплеска не было, но говорят, что сейчас вот он и наметился. Ну что ж, спасибо большое. У нас в гостях сегодня были главный экономист, руководитель Центра макроэкономического анализа Альфа-Банка Наталья Орлова. Наталья, спасибо. И директор финансового центра Сколково-Рэш Олег Шибанов. Олег, благодарю. Это деловой день на РБК. Не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Покажите себя настоящего. БЛВ 2 серии Грам-купе. Второе я на первом месте. Тот момент, когда получил СМС с доходом по депозиту, а мог бы заработать гарантированные 10%. Скачивай приложение БКС Премьер, выбирай продукт 10+, с полной защитой вложений. БКС Мир Инвестиций. Уникальные продукты от лидера рынка. Новая крем-краска «Экселанс» – это тройной уход. Уход за цветом с легендарной крем-краской. Уход за кожей головы с новым деликатным шампунем. Уход за волосами с питательной маской. Никакой седины. Новый «Экселанс» от «Лореаль Париж». Иногда ты хочешь, чтобы мгновение длилось вечно. Новая система «Неспрессо Верчо». Инновационная технология заваривает натуральную, насыщенную чашку кофе. Одним касанием кнопки. Верчо. Новое измерение кофе. Специально для детей с трех лет. Кагоцел. Полный курс лечения от гриппа и ОРВИ в одной упаковке. Кагоцел. Выбор специалистов. Путь к цели бывает непростым. С новым «Киа Селтас». Вы смело смотрите вперед. Он меняет представление о кроссоверах. Новый «Киа Селтас». Смелей. Инвестиции – это сложно. Сквот стало проще. Пробуйте с РБК и новым партнером проекта ВТБ. На гудс.ру шины для вашей машины. С доставкой всего за 1 рубль. Гудс.ру – настоящий маркетплейс. Вим Пёрл. Райский отдых во Вьетнаме. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Опустела РБК земля. Компания одной из первых перевела большую часть сотрудников на дистанционную работу. И вот тут никого. Лишь мы одни изо всех. Посмотри, вот наглядный пример того, для чего это нужно было сделать. Необходимо разорвать цепную реакцию распространения вируса. Ну, видимо, так же будут останавливаться и панику на биржах. Нет торгов, нет падения. Об этом в нашей сегодняшней часовой программе. Присоединяйтесь. В эфире «Что это значит?» Большой информационный телемарафон с Юрием Таманцевым. И Еленой Кочемасовой. Каждый вечер рассказываем о главном, разбираемся, что все это значит для каждого из нас. Ставка ФРС снижена практически до нуля. Американский регулятор идет на беспрецедентный шаг, чтобы остановить обвал. Но рынок не реагирует. Падает все, даже золото. Что будет делать российский регулятор? На все замки. Россия закрывает границу с Белоруссией. Открытым остается только азербайджанский рубеж. О закрытии границ объявил и ЕС. Грядет ли глобальный карантин? Отсрочка по налогам, кредиты по льготным ставкам, премии врачам. Правительство переходит к первичным экстренным мерам по борьбе с коронавирусом ценой в 300 миллиардов рублей. Подробности. Но тем временем в Москве усиливают противовирусные меры и вводят режим повышенной готовности. Сообщение об этом размещено на официальном сайте мэра столицы Сергея Собянина. Меры вводятся из-за роста заболевших. Я напомню, за сутки в стране коронавирус выявлен у 30 человек. 20 человек за выходные заболели в Москве. Итак, до 10 апреля в столице запрещено проведение массовых мероприятий на открытом воздухе. В зданиях можно собираться не более 50 человек. Людей пожилого возраста, как самую уязвимую категорию, призывает свести до минимума контакты с внешним миром, оставаться в квартире при необходимости вызывать на дом врача. Пришлось даже приостановить мероприятие и временно закрыть кружки и секции социальной программы «Московское долголетие». С 17 марта режим свободного посещения вводится не только для государственных школ, но и для учреждений дополнительного образования и школ спортивных. Ну а с субботы, 21 марта по 12 апреля, все государственные общеобразовательные школы Москвы будут закрыты. Отдельно мэр столицы обратился к родителям школьников и призвал взрослых внимательнее и с максимальной ответственностью отнестись не только к своему здоровью, но и к здоровью детей. Прошу родителей, дети которых не посещают школы, не допускать их появления в торговых центрах, парках и других общественных местах. Закрытие школ означает не дополнительные каникулы, а добровольную самоизоляцию на дому. Также столичные власти предупреждают тем, кто приезжает из-за рубежа, предстоит пройти 14-дневный карантин. Это касается прилетевших из Соединенных Штатов Америки, Великобритании, Государств Европейского Союза, Украины, Белоруссии и всех государств Европы, не входящих в ЕС, а также совместно проживающих с ними лиц. Во всех видах наземного общественного транспорта водителям запрещено продавать пассажирам билеты, чтобы не подхватить от них вирус. А в мэрии сообщают, что все департаменты готовят предложения по профилактике и борьбе с коронавирусом. Так, например, Департамент труда и соцзащиты разработает дополнительные меры адресной социальной поддержки граждан. Власти подумают о компенсации компаниям и предприятиям, которые пострадали от ограничений. Все предложения и информация будут стекаться в оперативный штаб столицы. Он же отвечает за оперативное информирование граждан о положении с коронавирусом в столице. В теме борьбы с заболеванием, в том числе в столице, мы сегодня еще вернемся. Ну а пока о других не слишком радостных новостях. Мы уже пятую неделю назад начинаем с биржевых новостей со всей планеты. У нас уже недавно был черный понедельник, был красный. Сегодня мы что наблюдали? Вот интересно. Ну знаешь, мне кажется, что сегодня на мировых рынках штормило так, что цвет уже не имеет вообще никакого значения. Приведу лишь одну цифру. Российский институт стратегических исследований подсчитал. С начала эпидемии коронавируса мировые фондовые биржи потеряли 7 триллионов долларов. Это более третье ВВП США. Но ведь это же еще не точка. Ну будем рассуждать об этом чуть позже. Пока просто сводка с мировых бирж. На сегодня Азия на минус. Вся самое большое падение на тайское сеткомпозит минус 7,3%. Гонконг и Тайвань в красном на 4%. Шанхай 3,5%. Токио-Сеул минус 2,5 и 3%. Крупнейший за последнее время обвал в Европе. Падение парижской биржи в моменте превысило 10%. Франкфурт минус 9%. Лондон минус 7%. К вечеру падение замедлилось, но не сильно. В стороне от глобальной паники не остались, естественно, российские площадки. Мосбиржа обновила почти двухлетний минимум. Опустилась ниже 2200 пунктов. Впервые с июня 2018 года. Падение в моменте почти на 5%. РТС на прошлой неделе опустился ниже 1000 пунктов, но падение не остановилось. Сегодня снова минус. На этот раз 6,5%. Но к вечеру обвал слегка замедлился. В итоге падение около двух. В Нью-Йорке торги приостанавливались сегодня два раза. Это произошло после того, как Доу-Джонс в первые же секунды просел почти на 10%. СНП на 8, Насдак на 6. Но снижение продолжилось и после открытия торгов. Но снижаются не только индексы. Золото, в котором обычно спасаются паникующие инвесторы, тоже дешевеет. Апресские фьючерсы на Нью-Йоркской бирже Комикс снизились на 4%. Майские фьючерсы на серебро минус 17%. Ну и самое болезненное для России. Нефть. Дневное падение на сырье марки Brent 12%. На минимуме за баррель давали 29 долларов 47 центов. В последний раз нефть ниже 30 торговалась аж в декабре 2003 года. Рубль на этом фоне продолжает свое пике. Евро на бирже сегодня пробивал 84 рубля, доллар 75. Официальный курс ЦБ на вторник. Евро плюс 89 копеек, доллар плюс 93. Ну и новости из-за рубежа пока не способствуют стабилизации российской валюты. Нефть, как мы помним, стремительно пошла вниз после развала сделки ОПЕК+. И вот глава саудовской саудиорамка Амин Насар сегодня заявил, что нынешние цены РИЯД устраивает. Готов в таких условиях в течение длительного времени работать. Как минимум весь апрель королевство будет продолжать максимальную добычу нефти, то есть 12 миллионов баррелей в сутки. Блумберг сразу после поступления этой новости сообщил, что к середине этого года на рынке может сложиться небывалый переизбыток. Нефть может составить миллиард и 300 миллионов баррелей. Такого на рынке не было никогда. Ну и почти небывалые новости. Это о мерах финансовых властей США в попытке одолеть кризис. Вашему вниманию. Последствия коронавируса будут оказывать воздействие на экономическую активность в краткосрочной перспективе. И это представляет угрозу для экономических перспектив. В свете этого развития событий комитет принял решение снизить целевой диапазон ставки по федеральным фондам до 0,025%. Комитет рассчитывает, что будет сохранять этот целевой диапазон до тех пор, пока не будет уверен в том, что экономика выдержала последние события и находится на пути к целевым показателям максимального уровня занятости и ценовой стабильности. Ну и кроме того, ФРС в течение ближайших месяцев увеличит свой портфель государственных облигаций США по меньшей мере на 500 миллиардов долларов. Таким образом, портфель казначейских облигаций вырастет более чем на 3 триллиона. Кроме того, американский Минфин поменял условия кредитов, которые он выдает банкам напрямую через так называемое дисконтное окно. Такого не было с кризиса 2008 года. Но рынки это пока не успокоило. Ну, США не единственные, кто пытается как-то усмирить этот шторм. Центробанк Южной Кореи сегодня же впервые за свою историю снизил ставку до 0,75. На этом фоне интересно, что будет у нас. Как сообщила пресс-служба Кремля уже завтра, председатель ЦБ Эльвира Набиулина выступит на совещании с президентом и членами правительства. Но пока никаких мер не оглашено. Ну и прямо сейчас мы включаем студию радиостанции «Серебряный дождь» и продолжим этот разговор с Анной Забрудой, ведущей программы «Вечерний РБК». В кадре. Юра, привет. Анна, приветствую вас. Какие мнения у аудитории «Серебряного дождя»? Как воспринимают слушатели этот кризис и происходящее? Какие новые возможности открываются в принципе? Юр, я даже предлагаю сейчас сразу в прямом эфире послушать нашего слушателя «Серебряного дождя», который дозвонился по номеру 730-101, код Москва-495. Здравствуйте, вы в эфире. Да, добрый вечер. Меня зовут Алексей. Алексей, какие вы видите для себя позитивные стороны этого кризиса? Видите ли возможности для развития? Безусловно, я поэтому и позвонил. Я являюсь довольно молодым инвестором. Инвестировать я начал чуть менее года. Скоро будет год. Для меня, я считаю, сейчас, благо я, следуя хорошим советам, подготовился к этому кризису. Мне не важно было, когда он сейчас, либо через год пришел. Но я почти-почти-почти успел подготовиться так, как хотел. Вот, я сейчас просто наслаждаюсь ситуацией. Я живу в историческое время просто счастлив. Мне кажется, напишут много книг, снимут фильмы. Но, ну, в общем, как-то первый кризис, и будет хорошая наука на будущее. Ну, то есть вы планируете только инвестировать? Сейчас по дешевке все скупать и через какое-то время на этом зарабатывать? Да нет, у меня долгосрочное инвестирование. В принципе, дивидендный портфель. Есть акции роста, естественно, на которых будет заработано определенное количество денег. Но сама стратегия у меня 15-20 лет. Ох, как долгосрочно-то вы смотрите. Да, долго я запрягал, учил матчасть, и вот когда-то решился. Ну, к сожалению, не могу не сказать, что не все слушатели «Серебряного дождя» с вами согласятся. Вот кто-то пишет, как обычно хотим просто выжить, Станислав Пятигорск. Не понимаю, доллар слабый, но падает рубль. Если ввается Европа-США, почему-то доллар снова растет. Новые возможности, вот сообщение в WhatsApp пришло. Сейчас только для продавцов масок и всяких медикаментов. А чем заняться в регионах? И в лучшие времена не было работы. Вот таким вопросом задаются наши слушатели. И вот еще одно сообщение. У сырьевой экономики какие перспективы? Самые печальные. Так что никакого позитива особо я не вижу в сообщениях слушателей «Серебряного дождя». И вот еще нам кто-то написал. Не вижу ничего для себя, кроме как вкладываться в изучение языков и даже переезжать в другую страну. Ну, кстати, не самый плохой вариант, да, вкладывать в себя, вкладывать в развитие. Глядишь, через какое-то время и в какой-то новой сфере деятельности ваши навыки пригодятся. Юра, ну вот такое вот, такие мнения у слушателей «Серебряного дождя» разошлись они. Кто-то действительно успел поймать момент, схватить удачу за хвост и на этом фоне успеть заработать или в перспективе заработать. Ну, а кто-то пишет, что перспектив особо и нет. Да, ну у нас, я не знаю, хорошо это или плохо, кардинальные изменения в будущем с точки зрения нашего бытия грядут. Прогнозы такие, что коронавирус может поменять ни много ни мало поведенческие алгоритмы человека. Вот что сказал нам Виктор Дима, старший аналитик инвестиционной компании «Атон». Нужно понимать, что этот кризис оставит, возможно, в какой-то степени поменять привычки людей. То есть, условно говоря, работа из дома станет более привычным делом. И пользование интернет-сервисами, в том числе и той же доставкой, станет более привычным делом для людей, которые пытались ходить. В принципе, я думаю, что это тоже создаст возможности для компаний, но уже в более долгосрочной перспективе. Поэтому, наверное, если смотреть, то краткосрочно, да, безусловно, те компании, которых непосредственно увеличится, так сказать, аудитория в краткосрочном периоде, ну и долгосрочно-то те поведенческие изменения, которые будут связаны с изменением после вот салатации новому стилю жизни, который, как мне кажется, будет иметь уже достаточно долгосрочные последствия, да, потому что такие вещи, как работа из дома, как мне кажется, тоже будут таким достаточно структурным изменением, которые мы увидим после этого кризиса. Анна, мы благодарим вас, благодарим аудиторию Серебряного Дождя. Все пройдет, пройдет и это, как говорится, главное, с чем мы выйдем после всего этого. И вот вкладывать в себя, по-моему, самая хорошая и долгосрочная идея. Серебряный Дождь по будням в 6 часов вечера, теперь и на сайте РБК, в программе «Что это значит?» обсуждаем самую актуальную тематику дня. Едем дальше. В продолжение темы о том, кому этот кризис предоставляет новые возможности, сервис по доставке еды «Деливери Клаб» сообщил сегодня, что минувшие выходные превысили показатели 8 марта. Спрос на доставку продукта составил 20%, причем в сравнении не с обычным уикендом, а с праздничным. Да, это не все, кстати. Сервисы доставки еды из супермаркетов сегодня принимают заказы только на конец этой, а то и начало следующей недели. «Вкусвел» сообщил о сбоях в доставке в связи с ростом заказов из-за коронавируса. В целом же сервис «Сбермаркет» заявил, что количество заказов 13 и 14 марта выросло на 104% в целом по стране по сравнению с 11 марта. Активнее всего берут крупы и консервы, ну и так далее, долгосрочно хранящиеся продукты. Вот кто-то все-таки зарабатывает на этом кризисе. Ну а ситуацию на рынках и в целом в экономике мы обсудим сегодня с нашим гостем Иван Родионов, профессор высшей школы экономики на прямой связи с нами сейчас. Иван Иванович, я приветствую вас. Благодарю за то, что откликнулись. Давайте вот все, начнем. Ставка снижена, ставок больше нет, да? Что дальше? Какие инструменты остаются у ФРС и мировых центробанков для того, чтобы остановить вот это сумасшествие на биржах? Ну, на самом деле, сделан максимум, который возможен. Трамп, правда, немного упрекнул ФРС в том, что это сделано было с опозданием. Но, тем не менее, опять вот этот вот инструмент закрыт. С другой стороны, опять понятно, что раз мы видим замедление внешней торговли, раз мы видим опять замедление туризма и вообще сферы услуг, то понятно, что чем-то надо это замещать. Плюс к тому, конечно, в Америке стоит задача не допустить начала такого глобального кризиса, который неизбежен. В любом случае, это циклический кризис. Уже 12 лет его не было. Пора. По крайней мере, до ноября, до выборов президента. С другой стороны, опять для людей, вот это вот снижение ставки, по сути дела, мало что значит. Люди сейчас точно так же, как в нашей стране, заняты закупками. Правда, там более популярным является покупка туалетной бумаги, а не грешки, как у нас. Но, тем не менее, опять ставки позволяют сейчас, например, рефинансировать ипотеку, низкие ставки, или начать новую. Взять потреб кредиты. Но, опять надо отметить, что вот эти вот меры, они не соответствуют новой модели потребления. Вы знаете, новая модель потребления предполагает не владение, а дешевую аренду. С этой точки зрения, опять низкие ставки, мало что здесь дадут. Плюс к тому, конечно, низкая ставка имеет отрицательное значение для пенсионеров американских. Почему? Потому что доходность всех тех активов, в которые они могут вложиться, она существенным образом упадет. Это речь касается и облигаций, речь касается и депозитов, и, по-видимому, цена недвижимости тоже не будет расти. То есть, в чем-то плюс, в чем-то минус. Но, на самом деле, конечно, эта мера рассчитана на биржу. В другой стране, уже сегодня мы видим, что мера не помогла. Американские рынки существенно просели. Еще в пятницу был такой отскок, а вот сейчас они просели. Да, но чуть-чуть сейчас немножко приподнимается. Рынки ожидают повышения ключевой ставки Банка России. Наши рынки, представящие пятницу. Какова вероятность того, что регулятор сохранит выдержку и не пойдет на повышение? Ну, вы знаете, на самом деле здесь нет никакой беды, потому что регулятор не будет сейчас повышать это, как в тот раз, сильно. А если он повысит на половину или на процентный пункт, ничего не произойдет. Ну вот возникает такой вопрос в связи с этим всем. А мы столкнулись с чем-то новым и пока необъяснимым, а значит сравнивать текущую ситуацию с любыми аналогичными ситуациями в прошлом бессмысленно? Я бы так не сказал. Почему? Потому что опять вот первые признаки такого, скажем, циклического, нормального циклического кризиса. Все, в принципе, в нем заинтересованы, все работники финансовой сферы. Почему? Ну, есть хорошая американская поговорка, что деревья не растут до небес. Рынок и так на достаточно высоком уровне. Для того, чтобы они могли получать свои премии, бонусы, им надо, чтобы рынок сильно упал. Тогда он снова будет расти, и тогда они будут чувствовать себя хорошо. С этой точки зрения, опять, ситуация ничуть не отличается от, скажем, того, что было уже десятки раз. С другой стороны, да, вот есть этот момент коронавируса, но он, ну, на самом деле, по большому счету, пока не сильно, как бы, сказался. Притом он скажется на, скажем, отраслях услуг, ну, там, авиаперевозки, туризм, вот это вот все. Но в недостаточной степени скажется на промышленности, например. Но промышленность, с другой стороны, опять встретится с недостатком спроса. То есть, на самом деле, рецессия может начаться. Но опять задача ФРС и задача президента американского в том, чтобы это произошло после его выборов в ноябре. Иван Иванович, вот нас учили, что любой кризис – это время больших возможностей. Какие выгоды можно извлечь в текущей ситуации? Или все предыдущие теории сейчас уже не работают? Ну, вы знаете, опять, знал бы прикуп, жил бы в Сочи. Конечно, надо было опять выйти в кэш, там, где-то, скажем, месяц назад этот кэш держать. Вот, сейчас, когда все инструменты подешевеют, можно будет покупать. Пока рано, пока это не, ну, как бы не пик или не дно. Но, на самом деле, на этом можно хорошо заработать. Иванович, я благодарю вас, будьте здоровы. Иван Родионов, профессор высшей школы экономики, был на прямой связи с нами. Мы продолжаем. Осторожно, границы закрываются. К странам, куда теперь нельзя уехать из России, добавилась Белоруссия. И новость последних часов. Евросоюз вводит полный запрет на въезд в шенгенскую зону на 30 дней. Помогают ли закрытые границы? И как еще разные государства борются с распространением коронавируса? Обсудим с нашим международным обозревателем Алиной Гребневой. Алина, мы приветствуем тебя. Решение Москвы и закрыть границы уже вызвало недовольство. В Минске, насколько известно. Почему у Александра Лукашенко такая вот реакция? Ну, потому что с ним никто это не обсудил и заранее не посоветовался. Об этом заявил сам белорусский лидер. И Лукашенко также заявил, что он, наверное, в ближайшее время все обсудить по телефону с Владимиром Путиным. Российские агентства сообщили о том, что закрывается именно пассажирское перемещение через границу. Но Лукашенко дал понять, что он готов пойти на более жесткие ответные меры. То есть вообще закрыть границу, в том числе и для грузов. И тогда, цитирую Лукашенко, до Кремля фуры будут стоять в очереди, а люди будут в бешенстве. У них тяжелая ситуация. Ну так нам надо бояться этой ситуации. Вы-то чего боитесь Беларуси? Притом при таком нашем контроле и отношении к этой проблеме. Давайте вместе это делать? Нет. Закрыли. Ну а вдруг вирус в трубе с нефтью или с природным газом? 70 миллионов тонн нефти транспортируют по нефтепроводу «Дружба» и по газопроводам. Ну, уже появилась реакция кремля на довольно эмоциональное выступление Лукашенко, что сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он заявил, что Москва рассчитывает на понимание со стороны Белоруссии. На самом деле Белоруссия оказалась одной из последних стран, с кем Россия решила закрыть границы. Давайте посмотрим на карту и выясним, есть ли вообще еще хоть одно государство, с которыми граница все еще открыта. Итак, для начала поговорим именно о сухопутной границе России. С большинством стран она сейчас уже закрыта. До сегодняшнего вечера только две страны формально оставались открытыми для россиян. Это Финляндия и Азербайджан. Однако, почему я говорю формально, потому что в случае с Финляндией уже действовало серьезное авиаограничение. И сегодня вечером одна с другой появились новости о том, что власти в Финляндии готовятся к закрытию границ. И, кроме того, Евросоюз вводит запрет на въезд иностранцев в шенгенскую ввозу, в шенгенскую зону на 30 дней. Ну, из Москвы до сих пор самолеты летали во все европейские государства. Посмотрим, что будет с этими рейсами дальше. Раньше авиакомпании говорили о том, что необходимо выполнять эти рейсы, чтобы сохранять так называемые слоты в расписании. Но не стоит забывать и о Калининградской области, закрытые границы с Польшей и Литвой. Острее всего на себе испытали вот это закрытие туристы, которые из Калининградской области отправились на отдых в ЕС, например, в Испанию. Калининградские турфизмы поясняют, что у многих стыковочные рейсы, например, через Варшаву. И этими самолетами в нынешних условиях вернуться на родину в Калининградскую область нереально. Министр туризма Калининградской области Андрей Ермак, о чем пишет в своем фейсбуке, он советует гражданам возвращаться через Москву. Это сейчас самый рабочий вариант, написал чиновник. Алина, а есть цифры, сколько сейчас россиян находится за границей туристов, я имею в виду? Мы связались с ассоциацией Турпомощь, совместно с Ростуризмом они организовали специальную горячую линию для тех россиян, которые застряли, скажем так, за границей или из-за карантина, или из-за закрытых границ. Какие данные? Там речь идет о тысячах и тысячах, причем общие цифры шестизначные. Больше всего туристов, понятно, в Европе, в Турции, это данные ассоциации Турпомощь, около 20 тысяч российских туристов, в Азии 70 тысяч туристов. Ну, с каждым днем все новые и новые страны вводят дополнительные запреты. Действительно, Евросоюз ввел запрет на въезд в Шенген, но даже внутри Евросоюза отгораживаются все новые и новые страны. Например, Германия ввела дополнительный контроль на уже своих границах. Пограничные проверки, которые начинаются с понедельника, будут сопровождаться ограничениями. Подчеркиваю, транспортировка товаров и перемещение людей по работе туда и обратно будут по-прежнему возможны. Людям без уважительной причины запрещается въезжать в страну и выезжать из нее. И поэтому я прошу всех граждан воздержаться от любых несущественных поездок. Люди, которые в рамках пограничных проверок классифицируются как потенциально заразившиеся новым вирусом, не будут допущены в страну. Однако не на всех предпринимаемые меры действуют. Испанское правительство как может пытается бороться с распространением вируса. Там ввели довольно жесткие ограничения на передвижение граждан. Однако, вы видите, по этим кадрам не все соблюдают эти меры. Десятки британских туристов спокойно расхаживают по улицам курортного города Винидорм в Валенсии. Хотя автомобили с мегафонами на крышах разъезжают там же по городу и призывают всех оставаться дома или в отелях. Но испанская пресса уже пишет о том, что страна все ближе к введению еще более жестких мер. Ведь общее число заболевших в Испании приближается к 9 тысячам человек. А умерли из-за осложнения от коронавируса более 300. Почему многие страны решаются на все больше и больше ограничения и вводят карантин? Потому что считаются, ученые об этом говорят и медики, что лучше всего с распространением коронавируса борется так называемая социальная дистанция. То есть нужно вводить запрет именно на массовое скопление людей. Именно поэтому многие европейские страны, в том числе Франция, решили закрыть все бары и рестораны. Однако, посмотрите на эти кадры, немногие поддержали эту меру. Некоторые скорее расстроились. Это кадры вот так в одном из французских городов. В это воскресенье ночью люди вышли прямо на улицы. Толпы выпивали прямо перед закрытыми барами и возмущались, почему закрыли заведение. Ведь где нам теперь выпивать? Вот такая неожиданная реакция от французов. Спасибо. Наш международный обозреватель Алина Гребнева. Вместе следим за тем, как страны борются с коронавирусом. О дивный новый мир! Границы закрыты, детей переводят на дистанционное обучение, взрослых на удаленную работу. Самоизоляция и полная зависимость людей от технологий. Как малоизвестные вирусы меняют человечество, а фантастика на глазах становится реальностью. Выглядеть как все или на все сто? Работать на других или на себя? Жить как надо или как хочется? Быть в ряду прочих или из ряда вон? Покажите себя настоящего. Белл в 2 серии Грам-купе. Второе я на первом месте. Я на работе. Хайнекен 00. Теперь можно на работе. С опытом понимаешь, что выбирать то и то, что действительно важно. До 31 марта успеете приобрести Toyota RAV4 с выгодой по трейд-ин. И воспользуйтесь преимуществом выбрать кредитную ставку 7,9% или программу 5 лет уверенности. Месяц специальных предложений Toyota. Выбери свой режим выгоды. Ингаверин помогает бороться с вирусами гриппа и ОРВИ. Ингаверин. Болезнь можно пропустить. Большие перемены. Большие вызовы. Большие путешествия. Большие возможности. Новая Крета Битва. Еще больше рога. Фенда. Вемпирму. Разгибающая к намя. Новая Крета Битва. Продолжение следует... 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 Это касается не только отношения к торговым сетям, но это касается и отношения к поставщикам. Мы договорились, что если мы видим какие-то сложности с поставками товаров, мы информируем федеральный проект, региональные власти, они обсуждают возможности наращивания мощности производства того или иного продукта. Пока, к счастью, таких рисков или опасений нет. Итог консультации с поставщиками однозначно говорит, что они способны нарастить производство и поставку продукции в тех объемах, которые характеризуют уже повышенный спрос. Кабмена обсуждает возможность отмены пошлин на ввозимые лекарства для лечения заболеваний типа ОРВИ. А Татьяна Голикова заявила, что в стране создан как минимум двухнедельный запас медикаментов во всех учреждениях. Разработано более 700 тысяч экспресс-тестов на коронавирус. Большинство направят в региональные больницы. Завод в сутки выдает по 100 тысяч проб. Вакцина пока нигде в мире не разработана, но по опросам 58% россиян готовы привиться от коронавируса, когда вакцина будет создана. А также Татьяна Голикова заявила, что больничные для россиян будут выдавать по авансовой системе, чтобы люди из-за болезни не теряли в доходах. И вопрос денег лишний раз не заставлял пренебрегать здоровьем. Говоря о мерах противодействия вирусу, Мишустин сообщил, как будет построена система информирования населения. Власти запустят телефонную горячую линию, а также организуют кампании по онлайн-оповещению. На специальном портале СтопКоронавирусРФ будут размещать всю статистику по количеству заболевших и вылечившихся, как в целом по стране, так и по каждому отдельному региону. По последним данным, в России зафиксировано 93 случаи заражения коронавирусом, плюс 30 за сутки. В лидерах Москва и Подмосковье. Но есть заболевшие в Тюменской области, Забайкальском крае и даже на Чукотке. Четверо пациентов вылечились. К счастью, ни одного случая смерти от болезни, вызванных коронавирусом, официально в нашей стране нет. Следить за ситуацией будет новый специально созданный координационный совет. При госсовете по распоряжению президента создана группа по противодействию распространению коронавируса. Ее руководителем назначен мэр Москвы Сергей Собянин. Таким образом, власти планируют распространить опыт борьбы с эпидемией на регионы. В Москве, напомню, уже действуют серьезные ограничения для профилактики эпидемии. А сегодня введен режим повышенной готовности. Например, как мы уже говорили, введен запрет на массовые мероприятия любой численности. Большой театр отменяет все спектакли до 10 апреля и не он один. В аэропортах Московского авиаузла действуют жесткие правила контроля всех прилетающих пассажиров. На общественном транспорте столицы предприняты беспрецедентные меры по дезинфикации. Например, вагоны столичного метро регулярно обрабатывают специальными средствами. Это касается не только поручней и сидений, но и стен, окон, полов, всего. Особое внимание к образованию. Это одна из самых массовых сфер. Наш корреспондент Екатерина Столярова сегодня побывала в московских школах и вузах. Напомню, что с 21 марта по 12 апреля в Москве будут закрыты все общеобразовательные спортивные школы и секции. Трехнедельные каникулы объявят в школах Подмосковья с 23 марта. День московских студентов пока начинается как обычно. Возле входа суета, кто-то спешит на пары, кто-то уже обратно. Но, возможно, собираться вот так скоро придется прекратить, поскольку вузы решают сейчас вопрос о дистанционном обучении, в том числе и университет нефти и газа. Вот спросим у студентов, как они к этому относятся. Ребят, что думаете по поводу того, что, возможно, вас переведут? Ну, мы думаем, что перевести нас стоит на дистанционное обучение, потому что с каждым днем все больше шансов заразиться. Я думаю, на оценки наши никак не повлияет. И так рассуждает большинство. Студенческий совет МГУ даже сам просит ректора о возможности учиться заочно. И в других вузах студенты тоже уверены, что справятся. Система отработана. У нас много заданий, которые мы выполняем. Мы иногда отсылаем электронные варианты. Также мы выполняем какие-то домашние задания, которые нам скидывают на почту. И, в принципе, такой формат, он приемлем для нашего университета. Что касается школ, в первый день свободного посещения большинство детей на уроки все же пришли. В среднем в каждом классе отсутствует примерно по пять, максимум по десять человек, не больше. По словам преподавателей, продолжать заниматься в классах дети хотят сами. Для тех, кому пришлось идти на карантин, это горе просто. Учиться хотят, как бы не странно. Это странная школа? Нет, это нормальная школа. 35 лет работаю в школе, в принципе, для деток это нормально. Школьники, конечно, говорят обратное, что немного завидуют одноклассникам, которые остались дома. Но четверть заканчивается, кому-то оценки необходимо подтянуть, кому-то к экзаменам подготовиться. Ну, а что касается тех, кто остался дома, в электронном дневнике у них будут обязательно задания, будут все уроки. Поэтому единственное, что их отличает от остальных, это то, что можно чуть-чуть подольше поспать. Екатерина Столярова, Игорь Сысков, РБК. Ну, кому-то кризис, а кому-то дополнительные возможности. Настоящий бум переживают фирмы, доставляющие на дом продукты или любые другие покупки. Хочешь пиццу, курьер будет через 30 минут. Хочешь новую пару ботинок, привезут к двери, дадут померить. Если не понравится, увезут обратно. Все эти бурным цветом расцвели сервисы, предоставляющие доступ к фильмам, сериалам, передачам, любой контент в любое время. С помощью современных мессенджеров можно связаться с любой точкой планеты и даже с МКС. Ну, кажется, все это раньше мы воспринимали как приятный бонус, альтернативу основной жизни. Ну, если лень идти в ресторан или готовить, можно для разнообразия заказать блюда домой. А если терпеть не можешь, ходить по магазинам, можно открыть сайт интернет-магазина. Но коронавирус, похоже, сильно изменил отношение человека с виртуальной реальностью. Современному человеку стало совершенно незачем выходить из дома. Все под рукой. Изоляция – это теперь не наказание и не урезание прав, а стиль современной жизни. Вернется ли все на круги своя после эпидемии? К какому будущему человечеству толкнет коронавирус? Ну, обсудим с тем, для кого фантастика – это не развлечение, а сфера профессиональной деятельности. В студии РБК писатель-фантаст Вадим Панов. Вадим Юрьевич, я прошу вас. Ну, а если так грубо описать происходящее, картина получается такая. Закрываются страны, города, дети не ходят в школу, взрослые на работу. Весь мир, как большая лаборатория, где пропуск куда бы то ни было, температура тела. Люди, по большей части, сами запирают себя в квартирах, общаются только при помощи гаджетов, потому что боятся умереть от малоизвестного вируса. Согласитесь, очень похоже на такую крепкую антиутопию. И не просто антиутопию, а, можно сказать, живую антиутопию. Мы ее переживаем, на наших глазах она разворачивается. И если мы посмотрим, как быстро все развернулось, то есть вирус появился где-то, ну, в январе о нем заговорили так серьезно, и вот уже март, и мы все закрываем. Планета делится, как какие-то феодальные уезды. Ну, насчет жанра, наверное, с нами кто-то и поспорит. Для кого-то это действительно идеальный мир, там, для социопатов, например. А для большинства это клетка. То есть нас учат оставаться в своих маленьких замкнутых мирах. То есть идея глобализации, о которой мы недавно восхищались и любили о ней говорить, то есть мы посещали разные страны, разные континенты, теперь нас говорят, сидите на месте, приучают к этому. И что будет дальше? Для чего это происходит? Вы, как писатель-фантаст, именно так это видите, происходящее? Ну, разумеется, потому что писатель, в первую очередь, это же эмоции, это чувства. Это в том числе путешествия. И тут я вижу, что нас закрывают. Ну, нас это всех людей, потому что это касается всего земного шара. И если мы вспомним, это началось-то не сегодня, не с коронавируса. Каждый год на протяжении уже последних 20 лет, каждый год появился какой-то маленький вирус. Помните, птичий грипп, свиной грипп, какой-то там еще грипп. И, ну, это длилось неделю, там, может быть, две. После чего о нем забывали все, потому что это был такой медийный, медийная эпидемия. И вдруг, ну, он откладывался. То есть мы запоминали, о, пришел очередной вирус, плохо, не умеют с ним бороться. И вдруг нам говорят, пришел вирус. Страшный. Кто говорит? Все говорят. Вы понимаете, реальность ситуации в том, это как у грибоедов. Помните, как Чацкого довели до, ну, признали сумасшедшим? Все вокруг стали говорить, что Чацкий сумасшедший. И все. Никого не интересовало, сумасшедший или Чацкий. То же самое происходит сейчас. Все вокруг говорят, что это страшный коронавирус, от которого сегодня днем, например, умерло там 5 тысяч человек по всей Земле, да? А, ну, 500 человек. А там от той же малярии сегодня умерло где-то с половиной тысячи человек. Малярия не страшна. Ну, и кто за этим может стоять, если развивать эту тему, с точки зрения вас, писателей-фантастов? Ну, как богатейшие возможности. То есть, ну, если мы уберем всякие криптоисторические, крипто, вот эти все, ну, как сказать, всемирные заговоры и прочее, да? Ну, в любом случае мы столкнулись с ситуацией колоссального воздействия на экономику, на образ жизни людей, которое произошло не просто так. То есть, не может получиться так, что, например, Сергей Семенович сегодня утром проснулся и сказал, ну, давайте-ка закроемся, да? Не может такого быть? Не может быть так, что просто Трамп взял и сказал, давайте-ка мы до Джонса, как он сегодня утром на 9 упал, да? Вот. Ну, давайте вот раз, и это мы сделаем. Но это же нужно принять такое решение, все прекрасно понимали, к чему это приведет. А раз понимали, значит, была в этом настоятельная необходимость. Ну, и как одна из версий, например, я что-то не помню, военные училища, крупнейшие учения НАТО, которые планировались на этот год, они же, по-моему, не отменяются. Отменены. Отменены. Но солдаты, тем не менее, остаются дома. Вот здесь, уже в Европе. А вот скажите, возвращаясь к людям и к самоизоляции, допускаете ли вы, что, оказавшись ненадолго в добровольном карантине, ну, как сейчас, человечеству это понравится? Мы поймем, что офисы нам не нужны. Вместо школ, скайпа, вместо, не знаю, круизов, очки дополнены реальности. А еще мы научимся экономить, потреблять меньше продуктов, к чему нас все вокруг призывают. Жить в маленьком и довольствоваться тем, что есть. Очки дополнены реальности в том числе, но их обещают нам полноценно только после запуска сети 5G, то есть где-то 23-й год. Так что с очками пока повременим, пока, видимо, у каждого дома будет своя стена. Но в любом случае в этой реальности люди полностью зависят от технологий. Абсолютно. А если люди полностью зависят от технологий, значит, власть в таком мире у гигантских корпораций, которые все эти технологии производят. И обеспечат к ним доступ. У корпораций зла, как любят футуристы говорить. Нет, это просто бизнес и ничего личного. То есть если люди все уголовно ушли в цифру, то кто-то, естественно, должен обеспечивать им доступ к этому цифровому раю. Кто-то обеспечивает связь, кто-то обеспечивает сервисы, кто-то обеспечивает производство гаджетов. И мы в любом случае будем от этих людей зависеть. Ну, корпорации зла, я сказала, я просто одно время увлекалась футурологией. Есть разные теории. И многие уже говорят, что это все началось. 50% всего мирового богатства владеет 1% населения. 70% продаж приходится на 8 крупнейших корпораций. Ну и так далее. А вирус очень удобный способ, кстати, слегка изменить облик населения. Ну, как вариант. Поскольку сейчас очень серьезные подвижки были в разработке генома, то почему бы не представить, что наш коронавирус, наш уже привычный нам, оставляет след в геноме человека, ну, после того, как его якобы вылечили. А биологи об этом и говорят уже. Уже? Да. Это называется утром в газете, вечером в куплете или наоборот, да? Да, абсолютно. И тогда, представляете, в один прекрасный день люди, которые пережили коронавирус, начинают меняться. И очень четко видно. Например, они превращаются в орков. В кого? Орки. Орки. Помните, вот из фильмов. То есть, ну, какие-то внешние изменения, которые позволят их считать не такими, как остальные. Ну, поведенческие изменения однозначно произойдут. Поведенческие произойдут сами по себе. Если человек однажды проснется и увидит себя в отражении зеркала, ну, мягко говоря, не таким, каким он ложился спать. Процитирую. Страшно задумываться над тем, что технологии не только делают нашу жизнь комфортнее и лучше, но и убивают. Это аннотация к вашей книге. Да. Книга Каматаян, которая вышла в апреле прошлого года и рассказывает о управляемой пандемии, которая произошла на нашей планете. Причем в числе первых вспышек был круизный лайнер, кстати. Угу. Да. И, собственно, о том, но эта книга не о том, как мы бежали от этого вируса или как добростные врачи с ним боролись. Это книга о тех людях, которые запустили этот вирус. Почему они это сделали? Для чего? И что им это стоило? Вот по поводу фантастов и как они умеют угадывать и предсказывать. Да, если я не ошибаюсь, Жюль Вернов в точности описал подводную лодку. Герберт Уэльс в романе... Автомобиль и электрический столб. В романе освобожденный атомную бомбу. Приблизительно рассказал, как можно долететь до Луны. А Джонатан Свифт, помните, говорил, что у Марса две Луны. Через 142 года это доказали ученые. Ну, я думаю, что Свифт просто считает. То есть самые невероятные фантазии, самых гениальных фантастов... Иногда. ...не выходят за рамки возможного. То есть, может получиться так, что скоро мы будем отбиваться от зомби? Не благодарите. Нет, но если серьезно, то, разумеется, история будущего, которую некоторые писатели пишут, она базируется на том, что мы видим сейчас. То есть на тех трендах, которые мы наблюдаем каждый день. На новостях, на каких-то материалах и прочее. То есть не берутся истории о будущем из головы просто так, просто нафантазируем. И, соответственно, видимо, в прошлом году, уже позапрошлом, некие тренды, которые тогда были, заставили меня предположить, что будет всемирная пандемия, которая сейчас произошла. Ну, а так, резюмируя, к чему ведет этот вирус, как он изменит человечество? Сложно сказать, потому что вопрос в том, что требуется. Если мы берем за предположение, что это не естественный вирус, а естественные мутации появляются все-таки не в центре оживленной провинции. Естественные мутации вируса приходят из Юго-Восточной Азии, из других районов. Вот, если же мы берем вот такую, скажем так, криптотеорию, то... Регулировка численности населения? Ну, в том числе, опять же, если мы вспомним о том, что, да, как ни странно, самые уязвимые категории – это дети и старики. Но детей он не трогает. А говорят, переживший вирус мужчины уже не могут. Ну, знаете, испанка убивала молодых людей в первую очередь. Испанка всех. А это миллионы. Испанка всех. Ну что ж, спасибо вам большое, Вадим Панов, писатель-фантаст. Ну и его предчувствие будущего на фоне набирающей обороты новой пандемии. Спасибо. Выглядеть как все или на все сто? Работать на других или на себя? Жить как надо или как хочется? Быть в ряду прочих или из ряда вон? Покажите себя настоящего. БМВ 2 серии «Гран Купе». Второе «Я» на первом месте. Вы же не хотите останавливаться на пике удовольствия? Так зачем же прерываться в сексе? Попробуйте «Контакс Лайтс». Особо тонкие презервативы для большей чувствительности. Наслаждайтесь друг другом и оставайтесь вместе до самого конца. Надежный банк для бизнеса. Росбанк. Группа «Сосъета «Женераль». Будущее – это вы. Специально для детей с 3 лет. Кагоцелл. Полный курс лечения от гриппа и ОРВИ в одной упаковке. Кагоцелл. Выбор специалистов. СМЕСТО. СМЕСТО. САМОЕ СЕРДЦЕ. МЕРСЕДЕС АМГ. Сразу да. МЕРСЕДЕС АМГ. САМОЕ СЕРДЦЕ. САМОЕ СЕРДЦЕ. САМОЕ СЕРДЦЕ. САМОЕ СЕРДЦЕ. САМОЕ СЕРДЦЕ. На РБК продолжается деловой день. Меня зовут Кирилл Токарев. Здравствуйте. Итак, как заявил вчера президент, выступая в Госдуме, коронавирус к нам прилетел, цены на нефть пляшут, а вместе с ним курс национальной валюты и биржи. Но это, я думаю, многие заметили и многие за ситуацией следят с тревогой. Но, правда, многие далеко не все. На повседневной жизни большинства россиян обвал нефтяных котировок рубля пока не сказался, но, конечно, может. Автомобилисты, например, ждут, как будут себя вести цены на бензин. При этом на снижение, разумеется, никто не рассчитывает, лишь бы роста не было, а мы такое уже проходили. Власти заверяют, не будет. Итак, министр энергетики Александр Новак заявил, что обвал цен на нефть не отразится на стоимости бензина в России. Цены стабильны, цитирую, их рост не превышает уровень инфляции. Его поддержал замминистра финансов Алексей Сазонов. Он заявил, цитирую, следующее. Я не думаю, что будет снижение цен на бензин, но расти они не должны, это точно. Но при этом в Европе горючее уже дешевеет, в Соединенных Штатах тоже припало все. Итак, как будут себя вести цены на бензин, почему у многих вниз, а у нас, как обычно, вверх, что вообще происходит в отрасли? Выясняем сегодня. У меня в гостях президент независимого топливного союза Павел Баженов. Павел, приветствую. И директор сети АЗС GT Ultima, директор Сарпуховской нефтебазы Юрий Федоров. Юрий, приветствую. Добрый день. Я вот как-то, я думаю, никто не ожидает существенного снижения цен на бензин, но все-таки, на ваш взгляд, как оно в ближайшее время будет себя вести, наше горючее, недешевое и без того, ну, субъективно, что будет происходить? Ну, стремительного роста точно не предвидится. Конъюнктура просто не предполагает. С другой стороны, надеяться на снижение, опять же, не приходится. Скорее всего, рост будет, но он будет, как и раньше, в рамках инфляции, да, то есть медленный, верный и постепенный. Начиная с 2009 года у нас такая тенденция, то есть цены таргетируются розничные в рамках инфляции. Отсюда все проблемы. То есть у нас цена розничная, де-факто регулируемая. А когда цена регулируемая, да, она может только изменяться в рамках инфляции и, как бы, никакие рыночные колебания на нее... Слово, отсюда все проблемы. Я сейчас запомню, но хочу Юрия сначала спросить. Согласны с прогнозом, да, что никакого роста существенного выше инфляции ждать не стоит? Снижение тоже, как сказал уважаемый замминистра финансов, тоже не ждем. Ну, если коротко, да. Вот. Но весь апрель оптовые цены стремительно росли. И в начале марта уже нужно было поднимать розничные цены. Связано это... Ну, это происходит уже, там, 30 лет подряд, с завидной регулярностью, связано с повышением сезонного спроса и с весенними ремонтами заводов. Ну, вот. Москва стоит через две недели, там, по Волозе стоят заводы, на Урале стоят заводы. Товаров станет меньше. Розница уже приготовилась поднимать цены. Ну, хотя бы в рамках инфляции. Вот. Но тут неожиданно пришла помощь, рухнули мировые цены на нефть. И все всех стало устраивать. То есть, цены не повысятся, это абсолютно точно. То есть, это уже работает? То есть, на цене это уже сказалось, то есть, рост встал? Да. Согласны? Вот фактор сезонности был сглажен. Ну, здесь же другой фактор. У нас сегодня нефтяные компании огромную часть доходности теряют на внешнем рынке. Соответственно, когда компании теряют что-то на внешнем рынке, их поддерживают внутри страны. Вот так принято обычно у нас, во всяком случае. Вот. Поэтому надеяться на снижение не приходит. То есть, скорее всего, сохранится рост в рамках инфляции. Да. То есть, ну, может, чуть-чуть скорректируют дальше в рамках инфляции. Что касается оптовой цены, да, она сейчас просела. Но тоже надо подчеркнуть, что она не радикально просела. Не так, как на других рынках. То есть, в принципе, упала бы она там существенно, соответственно, падению цены на нефть. Мы бы могли столкнуться с снижением розничных цен. Вполне вероятно. В первую очередь, независимые компании стали бы снижать цены. Она сколько существенно снизила? Просто в Европе за тонну, там чуть ли не на 70-80 евро упала цена. В Штатах тоже там существенное падение, в районе тоже там чуть-чуть меньше. Вот в этом мы проблема, что не очень существенно, потому что у нас две ключевые величины. Первая – это цена на нефть. Ну, как следствие, цена на нефтепродукты, да, просто цена на нефть – понятный индикатор. А вторая ключевая величина – это курс рубля к доллару. Вот. И у нас ввиду бюджетного правила вот эти качели постоянно, сообщающиеся сосуды, да. Когда у нас нефть падает, у нас рубль дешевеет, тоже падает. Нефть растет, рубль чуть-чуть укрепляется. Вот. Таким образом, падение курса рубля, оно сбалансировало ситуацию. И главное, не надо забывать, что у нас налогов на внутренний рынок, их значительно больше. Тот же Демпфер сейчас будет работать в другую сторону, начнет работать. Поэтому пока делать какие-то долгоидущие выводы рано, да, то есть пока ситуация неопределенности. Надо посмотреть, как ситуация будет развиваться. Тогда будет. Согласны? Почему вы им довольны, как человек, который работает на земле с нефтью и нефтепродуктами? Как человек, который работает на земле, я им не доволен. Ага. Ну-ка, почему? Потому что он работает, но работает, как будто едешь на велосипеде, у которого вилка сломана. То есть, в принципе, управлять можно, но особой эффективности нет. Гораздо лучше сделать было бы акциз возвратный. То, что предлагал, насколько федеральный антимнополийный осужден. Да. Точнее, просто снизить акциз и уйти в рынок. Его можно, чтобы он был плавающий. То есть, если цены высокие на внешнем рынке и компании получают сверхприбыль, ну, как считает правительство, поднимайте акциз. Если компанию в убытках, ну, обнуляйте его, это же можно сделать. Это будет, по крайней мере, просчитываться. И тогда компании, и Винки, и даже такие маленькие компании, как моя, они смогут прогнозировать там ситуацию, ну, на полгода, на год. Это уже лучше, чем... Сейчас вот сидишь и смотришь, вот закончится коронавирус, когда он закончится, когда спрос пойдет, когда повысится цены на нефть, будет ли соглашение там по ОПЕК+. Ну, меня-то не должно касаться. А вас это сейчас касается, вот, по крайней мере, вы сказали, будет коронавирус, не будет, но как-то на потребление, на спрос влияется эпидемиологическая ситуация, что ли? Вы фиксируете вот серьезные изменения в вашем бизнесе из-за коронавируса? Ну, косвенно. Косвенно. А в чем они заключаются? В принципе, Москва работает, несмотря на карантин, на экстренные меры. Ну, просто меняется баланс спроса предложения. Вот сейчас компаниям совершенно некуда продавать авиационный керосин. Ну, вообще некуда. Да, да, да. А авиационный керосин, это, он делается из, ну, то есть, либо делаешь больше авиационного керосина, либо делаешь больше дистоплива. Ну, то есть, такой взаимозаменяемый субститут, ну, в некоторой степени. Вот, и поэтому сейчас на рынке переизбыток, там, керосина, вот, он скоро уйдет, там, в дистопливо, ну, компания будет меньше его делать, просто производственный план. Дистопливо станет, там, больше, и вот так после, ну, на нас влияет. Понял, понял, да, да, понятно. Все, действительно влияет коронавирус вот таким способом? Есть еще какой-то? Ну, вот, активного влияния точно сейчас пока в стране нет, да, то есть, чтобы люди дома сидят, то есть, это пока не началось, но очень вероятно начнется. А что касается внешнего влияния, влияние на ожидания и, как следствие, влияние на тенденции на биржевых площадках, это, безусловно, происходит. На биржевых, да, понятно. А сейчас на связи с нами из нашей студии в отеле «Арарат Парк Айт» находится главный экономист компании «Выгон Консалтинг» Сергей Ежок. Сергей, я вас приветствую, надеюсь, слышали, о чем мы говорили. Согласны с коллегами относительно прогнозов, что вообще происходит на рынке топлива сейчас в России в целом, по регионам, может быть, стоит ли где-то все-таки ждать роста? И как вы оцениваете работу механизма под звучным названием «Демпфер»? Да, здравствуйте. Но я хотел, прежде всего, сказать, что я совершенно согласен с экспертами в части прогноза, потому что правительство, если оно уже смогло удержать и приложило очень большие усилия, чтобы цены не росли, когда у нас цена на нефть росла, и, собственно, известный был кризис в 2018 году, то уж, конечно, когда цена упала, то есть разговора о том, что цены вырастут, не будет. И если вдруг сегодняшние механизмы там как-то неправильно будут работать, то, значит, мы ожидаем, что правительство их подкорректирует. Теперь, что касается вот «Демпфера», потому что это действительно, если цены удержатся вот на таком низком уровне, о чем мы, конечно, все надеемся, что все-таки это не навсегда, но, тем не менее, если вот цена будет на уровне вчерашнем, то «Демпфер» будет 8 тысяч рублей, например, на бензин, что совершенно меняет кардинальную ситуацию, потому что там есть такой нюанс. Дело в том, что в «Демпфере» в самом заложен тоже рост, то есть «Демпфер» вырос там на 2,5 рубля, грубо говоря, там на литр, если так грубо переводить. Он значительно увеличивался, цена отсечения по отношению к которому она считается. И, соответственно, когда у нас мировая цена проваливается, то компании за счет того, что удерживается внутренняя цена на определенном уровне, они эту премию, которая у них образуется, они практически, ну, можно сказать, что на 65% выплачивают государству. И это будут просто огромные выплаты, и если это будет продолжаться, то можно ожидать, что этот вопрос будет, так сказать, очень активно обсуждаться, потому что там очень связанный этот вопрос, одновременно с падением цены же проседает имажа переработки. И вот, ну, если говорить о предыдущей периоде, то она как раз компенсировалась, ну, вот падение вот этой субсидии, оно всегда компенсировалось ростом премий внутреннего рынка. Сейчас же эти премии практически, ну, в значительной степени ликвизируются государством. И как будет развиваться дальше ситуация, я бы вот смотрел с этой позиции. Если же говорить про розничные цены, то тут им, ну, я согласен, действительно ничего не угрожает, у нас нет тут, не ожидается ни взрывного роста, ни, собственно говоря, каких-то таких явлений, которые могли бы привести к росту цены. А что касается падения, то вот фактор демпфера, он, если мы говорим о какой-то более-менее среднесрочной перспективе, ну, в ближайшее время, то он определенно отыграет. То есть он просто даже не останется места для этого падения. Мы смотрели, вот, как может все измениться. У нас, в общем-то, диапазон-то очень маленький, в котором цена может упасть, потому что демпфер, если, ну, важно понимать, как работает механизм, потому что механизм демпфера фактически привязан к розничной цене. То есть если мы берем оптовый рынок, он работает по определенным порыночным законам, демпфер, он привязан к некоторой цене, которая исходит из того, как правительство видит цену розницы, там, с учетом инфляции. И, соответственно, когда цена мировая проваливается, то, ну, европейская, то демпфер, он забирает эту разницу в значительной степени. И поэтому каких-то больших колебаний относительно вот этого установленного правительственного уровня, оно, в принципе, не должно быть. Сергей, вы сказали, как правительство видит розничную цену, а вы согласны с Павлом относительно того, что у нас фактически ручное регулирование, государственное регулирование розничных цен на топливо? И вот Павел обранил слово «проблема», мы сейчас попытаем его на тему того, какие он видит отсюда проблемы, но вы что скажете? Ну, я должен сказать, что действительно, фактически это есть, ну, во-первых, есть, собственно говоря, действовали соглашения, когда это напрямую было прописано. Сейчас это как бы нигде не, ну, вот так в нормативных документах не закреплено, но фактически, исходя из, так сказать, политики правительства, там, и президента, собственно говоря, который об этом говорил, у нас рост цены, он ограничен инфляцией. Ну, получается так, что если мы ограничиваем в одну сторону, мы не можем ограничить вверх и, соответственно, не ограничить вниз, потому что получится, что если, ну, предположим, там, гипотетически, вдруг у нас хлынул на рынок бензин, спроса вообще нет, ну, предположим, вдруг цена упала, да, потом же ей не дадут обратно вырасти. То есть, как бы, сама по себе вот так рынок устроен, что у нас стабильность, она в обе стороны, и вверх, и вниз. Ну, бывают там совсем какие-то фантастические, ну, сильные, очень сильные изменения баланса спроса и предложения, которые приводят к колебаниям, и, соответственно, и то, что у нас на рынке еще находятся все-таки независимые компании, там, и АЗС, это тоже в какой-то степени балансирует, то есть нет возможности слишком уж уйти вот от этих, от рыночных соотношений. Но, тем не менее, конечно, в целом, вот если говорить, если нет каких-то супербольших потрясений, то у нас розничная цена фактически, ну, такая вот более-менее стабильная. Тем более, у нас же большинство АЗС принадлежат вертикально интегрированным компаниям, которые реализуют, опять-таки, там, больше 70% там, условно говоря, объемов, и получается, что они такие, они, собственно говоря, устанавливают цену, и если, ну, и не, как бы, не в их интересах допускать тут какие-то колебания. Я понял, Сергей, то же самое хотел, какие вы проблемы? В самом начале программы, буквально прямо в первой речи сказали, что у нас после регулирования отсюда все проблемы. Все проблемы. Какие все проблемы? Как топливо, он предполагает наличие оптовых цен, розничных, да, то есть есть вся цепочка, правильно? В теории, да. Замечательно. Соответственно, если мы одну цену фиксируем, да, а по факту она зафиксирована, как мы тут все вместе определили, а другая цена у нас подчиняется рыночным ценам образованию, к чему это ведет? Это ведет к постоянному вот снижению маржинальности или к очень неустойчивой системе в случае, там, резкого роста, а когда рынок, резкий рост возможен, да, соответственно, образуются ценовые тиски, да, а учитывая еще налоговую политику государства, когда у нас налогов на внутренний рынок больше, и вот про демпфер правильно было сказано, то есть демпфер это такой, с одной стороны, это было искусство возможного, потому что ничего трогать нельзя, акции заповышать нельзя, и пришлось что-то изобретать, и спасибо, что он есть, и что он потом был там еще скорректирован. С другой стороны, сейчас он будет работать в другую сторону, учитывая падение доходности нефтяных компаний на внешних рынках, скорее всего, мы увидим развернутые баталии по поводу демпфера, что он как бы начал где-то доработать, и... В очередной раз ужинный. Ну все-таки это что, прям, так критически сказывается на марже вертикально интегрированных компаний? Маржа вертикально интегрированных компаний считается по вертикально интегрированному холдингу. Ну, по всему, по всему вертикалю. То есть, и неправильно, и нельзя считать, там, эффективность в целом, да, то есть, когда одно направление у тебя несет постоянные убытки, но ты за счет этого по те... Какие у нас направления несут постоянные убытки? Ну, розница и переработка долгая... Убыточная, увинка. Очень часто. Действительно так, да? Зачастую, насколько это серьезная проблема для вертикально интегрированных компаний? Ну, убытки, это всегда серьезная проблема. Понятно, да. Это практически систематический вопрос. Ситуация в том, что нефтяные компании имеют возможность эти убытки перекладывать в доходные звенницы и тем самым налоговую нагрузку корректируют, понимаете? И в целом по холдингу все хорошо, потому что есть добыча, где были хорошие прибыли. Все-таки, как бы, в каком будет... Стоит ждать пересмотра какого-то механизма демпфера? Что говорят об этом компании участники рынка сейчас? Я думаю, будет. Потому что винки платят сейчас гигантские деньги в бюджет. То есть у них отрицательный этот демпфер. Ну и кроме бюджета от этой ситуации никто не выигрывает. То есть потребитель получает в итоге товар дороже. Компании с этого, чем могли бы, компании с этого ничего не зарабатывают, хотя они продают на внутренний рынок товар дороже, чем на экспорт. Но всю эту разницу забирается в виде демпфера отрицательного. Если бы система была там, как в Европе, где эти оптовые и розничные цены, ну они практически параллельны с небольшим ладом, ну было проще все понятнее, проще и удобнее. Но у нас же другая структура стоимости просто топлива, насколько я понимаю, чем в Европе. Она складывается иначе. Ну у нас налоговая. Налоговая, разумеется, да. Как в Европе не очень. Нет, смотрите, все равно у нас структура стоимости, стоимость зависит от внешних кондировок, от экспортной альтернативы. Потому что нефтяная компания, производитель, она имеет выбор. То есть от хотелок, от хотелок, производитель? Если это рыночная, ну как бы компания должна быть эффективной и зарабатывать больше, правильно? Это как бы суть компании, любой. Вот, соответственно, даже социально активной, да? Социально ответственной, да. Поэтому экспортная альтернатива, нетбэк, это всегда мерило, это основное мерило нашего внутреннего рынка сейчас. А дальше разница между внутренним рынком и экспортной альтернативой корректируется налоговым режимом. И если нужно, спустить цены вниз у нас внутри страны, это вполне возможно, более чем возможно. И это в силах правительства Российской Федерации. Надо это понимать. То есть тот уровень цен, который есть, заслуга, это заслуга нашего правительства. Я понял. Сергей, возвращайтесь к нам. Вы согласны с Юрием относительно того, что потребитель сейчас платит за топливо больше, чем мог бы платить, во многом благодаря, собственно, Демпферу? То есть мы, получается, платим за стабильность просто большую стоимость литра? Ну, вы знаете, тут такой вопрос. Но с другой стороны, Акциз у нас все равно больше Демпфера. Тем более по поводу Демпфера я должен сделать уточнение, что пока он еще не достиг этих гигантских значений, что это будет только если вот эта цена установится на низком уровне, тогда, соответственно, Демпфер будет вот такой гигантский. Сейчас он пока, так сказать, ну, предыдущие два месяца, он такой был, он частичь в январе вообще там был еще, компаниям доплачивали за то, что они продают дешевле. Ну, в феврале он уже там перешел ноль, но, соответственно, все равно сейчас пока еще он не достиг этих критической отметки. И я бы не стал бы упираться вот именно в Демпфер, потому что у нас же действительно, правильно говоря, у нас уравнение там из нескольких неизвестных. У нас получилась такая сложная система регулирования, которая складывалась там долгие годы, потому что есть, с одной стороны, субсидирование переработки, с другой стороны, есть огромный акциз, который у нас за 10 лет вырос фактически, ну, то есть у нас были маленькие акцизы, сейчас у нас, в общем, такое-то, ну, ниже, чем в Европе, слава богу, но, тем не менее, по сравнению с Америкой, скажем, уже выше. То есть у нас вот такая сложная система, и говорить вот именно в один демпфер упираться, я бы не стал, потому что государство, в конце концов, устанавливает эту цену, она, ну, я не знаю, вот если говорить про московские такие ощущения, то есть она находится на таком, на понятном уровне, то есть она не такая высокая, как в Европе, да, ну, и не совсем демпингованная, как в некоторых там нефтепроизводящих странах. И, в конце концов, вопрос должен быть о том, какая вообще должна быть цена на бензин, то есть должна ли она действительно быть низкой, потому что низкая цена, это тоже, она стимулирует, там, избыточное, ну, энергонееффективное, так сказать, решение. Вопрос нужно говорить о том, какая вообще, как правительство хочет устанавливать цену. Сейчас мы видим, что, в общем, и в правительстве, и в целом какое-то вот понимание, что вот такая стабильная цена, это удобно, и вот если говорить там про зарубежные страны, то вот в Америке, например, известно, что люди, если разговаривают, они там каждый там говорят, ой, там на два цента бензина, там заголовок вырос, давай там, какой ужас, давай там это обсуждать. А у нас цена стабильная, то есть, в общем, как бы все к этому привыкли, я думаю, что в ближайшее время вряд ли от этой политики будет происходить отход. Хотя, конечно, вот именно чисто рыночное регулирование, рыночная модель, которая без всяких таких вот механизмов, она действительно в других странах действует, но я думаю, что у нас в ближайшее время такого не будет. То есть, у нас будет поддерживаться эта политика, фиксированную более-менее рочных цен. Спасибо, Сергей. Не знаю, часто езжу по регионам, обсуждают стоимость на бензин, и фиксируют минимальные изменения, особенно вверх, разумеется. Спасибо большое. Сергей Ежов, главный экономист компании Выгон Консалтинг, был на связи с нами. Была еще достаточно интересная цифра, что в 25 регионах был зафиксирован рост стоимости бензина, не критический, никакого скачка, но зафиксировано. Это, конечно, касается, как правило, Дальнего Востока. То есть, региональные особенности каковы? Страна огромная, да, переработка тоже, как бы, так скажем так, неоднородна. Что происходит за исключением центрального региона, где много заводов, много нефтебазов, все стабильно. Что происходит там? Вот эти 25 регионов... У нас неравномерность производства. Неравномерность производства. Понимаете, у нас в Советском Союзе строилась плановая экономика. Все заводы, кроме единичных заводов, которые у нас сейчас есть, это заводы, которые были построены еще в советскую эпоху. И тогда не было задачи ставить заводы рядом, чтобы они конкурировали между собой. Поэтому строились заводы, которые закрывают регион. И получилось, что у нас центральный регион все-таки более-менее конкурентный, потому что есть разные компании, достаточно много заводов и короткое транспортное плечо, которое проходит. Соответственно, здесь баланс спроса и предложения, он находится на нормальном уровне. Так все-таки баланс спроса и предложения, не плановая экономика. Нет, по ценам, конечно. Мы все-таки... Оптовый рынок у нас работает в рыночных реалиях. Да, там часто в палочных реалиях, но тем не менее, в рыночных реалиях, надо понимать, это безусловно. Вот. Но мы говорим, что в центральном федеральном округе, к примеру, есть конкуренция в центральной части России. А вот что касается Дальнего Востока, там, в Западной Сибири, там заводов мало и объема производства не хватает. А транспортные плечи сумасшедшие. А в условиях... Нужно же цену установить как в средней по стране, да, розничную. И в условиях такого ценообразования, конечно, там оптовая цена космическая, а розничную цену держать любой ценой. И там ситуация очень часто бывает, когда оптовые цены превышают розничные. Поэтому вертикальных компаний там, в отличие от центральных округов, их значительно меньше, их присутствие. Поэтому это очень проблемные регионы. И сейчас нужно как раз заниматься тем, что развивать инфраструктуру. У нас большая проблема с инфраструктурой. Сегодня вот эта гипотеза, топливная инфраструктура должна работать на минималках, да, на минимальных, но не везде оправдано развитие сопутствующих сервисов. Вот Дальний Восток, там какие-то сельские заправки, но там не до сопутствующих сервисов. Понятно, да, там совсем неправильно. В столище, вы согласны, во-первых, что у нас в центральном регионе происходит? Какие изменения в последнее время надо знать? Что у нас с независимыми игроками вообще? Ну вот хотя бы вокруг Москвы. Ну, количество, я согласен полностью с позицией. Потому что, к примеру, до Хакасии доехать, Сомска, там тариф будет, ну, тысяч 6 на тонну. Вот. А 6 тысяч – это вся наценка максимальная АЗС. То есть, если заплатить этот тариф, то будет в лучшем случае ноль. Минус постоянные издержки – вот те и убытки. Ну, вот мы об убытках до этого разговаривали. Значит, в столичном регионе количество независимых сетей АЗС сокращается. Вот. Вот в прошлом году разорилась одна крупная сеть, ну, достаточно крупная. Вот. Судьба их, в общем, не определена. Но те, кто остались на рынке, вот, их позиция улучшается. То есть, ну, грубо говоря, если ты умеешь работать, умеешь управлять запасами и своей инфраструктурой, вкладываешь туда деньги, вот, то ты выживешь. Вот. Если не вкладываешь и не умеешь, то, соответственно, обанкротишься. Время не самое простое. Нужно как-то крутиться. Ну, что ж, на это оптимистично. Относительно ноте будем заканчивать. Увы, время. Юрий Федоров, директор сети АЗС GT Ultima, директор Сербховской нефтебазы. Павел Баженов, президент независимого топливного союза. На РБК продолжается деловой день. Не переключайтесь. Индустрия 4.0. Новый ютуб-канал РБК о том, как технологии меняют нашу жизнь. Какие устройства-алгоритмы начинают диктовать нам свои правила уже сейчас. А какие умеют спасать от болезней и смертельных вирусов. Станут ли роботы нашими помощниками или нам придется работать на них? Смотрите Индустрию 4.0 на Ютубе, на телеканале РБК и на сайте РБК Тренды. И подписывайтесь. Мы покажем, как найти свое место в новом времени. Времени машин. Минуточку. Опять. Я точно знаю, что делать. Для устранения проблем с мочеиспусканием при хроническом простатесе и аденоме простаты был создан простамол Уна. Опять? Минуточку. Не могу ждать до вечера. Простамол Уна. Просто будь мужчиной. А мы точно можем себе это позволить? Всегда говори себе с потребительским кредитом от банка «Уралсип». Кстати, по очень выгодной ставке от 6,9% годовых. Путь к цели бывает непростым. С новым Киа Селтас. Вы смело смотрите вперед. Он меняет представление о кроссоверах. Новый Киа Селтас. Смелей. В ГУП охрана Росквардии. Военизированная и пультовая охрана. Монтаж и техническое обслуживание. Безопасность имущества при его транспортировке. Отлично подготовленный персонал. В ГУП охрана Росквардии. Качество, надежность, безопасность. Мам, пожалуйста, пожалуйста. Давай его возьмем. Он не будет грызть твои туфли. Ой, а разговоров-то было. Вы договоритесь. Мы сделали общение с близкими бесплатным. Тарифы близкие люди. Подключайтесь и звоните друг другу безлимитно. Билайн. Живи на яркой стороне. Что такое день мачо? Это возможность умножить эмоции от игры, сделав ставку у генерального партнера российской премьер-лиги. Букмитерской компании Лига Ставок. Для устранения проблем с мочеиспусканием при хроническом простоте и аденоме простаты был создан Простамол Уна. Минуточку. Не могу ждать до вечера. Простамол Уна. Просто будь мужчиной. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Корректор 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 А.Кулакова Со среды 18 марта Россия ограничивает въезд иностранцев и лиц без гражданства. Мера будет действовать до 1 мая, сообщает правительство. Ограничения не коснутся сотрудников дипломатических представительств, водителей грузовиков, экипажей воздушных и морских судов, бригад международных поездов, транзитных авиапассажиров и тех, кто постоянно проживает в России. В страну также смогут приехать обладатели обыкновенных частных виз, выданных в связи со смертью близкого родственника. Принимаемые меры, вызванные особыми обстоятельствами, носят временный характер и соответствуют рекомендациям ВОЗ, подчеркнули в правительстве. Решение об объявлении в России режима чрезвычайной ситуации в связи с коронавирусом не принималось, заявили сегодня в Кремле. За сутки в России зафиксировано 30 новых случаев коронавирусной инфекции, 20 из них в Москве. Общее число выявленных в стране случаев заражения – 93 человека, 86 из которых завозные, остальные – контактные. Для оперативного информирования населения Кабмин запустит сайт «Стоп. Коронавирус. РФ». Сергей Собянин объявил о дополнительных ограничительных мерах в Москве. Запрещены любые мероприятия с участием более 50 человек. Режим свободного посещения распространяется на госучреждения дополнительного образования и спортивной школы. С 21 марта по 12 апреля закрываются государственные общеобразовательные школы. Режим двухнедельной самоизоляции распространяется на тех, кто вернулся из США, Великобритании, государств Европейского Союза, Украины, Белоруссии и всех стран Европы, не входящих в ЕС. Людям старшего возраста рекомендовано максимально ограничить контакты с внешним миром и без необходимости не покидать квартиру. В наземном транспорте временно отменяется продажа билетов водителями в салонах транспортных средств. С сегодняшнего дня в России также отменяются все международные спортивные мероприятия. Решение принял Минспорт. Также ограничивается проведение всех внутренних соревнований, если они не проходят как контрольные или отборочные к летней Олимпиаде в Токио. А Минкультуры рекомендовала подведомственным учреждениям временно ограничить проведение массовых мероприятий. Кроме того, иностранцам временно запретили посещать российские учреждения культуры. Российские фондовые индексы за день потеряли более 2%. На фоне общемирового бегства из рисковых активов из-за коронавируса индекс Мосбиржи днем обновил минимум с июня 2018 года. Долларовый индекс РТС с августа 2016. Из-за дешевящей нефти курс доллара в моменте поднимался почти до 75,5 рублей. Европейская валюта выше 84. Кризиса в российской экономике нет, заявил первый вице-премьер Андрей Белаусов. Но страна, по его словам, в специфическом положении из-за падения цен на нефть, нестабильности на рынках и сокращения традиционных рынков сбыта. Те механизмы, которые применяют ведущие страны мира, а именно накачка спроса, для нас сегодня применять рискованно, поскольку рынки пока не стабилизированы. И мы можем получить вместо стабилизации обратный эффект, девальвационный эффект, резкое ослабление курса рубля, прежде всего с негативными социальными последствиями. По словам Белаусова, Кабмин создаст финансовый резерв в 300 миллиардов рублей, обновит перечень системообразующих предприятий. Кабмин планирует ввести форс-мажор по госзакупкам и возврату валютной выручки и поддержать авиаперевозки, туризм, строительство. Сворачивать кредиты для пострадавших отрасли недопустимо, подчеркнул Белаусов. Кабмин проведет работу с ЦБ. Для малого и среднего бизнеса введут мораторий на проведение проверок. Конституционный суд признал законной поправку в Конституцию и процедуру ее принятия. Соответствующее заключение публиковано на сайте суда. Оно окончательное и не подлежит обжалованию, отмечается в документе. Решение 1998 года по ограничению сроков для президента Бориса Ельцина не опровергает поправку об обнулении сроков Владимира Путина, а подтверждает ее возможность. Право занимать пост президента более двух сроков может возникнуть только при поддержке народа. Закон о поправке в основной закон рассматривали 14 судей КС из 15. Судья Константин Ароновский среди авторов заключения не значится. Высказывания Ароновского ранее получили широкий общественный резонанс. В частности, он утверждал, что Россия не должна считаться правоприемницей СССР. На прошлой неделе Госдума приняла закон о поправке в Конституцию, которая, в числе прочего, позволяет президенту Владимиру Путину участвовать в новых выборах главы государства. Закон о проектах был направлен на экспертизу в КС. Общероссийское голосование по изменению Конституции запланировано на 22 апреля. Поправка вступит в силу, если ее поддержат более половины проголосовавших. Что такое день матча? Это возможность умножить эмоции от игры, сделав ставку у генерального партнера российской премьер-лиги, букмекерской компании «Лига Ставок». Самое время поговорить о спорте. В студии Егор Белов. Здравствуйте. Спонсор этого выпуска – букмекерская компания «Лига Ставок». Отмены, переносы, приостановки. Коронавирус продолжает разрушать календарь спортивных событий по всему миру. В Москве до 10 апреля запрещены все массовые спортивные мероприятия. Ограничение ввел мэр столицы Сергей Собянин. Эта мера затронет в том числе матчи московских клубов в российской премьер-лиге, футбольной национальной лиге, а также игры столичных хоккейных команд в КХЛ. С 16 марта Министерство спорта России отменяет все международные соревнования на территории страны. Сегодня хоккейный клуб «Борис» официально отказался от участия в плей-офф континентальной хоккейной лиге. Президент Республики Казахстан Касым Жамар Такаев ранее ввел чрезвычайное положение на территории страны и запрет на проведение спортивных мероприятий. Ранее от участия в плей-офф КХЛ отказался финский клуб «Йокерит». Перенесен чемпионат России по биатлону в Ханты-Мансийске. Турнир должен был стартовать 27 марта. По словам главы Союза биатлонистов России Владимира Драчева, соревнования разобьют на две части. Личные гонки могут пройти в ноябре, эстафеты в декабре. В Англии из-за вспышки коронавируса отменили церемонию открытия зала славы премьер-лиги. Сам турнир ранее был приостановлен. Но вот пока неизвестно, будет ли прерван розыгрыш российской футбольной премьер-лиги. Ближайший матч чемпионата между Сочи и Ростовом намечен на пятницу, 20 марта. Сочинцы выиграли три встречи подряд с общим счетом 9-1 и покинули зону вылета. Ростов идет в группе лидеров на четвертой строчке. Букмейкерская компания Лига Ставок не выделяет явного фаворита этого поединка. Чуть больше шансов на успех у ростовчан. Коэффициенты Лиги Ставок на их победу 2.60 и 2.85 на успех в Сочи. Ну а самый высокий коэффициент на ничью 3.25. Быстрее, выше, дороже. Английский Ливерпуль возглавил рейтинг футбольных клубов самыми дорогими составами. Данные представил исследовательский центр CIS Football Observatory. Учитывались данные команд из пяти ведущих европейских лиг. Английской, испанской, немецкой, итальянской и французской. Источник посчитал стоимость 20 самых дорогих футболистов каждого клуба. У Ливерпуля эта цифра составила миллиард 400 миллионов евро. На втором месте еще одна английская команда Манчестер Сити. Они отстают от мерсесайцев на 44 миллиона евро. На третьем Барселона. Далее располагаются Реал, Челси и Манчестер Юнайтед. У всех этих клубов общая трансферная стоимость игроков превышает миллиард евро. Действующему чемпиону мира по боксу в супертяжелом весе Тайсону Фьюри грозит восьмилетняя дисквалификация из-за допинга, пишет издание Guardian. По данным источника, британское антидопинговое агентство открыло второе расследование из-за двух проваленных тестов самого Фьюри и его двоюродного брата Хьюи. В 2015 году анализы боксеров показали наличие у них в крови запрещенного препарата Нандролона. Тайсон Фьюри тогда заявил, что эта субстанция попала в его организм через мясо дикого кабана. Британские СМИ ранее сообщали, что один из членов команды Фьюри предлагал 30 тысяч долларов фермеру из графства Ланкашир за помощь в сокрытии факта употребления допинга спортсменами. Промоутер чемпиона мира назвал эту информацию, цитирую, чушью. Ну что ж, пока это все о наиболее заметных спортивных событиях дня. Еще больше информации в нашем официальном сайте, его адрес вы хорошо знаете, rbc.ru в разделе «Спорт». Я Егор Белов, оставайтесь на РБК и будьте в форме. Что такое день матча? Это возможность умножить эмоции от игры, сделав ставку у генерального партнера российской премьер-лиги букметерской компании «Лига Ставок». На РБК продолжается деловой день. Меня зовут Кирилл Токарев. И, разумеется, продолжаем говорить о коронавирусе. Эпидемия переросла в пандемию, но тут есть две новости. Это точно не конец. Это хорошее, плохое – это только начало. И свой удар по мировой экономике вирус уже нанес. Обваливаются рынки, сворачивается торговля, меняется поведение людей как в быту, так и на работе. И какова вероятность глобальной рецессии масштабного кризиса? Обсуждаем сегодня. Так, вирус, попадая в организм человека, перепрограммирует ДНК, что и провоцирует болезнь. Примерно то же самое сейчас и с экономикой. Вот как описывает этот механизм в исследовании коронавируса экономическая политика Мартин Вольф из Венского университета и Лука Форнара из университета Помпео-Фабра. Отличие от обычных экономических кризисов, эпидемии первым делом бьют по спросу, а не по предложению. Когда предприятия закрываются на карантин, производство товаров сокращается независимо от того, нужны они покупателю или нет. Возрастает риск банкротств, поскольку компании не могут вовремя расплатиться по кредитам. Но к шоку предложения добавляется еще и шок спроса, поскольку потребители тоже вынуждены менять привычный уклад. Меньше покупают, меньше путешествуют, ну и теряют часть доходов из-за вынужденных отпусков на карантин. Недополученная прибыль имеет место быть. Спрос падает, предприятия сокращают инвестиции. Чем больше закручивается эта спираль, тем больше вероятность стагнации. Как на эту ситуацию реагируют финансовые рынки, описывая директор департамента денежно-кредитных систем и рынков капитала МВФ Тоби Асадриан, по его мнению, главная угроза экономическому росту и финансовой стабильности – рост неопределенности. В последние недели произошло значительное ужесточение финансовых условий, а это означает, что компании сталкиваются с более высокой стоимостью финансирования, когда они привлекают средства на фондовых рынках и рынках облигаций. Подобное внезапное и резкое ужесточение финансовых условий действует как тормоз для экономики. Компании откладывают инвестиционные решения, а люди откладывают расходы на потребление, поскольку они чувствуют себя менее финансово защищенными. Что дальше будет происходить в мировой экономике, какова вероятность рецессии, некоторые сценарии и прогнозы в нашем коротком обзоре. Главные алармисты сейчас – это аналитики, которые предсказали кризис 2008 года, так Джесси Коломбо. В комментарии для Independent утверждает, глобальная экономика давно идет к рецессии, а коронавирус – лишь спусковой крючок нового кризиса. Еще прошлым летом этот аналитик говорил о пузырях более чем на 20 рынках. На рынке европейской недвижимости, американских ценных бумаг, кредитов, стартапов, корпоративных долгов лопнуть эти пузыри могут в любой момент. Один из крупнейших пузырей образовался в Китае, и надувался он в основном за счет расходов на инфраструктуру. Еще один известный прогнозист Нуэль Рубини в колонке для Financial On Times заявил, что надежда на восстановление экономики Китая по V-образной модели – это когда после резкого спада следует такой же резкий рост – абсурдно. Падение производства в стране даже на 2% в первом квартале за год даст сокращение уже на 8%. И еще до начала нынешней трубулентности китайская экономика росла более 6% в год. И сейчас верить, что она способна расти на 4% за квартал – героически оптимистично, считает Рубини. О глобальной рецессии в своих прогнозах говорят и международные организации. Так аналитики конференции по торговле и развитию при Генассамблее ООН Юнктад полагают, что пандемия не позволит мировому ВВП вырасти больше, чем на 2%, а ущерб составит триллион долларов. При сценарии судного дня, если в Китае будет повторная вспышка, потери вырастут вдвое. ОСР в своем худшем сценарии оценивает рост в 1,5%. Ухудшились ожидания и у аналитиков инвестбанков, так по прогнозам Джейпи Морган. ВВП США может упасть на 2% в первом квартале и на 3% во втором. Примерно в том же диапазоне ожидается торможение и экономики еврозоны. В UBS прогнозируют спад в первом квартале на 1,9% в глобальном масштабе. В Морган Стэнли, впрочем, считают, что пока рано сгущать краски. Надежды возлагаются на помощь со стороны центробанков и правительств, которые вольют в экономику много дешевых денег. Согласно базовому прогнозу, пик заболеваемости будет пройден в апреле-май. При худшем сценарии растянется до третьего квартала. Но фундаментальных угроз циклу роста нет. Когда нервы успокоятся и деловая активность возобновится, неудовлетворенный спрос может стимулировать экономический рост, полагает директор по инвестициям Морган Стэнли Лиза Шалетт. А вот что предлагают власти, центробанки и международные фонды. Общий объем средств, которые они направят на поддержку экономики, составляет почти триллион долларов или процент глобального ВВП. Это расчеты издания «Иконс», которые ведут сотрудники Банка России. Из этих денег почти 300 миллиардов долларов. Прямые фискальные стимулы, чуть более 600 миллиардов поддержка от центробанков, которые смягчают денежную политику, требования к резервам банков, а также дают рынкам больше ликвидности. Помимо прямого финансирования, есть и косвенные, разумеется, меры поддержки. Это отсрочка по уплате налогов. В частности, в Исландии ипотечные каникулы под гарантией бюджетного фонда в Италии. Заморозка выплат по кредитам под госгарантии. Такая мера сейчас обсуждается в Корватии. Ну а Федеральная резервная система США в рамках борьбы с коронавирусом снизила ключевую ставку почти до ноля. Целевой диапазон в пределах от ноля, собственно, до 0,25%. Продолжительность глобального кризиса будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация с коронавирусом в Китае и США, считает профессор Ранхикс Константин Корещенко. Мне кажется, для того, чтобы оценить, сколько это все продлится, нужно посмотреть, по сути, только на два процесса. Один процесс, насколько быстро будет восстанавливаться производство в Китае. И второе, насколько низко упадет и как быстро восстановится потребление в Соединенных Штатах. По большому счету, важность других стран я не недооцениваю, но, тем не менее, это два двигателя, два локомотива, которые за собой тащат все остальные процессы в экономике. Учитывая то, что Китай уже в каком-то смысле восстановился, я имею это, по крайней мере, психологически, организационно, а у Соединенных Штатов, прежде всего, у президента Трампа нет вариантов, кроме как сделать все возможное, чтобы к середине лета, когда начнется самый разгар президентской кампании, ситуация успокоилась. Я думаю, что эта фаза, которую мы сейчас наблюдаем, она где-то к лету завершится. А вот тот пресловутый кризис, о котором всем очень много и очень долго говорят, как не представляется. Это тоже вопрос, наверное, следующего года, после того, как завершатся выборы в Соединенных Штатах. Российское правительство, разумеется, также разработало свой антикризисный план. С документом ознакомились ведомости. Предполагается создание фондов в 300 миллиардов рублей. Деньги в него поступят, в том числе, за счет оптимизации бюджетных расходов. Поддержать обещают бизнес и граждан. Последние получат компенсацию доходов за счет работодателей, если вынуждены уйти на карантин. Больничные собираются выдавать дистанционно. Премьер поручил оперативно принять законопроект, который разрешает онлайн-продажу безрецептурных лекарств и их доставку. Авиакомпании Туроторсель могут рассчитывать на налоговые каникулы. Госкомпании получат отсрочку до полугода по выплате дивидендов. Для малых и средних предприятий увеличат объем предоставляемых субсидий, а регионам обещают бюджетные кредиты. На совещании с вице-премьерами в понедельник Михаил Мишустин также обратился к бизнесу. Премьер призвал поучаствовать в борьбе с распространением коронавируса крупные корпорации. Борьба с пандемией – это задача не только государственных структур, но и всего общества, в том числе и ответственного бизнеса. Прошу крупные корпорации включить все свои ресурсы для противостояния распространению коронавирусной инфекции, в координации со штабом принять комплексные меры по обеспечению бесперебойного функционирования предприятий и защите собственных работников от коронавируса. А также направить предложения по участию бизнеса в реализации действий правительства и региональных администраций в борьбе с вирусом. Ну что ж, какими будут последствия для экономики мировой и российской, об этом поговорим с нашими гостями. У нас в студии сегодня главный экономист, руководитель Центра макроэкономического анализа «Альфа-банка» Наталья Орлова. Наталья, приветствую вас. И директор финансового центра «Сколков Рэш» Олег Шибанов. Олег Тагов, приветствую. Благодарю вас, что нашли в себе смелость, приехали, не убоялись вируса, но у нас, видите, температуру на входе меряют, большая часть холдинга работает на удаленке, как и многие бизнесы. Давайте начнем, наверное, с самого главного. Я не знаю, считается это, не считается, или, может быть, впечатление того, что происходит, собственно. Можем ли мы говорить, что мир стоит накануне или уже существует внутри такого глобального, серьезного, взрослого кризиса, каким был, например, кризис «Апрайма» в 2008 году, кризис доткомов, когда пострадали все. Или ситуация пока не настолько тяжелая, потому что самые разные прогнозы сейчас есть. Наталья, что скажешь? Мне кажется, разница все-таки в том, что в 2008 году мы имели дело с экономическим кризисом, а сейчас все-таки вот эта компонента эпидемии, она, конечно, вносит свои коррективы. И я хочу сказать, что еще, наверное, несколько недель назад количество экспертов, которые серьезно оценили вероятность рецессии к глобальному кризису, было очень небольшое. Сейчас фактически это становится консенсусом. И этот кризис очень быстрый по сравнению с кризисом 2008 года. По масштабу, ну, я думаю, что, конечно, сейчас мы уже можем сопоставлять, но по глубине пока очень сложно что-то сказать. Согласны с такой точкой зрения? Вполне. И я бы добавил, что если мы смотрим на какие-то индикаторы, то у нас есть, собственно, производство в Китае и многие другие индикаторы по Китаю, которые совершенно не 2008 года, а гораздо хуже. То есть в этом плане ситуация может выйти из-под контроля довольно быстро. Но я надеюсь, что вот некоторые шаги, которые начинают предприниматься, в том числе и у нас, они помогут все-таки это купировать. А какие шаги наиболее эффективны, на ваш взгляд, сейчас? Да вот, понимаете, правильное движение... Пока просто заливают, да, деньгами. На мой взгляд, понимаете, когда это шок-предложение, как вы прекрасно описали, здесь особо ничего не сделаешь. Здесь надо все оценитоизировать, да, то есть дезинфицировать. Дезинфицировать. А, вот видите. Дезинфицировать. Дезинфицировать. Прекрасное слово. Вот. И только после этого что-то произойдет, потому что это разрыв цепочек производства, это невозможность поставки многих комплектующих. И, собственно, без того, чтобы решать эту проблему, мы никуда не двинемся. Ну, Китай уже запустился. Все говорят о том, что Китай, в принципе, работает. Может быть, мы быстро сможем, не V-образно, да, но все-таки быстро восстановить эти цепочки и прочее. Мне кажется, проблема в том, с какой уровень мы будем запускаться. Мне кажется, все более-менее согласны. Ну, вот Китай, мы говорим, в марте уже восстанавливается. Наверное, Европа будет восстанавливаться там с лета. Или, может быть, там, наша экономика будет с лета восстанавливаться. Вопрос, с какой уровень. То есть, насколько сильно будет шок ближайших месяцев. В какой степени экономика будет остановлена. По Китаю цифры, которые выше, минус 14% почти динамика промо-производства за два месяца, минус, по-моему, 24% инвестиций за два месяца. Это очень серьезный шок, гораздо более существенный, чем рынки ждали. А Россия, насколько готова к этой ситуации? Насколько вот экономический блок, как он рапортовал, что у нас запасов хватает, всего хватает, мы пройдем не очень тяжело этот кризис? Мне кажется, для нас есть фактор плюс, что, действительно, если Китай уже начнет восстанавливаться, это окажет поддержку, например, для рынков энергоносителей, для России это будет подспорьем. Но, безусловно, с точки зрения такого V-образного, V-образной динамики, я думаю, что, конечно, для нас второй квартал, он сейчас представляется самым сложным. Но по итогам года что мы можем увидеть? Вы знаете, я пока думала бы, что мы все-таки по итогам года в плюсе можем остаться. Я бы рассчитывала так осторожно на 1% по итогам этого года. Ну, плюс неплохо. Согласна с плюсом? Что можем остаться? Я пока чуть меньше 1%, но, опять же, да, оцениваю, что российская экономика может остаться в плюсе, а вот некоторым другим может немножко меньше повезти. Ну, это мы потом поговорим. Давайте поговорим о самом, наверное, интересном. Все-таки каждый глобальный экономический кризис, глобальная рецессия, она приводила к существенным изменениям экономических моделей, политических, там, кризис миграционный. Это ведь тоже последствия 2008 года и всех этих историй. Какими могут быть последствия вот этого кризиса? Потому что очень можно посмеяться над концом, там, шеринг-экономия, да, но все-таки какие будут глобальные изменения? И кто наиболее сейчас уязвим? Какие модели, бизнесы, отрасли? Кому готовиться к самому сложному, Олег? Вот, вы знаете, мне кажется, что ситуация простая. Мы такие медицинские кризисы уже немножко видели, да, некоторое количество их в истории. И они не то чтобы приводили к радикальному изменению парадигмы. Я очень сомневаюсь, что вот этот конкретный вирус приведет к тому, что шеринговая экономика полностью исчезнет. Я пошутил, я пошутил. Нет, я понимаю абсолютно. Мне кажется, тут вопрос не бизнес-модели, а вопрос того, какой вес будут придавать разным отраслям экономики, включая, например, медицину. Насколько все-таки ее финансирование и ее более внимательное отношение государства, в том числе, к ней мы увидим после этого кризиса. То есть нам ждать существенного изменения моделей здравоохранения в ряде стран. Ну просто Италия... Вот, извините, я это скажу вслух. Лечение обнимашками – это совсем не то, что этот вирус подразумевал. То есть в этом плане, наверное, перестройка какая-то нас ждет. Но бизнес-модели, я, честно говоря, не уверен. Ну больше на удаленке будут работать, но это такое, как бы не сильно поменяет саму бизнес-модель компании. Понятно. Наталья, вы что скажете? Мне кажется, на самом деле, мы сейчас в момент этого кризиса тестируем совершенно новые технологии. Все-таки вот такой массовый переход на удаленку – это совершенно новая реальность. И, возможно, выходя из кризиса, мы обнаружим, что вообще у нас будет гораздо меньше потребности в офисах, может быть, у нас будет гораздо меньше потребности, не знаю, в брендовой одежде, потому что мы не будем ходить в офисе. Может быть, гораздо меньше потребности еще в каких-то индустриях. То есть, на мой взгляд, вот старые индустрии, которые были заточены на старую модель потребления, для них, конечно, этот кризис может стать шоком. Для новых каких-то бизнесов это может стать наоборот толчком к росту. А кто сейчас акции вверх потенциально, пока на дне, кого брать сейчас? Какие отрасли могут сейчас показать, какие компании? Мне кажется, это все, что связано с IT, это все, что связано с какой-то такой дистанционной жизнью. Даже онлайн обучение, онлайн образование, то есть какие-то сектора, это будет переход в новую реальность. Но я думаю, что безусловно, спрос на дистанционные услуги существенно вырастет. Я предлагаю дистанционно подключить еще одного коллегу на связи с нами. Насколько я понимаю, с карантина, можно сказать, находится ректор российской экономической школы Рубен Янколопов. Рубен, я вас приветствую. Не знаю, слышали, о чем мы говорили с коллегами? Да, да, добрый день. Рубен, можете прокомментировать. И, конечно, вот этот вопрос. Где вы ждете мы наиболее интересных, наиболее глубоких и серьезных изменений? В каких бизнесах, отраслях может быть? То же самое здравоохранение, да, там, ряда стран показало, ну, в общем-то, посредственные способности к погашению этого кризиса, этой эпидемии. Что будет происходить в мировой экономике в ближайшие годы? И, разумеется, конечно, хотелось бы ваш прогноз по этому кризису услышать. Да, ну, я согласен, на самом деле, с коллегами, что медицинский сектор, он, скорее всего, претерпит самые большие изменения в том смысле, что на него будет больше внимания обращаться. Хотя, на самом деле, если мы посмотрим, то основная проблема в странах, там, типа Италии, она была не из-за того, что там плохо устроена медицинская система, в смысле, там, оборудование и так далее, простые вещи. Там организационный был бардак, и меры были бы неправильно приняты, и несерьезно к этим отнеслись, и там, ну, и культурные особенности того, что дети сидят с бабушками и дедушками, которые, собственно говоря, потом оказываются в больнице. Поэтому там вот организационные изменения в медицинской секторе, скорее всего, будут достаточно существенные во многих странах. Удаленная работа, это мы увидим, на самом деле, потому что зависит от того, как от результатов такого масштабного и не вполне добровольного эксперимента, мы узнаем, насколько действительно у нас упадет эффективность, или не упадет, от того, что все переходят на онлайн. Такое общение и дистанционное. И здесь потенциально, если это будет удачный эксперимент, то вот эти вот отрасли, которые будут особенностью структуры давать для удаленного работы и там для доставки еды людям, сидящим на карантине и так далее. Вот эти вот сектора могут пойти вверх. Но на самом деле я тоже, я считаю, что прям радикального изменения экономической модели я бы не ожидал. Понятно, спасибо, спасибо, Рубен. Не покидайте нас, пожалуйста. Скажите, а вы знаете, меня что волнует? Вот помогают бизнесу, крупному, малому, среднему по всему миру. Я не хочу говорить там про госкапитализм, когда речь идет о западных странах. Но вот в нашем-то случае, то есть и без того колоссальная гравитация государства в экономике, она станет еще больше. Ну и в мире тоже, в принципе, поддерживают. Вот это как-то может поменять, повлиять на поведение компании, на вообще расстановку сил? Я так не считаю по очень простой причине. Кризис это как раз в то время, когда государство должно очень быстро действовать. И все вот эти вот наши накопленные резервы, все остальные замечательные вещи макроэкономические, которые мы фактически сделали для того, чтобы быть готовым к кризису, их и надо пытаться использовать в момент, когда кризис наступает. Поэтому, с моей точки зрения, здесь специфического перехода к госкапитализму и еще большего влияния к государственной экономике совершенно нет. Это стандартный рецепт. Еще там 1930-х годов хорошо можно обсуждать, когда конкретно он все-таки стал совсем стандартным. Но, тем не менее, почти новое кенсианство. Понятно. Мне кажется, угроза госкапитализма это вопрос, как мы выходим из кризиса. То есть, согласна абсолютно, что мы заходим на большой господдержке, дальше эта господдержка должна сворачиваться через какое-то время, чтобы экономика восстанавливалась. Собственно говоря, проблема, наверное, отчасти нашей экономики, что у нас господдержка ее трудно сворачивает. У нас действительно она имеет тенденцию потом пролонгироваться и пролонгироваться. Не только наши проблемы. В Великобритании, как национализировали ряд банков, мы все помним их имена, так они по-прежнему в государстве и находятся. То есть, в мире ничего подобного не наблюдаем. Это абсолютно нормальные действующие механизмы, которые на расклад сил никак не повлияют. Я боюсь, что повлиять может через то, как Центробанки, например, вынуждены будут еще более внимательно слушать, условно говоря, политиков. Потому что то, что происходит со ставками, это вообще говоря длинная история. Как она стала в 2009 году очень низкой, так с тех пор в Америке, например, она так и не повысилась. То же самое в Европе, то же самое в Японии. И это все история с попыткой деньгами лечить проблемы, которые совершенно не денежные. И мне кажется, вот это довольно существенный риск для будущего, может быть, кризиса. Наталья, мы с вами до эфира, я уже признаюсь, говорили об интересной штуке. Все говорят, и социологи, и экономисты в том числе, что на смену такой биполярной системы, что система глобальная, на смену глобализации приходит глокализация. В экономике та же самая история. И этот кризис может ускорить этот процесс, правильно я понимаю? Я думаю, что мы уже несколько лет назад вошли в фазу такой деглобализации. Мы это видели через риски торговых войн. И сейчас эпидемия, она как бы усиливает этот процесс. Но я думаю, что, безусловно, если брать исторические аналоги, мы похожи на 30-е годы, 1930-е, когда мир тоже, так сказать, раскалывался. Потому что такие проблемы страны лучше решают, когда они сами по себе, да, когда какие-то риски приходят извне. Конечно, многие страны закрываются, чтобы купировать проблемы. Это нормальная тоже реакция. Но, конечно, из-за этого мир, разрываются цепочки добавленной стоимости, разрывается, собственно, тот мир глобализации, который мы, наверное, строили последние 40 лет. Правильно я понимаю, что это, простите, вот за талебовщину, это антихрупкость наша российская, да? Мы же и так достаточно закрыты, не очень хорошо встроены в экономические, технологические цепочки. У нас импортозамещение и прочее. Я именно поэтому думаю, что мы можем на рост 1% претендовать в этом году. У меня вот чуть-чуть другое восприятие, потому что вы знаете, да, что мы торгуем по отношению к ВВП больше, чем Китай, да? То есть в этом плане, как бы, мы довольно-таки открытая экономика, гораздо больше, чем США, например, мы торгуем. Вот они как раз сильно похожи на закрытую экономику. И в этом плане я бы, наверное, все-таки поспорил, вот, как бы, насколько много комплектующих у нас возится из Китая, да, для того, чтобы производить, насколько много наши продажи нефти и газа влияют на то, что у нас внутри происходит. Поэтому, ой-ой-ой, насчет нашего, как бы, вот, антиглобализма и закрытости, я вот не уверен. Нет, нет, ни в коем, мы не закрыты, просто не настолько встроены. Мы, кстати, торгуем очень много сырьем, да? То есть мы торгуем много, но простыми, да, простыми товарами. Здесь тоже обратно. Обратно, да. Рубен, возвращайтесь к нам. Я не знаю, вы с кем согласны? То, что, собственно, в этом наша антихрупкость, готовы умения мобилизироваться, это замечательно, да? Или наоборот? Вот, собственно, ваши прогнозы относительно российской экономики. Как вы ее видите? Ну, она как будет стагнировать, так и будет стагнировать. Ну, мы вот сейчас серьезно обсуждаем, там, нолит или один процент. Ну, это примерно одно и то же. С какой-то точки зрения, в том смысле, что особой катастрофы мы не ожидаем, потому что мы действительно плохо встроены в сложные торговые цепочки. И вот проблемы с дезорганизацией этих цепочек, они нас меньше коснутся. В этом смысле я согласен с позицией, что мы здесь вот в этом антихрупкости и так далее. С другой стороны, конечно, мы очень сильно зависим от нескольких цен на энергоносители и на ресурсы. Поэтому в этом смысле мы, конечно, очень сильно зависим от того, насколько себя хорошо чувствует вся мировая экономика. И в этом смысле мы очень сильно зависим. И здесь никакой такой защиты от этого нет. Мы как большинство наших ресурсов приходило от нефти и газа, так и приходит извне. Поэтому у нас риски немного другие. Мы просто надеемся на то, что экономика мировая восстановится, и это отразится на энергоносителях. И в промежутке мы будем сейчас расходовать наши резервы и так далее, накопленные в хорошие годы. Но с точки зрения российской экономики, конечно, ничего хорошего в этом нет. Потому что без экономического роста именно мирового, который будет поддерживать цены на энергоносители, у нас никакого особого экономического роста и у нас не будет. Поэтому я тут согласен с обоим коллегами, но мы застряли в такой странной ситуации уже давно. Я понял, да, не получилось оптимизму добавить. Ну что делать, спасибо большое, Рубяна Николопова, профессор ректора российской экономической школы, был на связи с нами. Знаете, я еще немножко, конечно, об этом выреку. Какие отрасли сейчас максимально в зоне риска, на ваш взгляд? Ну понятно, со временем там припало авиасообщение, авиакомпании, транспорт, туризм. Что-то еще, может быть, что-то незаметное, да, где зреет длительное такое, длительное падение. Ну я думаю, что это гостиничный бизнес, там, ресторанный бизнес. Все, что за туризм, хорик. То есть это, в принципе, сейчас мы переходим в фазу, когда мы будем говорить про розничные риски, да. То есть это риск того, что, собственно, покупатели, потребители затянут пояса, запрутся в домах и действительно в ближайшие месяцы, наверное, будут гораздо меньше потреблять. Ну правильно я понимаю, что пока мы не фиксируем сокращение потребления в России, по крайней мере. Нет, потребление не может сократиться, потому что люди хотят есть. Здесь вопрос того, как оно будет распределено в каком-то смысле. Да, потому что в ресторане условно вам еда стоит обычно дороже, чем вы ее готовите дома. И как бы в деньгах вы увидите сокращение, и фактического сокращения потребления не произойдет, потому что макароны, что в ресторане, что дома, вам придется есть. В этом плане я бы ожидал, конечно, что действительно ресторанный бизнес вообще сильно пострадает, но при этом все-таки онлайн, конечно, может очень сильно вырасти, включая все наши любимые онлайн кинотеатры, которые мы все, наверное, уже начинаем подписывать. Все платим, разумеется. Четыре подписки, даже как бы не больше. Согласны с коллегой относительно ту? Ну, да, то есть еще раз, это вот как бы все, все риски, которые связаны с изменением поведения потребителей, да, потому что не все компании будут готовы. Потому что доставка, опять же, там из условных наших сетей, она, наверное, очень сильно вырастет в ближайшее время, ровно потому что все будут стараться как бы не контактировать с магазинами. Все, кто может себе это позволить. Ну, по итогам января, там, в серии половины февраля всплеска не было, но говорят, что сейчас вот он и наметился. Ну, что ж, спасибо большое. У нас в гостях сегодня были главный экономист, руководитель Центра макроэкономического анализа Альфа-Банка Наталья Орлова. Наталья, спасибо. И директор финансового центра Сколково Рэш Олег Шибанов. Олег, благодарю. Это деловой день на РБК. Не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Боль в животе, чувство тяжести, стути. За ними кто-то стоит. Тримедат помогает устранять эти симптомы, действуя на их причину. Тримедат. Живот и порядок. А мы точно можем себе это позволить? Всегда говори себе с потребительским кредитом от банка «Уралсит». Кстати, по очень выгодной ставке от 6,9% годовых. Вы же не хотите останавливаться на пике удовольствия? Так зачем же прерываться в сексе? Попробуйте «Контакс Лайтс». Особо тонкие презервативы для большей чувствительности. Наслаждайтесь друг другом и оставайтесь вместе до самого конца. С опытом понимаешь, что выбирать стоит то, что действительно важно. До 31 марта успеете приобрести «Тойота РФ4» с выгодой по трейд-ин и воспользуйтесь преимуществом выбрать кредитную ставку 7,9% или программу «5 лет уверенности». Месяц специальных предложений «Тойота». Выбери свой режим выгоды. Когда бросаешь курить, есть особенно тяжелые моменты острой тяги. Спрей «Никаретте» активируется за 60 секунд для борьбы с желанием закурить. Бросайте курить сразу или постепенно. «Никаретте». Попробуйте новый мягкий фруктово-мятный вкус. Тот момент, когда получил СМС с доходом по депозиту, а мог бы заработать гарантированные 10%. Скачивай приложение «БКС Премьер», выбирай продукт 10+, с полной защитой вложений. «БКС – мир инвестиций». Уникальные продукты от лидера рынка. Что такое день матча? Это возможность умножить эмоции от игры, сделав ставку у генерального партнера российской премьер-лиги. Букмитерской компании «Лига Ставок». Коронавирус заразил весь спорт. У Ливерпуля самый дорогой состав в мире. А Мартен Фуркат завершил свою выдающуюся карьеру. Но, слава богу, не из-за болезни. С вами Лев Шагинян, Дмитрий Трошин. И мы, как обычно, обсуждаем самые главные спортивные события. Хотя в сложившихся обстоятельствах спортивные события недели, которые не состоятся по понятным причинам. Ну и начинаем, к сожалению, с коронавируса. Его распространение спровоцировало остановку почти всех футбольных национальных чемпионатов в Европе. Да и Еврокубков тоже. Неясно, будут ли они доиграны. Ведь дальше в календаре подготовка к Евро-2020. И, собственно, сам Европейский форум. Его, кстати, могут тоже отменить. Точнее, перенести на лето следующего года. Перенесены почти все запланированные на ближайшие месяцы соревнования и в других видах спорта. В общем, печаль и тоска. Ты знаешь, я вот просматривал в соцсети, чего там только нет. Футболисты откровенно страдают ничего не деланием. Придумывают себе различные развлечения на карантине. Посмотрите хотя бы вот на этот танец футболиста Ливерпуля Алекса Окслейда Чемберлина и его подружки Перри Эдвардс. Внимание на экран. Ну, а мне понравилась утренняя зарядка Дриса Мертенса из Наполя. Нестандартный подход, мягко говоря. Слушай, ну мне кажется, упражнение с бутылками у наших Мамаева с Кокориным гораздо лучше получится. Но до последнего времени РПЛ оставалась чуть ли не единственной лигой, где все еще продолжали играть футбол. Но после распоряжения Сергея Собянина о запрете спортивных мероприятий аж до 10 апреля остановился и наш чемпионат. Да, но это было неизбежно. И все-таки забавно, что самый последний матч более или менее серьезного уровня в Европе был сыгран у нас. Встретились Тамбов и Крылья Советов. Отличная вывеска, что и говорить. Хочется думать, что любители футбола смотрели его по всему континенту, по всей Европе. Но так или иначе, последний тур РПЛ очень порадовал. Да, голов было действительно много. Зенит обыграл Урал 7-1, одержав самую, наверное, крупную победу в сезоне нападающей питерцев. Серда Размун отметился хит-триком. Теперь клуб из Санкт-Петербурга снова оторвался от ближайших преследователей, от Локомотива и Краснодара. На 9 очков это стало возможным благодаря тому, что Краснодар уступил Сочи 0-2. Кстати, победа третья подряд позволила Сочи покинуть зону вылета. Ну а Локомотив в центральном матче 22-го тура переиграл Ростов и теперь занимает второе место. А вот ЦСКА не сумел переиграть ИФУ и теперь уже на 5 очков отстает от зоны Лиги чемпионов. Ну а еще хотелось бы отметить первую победу Леонида Слуцкого в качестве главного тренера Рубина. Казанцы обыграли тульский Арсенал 1-0. Несмотря на приостановку чемпионата, букмекерская компания Лига Става по-прежнему предлагает неплохие коэффициенты на исход чемпионата. Вот они на ваших экранах. Зенит по-прежнему однозначный фаворит. Далее следуют его ближайшие преследователи в турнирной таблице Краснодар и Локомотив. Ну а как я сказал в начале, коронавирус доставляет проблемы не только футболу, но и всем остальным видам спорта. Автоспорту, например. Вот Формуле-1 из-за коронавируса перенесли старт сезона. А в ближайшем будущем королевских гонок прямо сейчас мы поговорим со спортивным комментатором Владимиром Башмаковым. Владимир, здрасте. Здрасте. Добрый вечер. Ну а вы в основном комментируете гонки Формулы-1. Как ситуация развивается сейчас там? Здесь ситуация развивается одинаково, как и во всем остальном спорте. Сейчас просто ничего нет. Вначале пострадали в первую очередь, естественно, международные чемпионаты. Они отменялись чуть раньше, но буквально все развивалось за несколько дней. То есть еще буквально неделю назад, в районе прошлой даже где-то среды четверга, в принципе, все выглядело неплохо. Но затем пошли отмены в Америке, отменили чемпионат мира по автогонку на уносность. Очередной этап, точнее, потому что Трамп закрыл фактически границы. Там много участников из Европы, из других стран. Затем на следующий день фактически, даже в тот же день отменилась Формула-1. Причем там все было готово к проведению. И даже в пятницу за два часа до начала первых свободных заездов уже все журналисты, часть команд были на трассе. Но из-за того, что днем ранее заболел коронавирусом, подтвердился коронавирусу одного из сотрудников команды Макларен, который заправлял болиды. И он уже, пускай даже несколько дней был на карантине, но вот команда снялась с этапа. И так несколько хаотично, поспешно, но все-таки было принято решение не проводить Формулу. Понятно. Владимир, а вот куда дальше будет гран-при переноситься, чтобы все успели проехать? Мы сейчас можем предположить несколько разных вариантов, но дело в том, что пока мы не будем понимать действительно, когда будет первый гран-при, вот это делить шкуру неубитого медведя. Если мы предположим, что в конце мая, начале июня, то есть летняя пауза. Пускай там даже гонки будут по времени где-то по датам, точнее, пересекаться с Олимпиадой, которая тоже еще не факт, что состоится. То есть на август какие-то гонки, какие-то гонки, может быть, даже на начало декабря, то есть Бахрейн условно можно провести в начале декабря. Но уже все равно не будет полного чемпионата, то есть все равно он получится урезанным по количеству этапов. Владимир, огромное вам спасибо. Будем надеяться, что в скором времени все мероприятия восстановятся. Ну а мы продолжаем. Пока новостей из мира спорта совсем мало, самое время пройтись по хит-парадам. Один такой вышел совсем недавно. Аналитический центр в футбол-обсерваторе составил рейтинг клуба в топ-5 лиг Европы по стоимости состава команд. Самый дорогой состав оказался у Ливерпуля, 1,4 миллиарда евро. Второе место занял Манчестер-Сити, третье — Барселона. Только вот что толку, если все эти деньги не играют на поле? Кстати, биатлон тоже отменять чемпионаты России, намеченного на март-апрель, не будет. Зато все-таки состоялся в Финляндии заключительный этап Кубка мира. И там случилось знаменательное событие. Завершил карьеру выдающий себя атлонист Мартен Фуркат. Завершил, как и подобает великому чемпиону, победой в своей последней гонке на этапе Кубка мира в Конте-Лакте. Весь подиум заняли, кстати, французы. После гонки они радостно открыли шампанское. Все-таки повод более чем весомый. На покой уходит пятикратный олимпийский чемпион, тринадцатикратный чемпион мира, семикратный обладатель большого хрустального глобуса, победитель общего зачета Кубка мира. Только непревзойденный Бьерн Даллен может похвастаться подобными достижениями. Кстати, меня удивило другое. После финиша Фуркат дождался каждого участника гонки, в том числе и нашего Александра Логинова. Между ними, если вы помните, было немало трений из-за старой допинговой истории Логинова. Но сейчас все выглядело более чем дружелюбно. Да, ну и напоследок хотелось бы поговорить о UFC. Напомним, что все ожидают супербоя Нурмагомедов-Фергюсон 18 апреля. Однако формат поединка из-за эпидемии коронавируса пока не определен. Изначально бой планировали провести в Нью-Йорке. Президент промоушена Дана Уайт пытается найти новое место для боя, так как власти города запретили проводить массовые мероприятия. Есть также вариант с проведением поединка при пустых трибунах. Да, я читал эти высказывания, даже вот процитирую Дану Уайта. Этот бой состоится, он будет, болельщики сходят с ума из-за этого, но вы не волнуйтесь, бой Хабиб Фергюсон.